все запись пошла и это вторая часть трансляции прохождение попытки пройти кампанию лаги силы войд на эксперте и попутно выполняющего ачивки которые находятся в на уровне сложности типа боец но на эксперте вот последний третий идон ко второму starcraft посвященные целиком и полностью протосом если пропустили первую часть рекомендую конечно посмотреть первую даже это будет очень полезно учитывая то что здесь сюжет трагедии и сейчас насколько я понимаю мы разрушив одну из планет протосовских пытаемся вернуть айор как-то так коротко о главных событиях во первых прошлой миссии мы таки продержались до 1 и 8 десятых лярдов зергов получили очивки получились саларит саларит который можно распределить 15 единиц я хочу вместо ускорения попробовать темпоральное поле сбросим сейчас с ускорения времени классный фича особенно помогает самом начале для раскачки баз ну и в принципе потом как только появляется новый база можно пробок пробок штамповать можно кидать на ключевые строения типа stargate где долго делаются какой-то тип юнитов для того чтобы быстро их подспамить а вот темпоральное поле требует 50 энергии минута кулдауна и создает три поля на 20 секунд замораживающие боевые единицы противника вообще копье адуна вот эта эта механика она появилась только в в третьем адоне собственно в протасовском и очень сильно влияет на игровой процесс и новый ресурс саларит он как раз позволяет тратить ну получать вот новые новые возможности я хочу еще наверно бустануть время строительства на свободный соларит и и вот так вот как-то военный совет позволяет ой какой военный совет до военный совет надо поговорить будет с мадамой этой здесь можно выбрать юнитов на следующую миссию они значительно помогают в прохождении определенного типа миссии но к сожалению до того как ты стартанешь миссию очень сложно понять что конкретно тебе пригодится в здесь я взял центуриона который вырывается и станет врагов сейчас сейчас возьму зелков с который крутится и ое дамаг наносит сталкера остановлюсь на нем потому что восстановление счета очень универсальная штука драгуны не понравились низкой мобильностью здесь темный тамплиер был с классным блинком и пяти ударами по 35 урона зергушат ваншоты великолепный но есть еще мститель после смерти дарк появляется рядом с темным как он называется господи темные святилища наверное да темные святилища это это обилка мне бы помогла в прошлой миссии как вот там сережа потом в скайпе написал что можно было поставить темные святилища непосредственно у входа и варпать от волны к волне дарков они как умирают сразу появляются рядом с темплар не вообще по прошлой миссии то можно было значительно все лучше сделать если вспомнить базовые правила tower defense а не делать глухих стенок делать какие-то коридоры для того чтобы бэйлинги для того чтобы ультралиски не били например там собаки не грызли гейты а просто чтобы они бегали вокруг попытках пробежать к фотонкам и но в общем совсем другая история возьму я пожалуй пожалуй все-таки темного темплиера я оставлю который блинкается и огромное количество урона разным типом юнитов наносит рахана является своеобразным хранилищем всех знаний протасов не только с точки зрения там всяких технологий но и владеет там опытом накопленным протас сами вообще мы находимся на корабле который по сути является своеобразным новым копчегом для протасов который был создан для того чтобы в тяжелые времена сохранить наследие протасов и пережить какие-то серьезные катаклизмы ну когда вас как раз планету мы сдали родную неразимов их родиной всегда был они никогда не забывали об этом и о том какой ценой они были спасены ты говоришь об аду и изрек судья зентион аду ну не удалось уничтожить племена отступников тех кто называет себя темными тамплиерами мы увидели в школах вечерние звезды на все знают и в тот момент адун предал свой род отпустил еретиков избрав для себя иную судьбу он очистил айур от их скверны но позволил им жить предал адун предпочел геноциду милосердия он поступил благородно хранитель разве я вижу историю глазами ее участников артанис возможно поэтому ты не можешь правильно оценить было правильность выбора можно осознать только спустя продолжительное время когда ты можешь на классно все последствия я хранить для меня история всегда настоящие я вижу ее глазами очевидцев как будто она творится сейчас и вот что объективнее получается на нее твоими глазами сейчас подгрузит данные да любопытный подход то есть с одной стороны с одной стороны человек который смотрит на историю всегда с со стороны ее непосредственных участников и на тот момент времени с другой человек который сохранил эти события в памяти но уже переосмыслил их вопрос что объективней первичная оценка разных участников или последующий анализ ну ладно это уже не могу ну не совсем но не сейчас об этом вообще любопытно что что в третьем адоне для меня его для брата старшего когда он тоже проходил впервые стало понятно что каким способом протасы делятся общаются информации то есть у них есть некая общая сеть так так сказать и любое переживание но моментально может попасть к любому представителю их раз ну сейчас конечно другая ситуация потому что пришлось обрезать хвосты и узор разорвать для того чтобы амун не взял контроль через эту ну в общем смотрите первую часть если пропустили дак хала интернет протасов так и есть хала однако традиции которые родились там останутся с нами навсегда ты считаешь это возможно матриарх намного больше чем ты думаешь что например ты знаешь о пути тени вообще ничего не знаю немного твой народ тщательно оберегает свои секреты это наш самый священный обряд посвящения посвящаемая остается одна среди тени из которых на нее нападают другие члены племени если она проходит испытания то становится темной охотницей истинным темным тамплиером зачем ты мне об этом рассказываешь ты один как настоящий темный тамплиер вы стоял против бесчисленных врагов рискуя своей жизнью ради других ты пошел нашим путем путем тени ты более не связан с кхалой отныне ты темный тамплиеры специально разрывают связь с кхалой и собственно из-за этого считались предателями и ливнули с ой господи все из головы вылетает столько новых слов теряюсь звездный атлас здесь мы собственно выбираем куда полететь дальше у нас есть выбор кархал или гласиус 2 миссии начнем мы в любом случае будем проходить все поэтому и мордовый теперь шакурс все что нам дорого рушится у нас на глазах но мы должны продолжать идти вперед собственно ключ для спасения за должен привести нас к спасению я не видел командира рейнора уже много солнечных циклов но думаю он с радостью перед это джимми а в нагладиусе что у нас по юнитам по как иерарху мне расследование местоположение комплекса где ученые кхала и экспериментировали с секретным оружием программа создания чистильщиков была возрождена в исследовательском комплексе на гласиусе мы должны получить столь мощную технологию давайте с этой начнем она кажется не столь принципиальной чем встреча с джимми который передаст нам ключ гласиус выбрали мы найдем лучшие созданного в империи вооружения здесь вы зародили программу создание чистильщиков чистильщики запретное оружие конклав приказал их изолировать навсегда древние чистильщики находятся не здесь они по-прежнему заключение здесь на гласиусе наши ученые разрабатывали прототип оружия на основе этой технологии то что ты говоришь недопустимо для халая немыслимая есть силы амуна значительно превосходят наши мы на грани полного уничтожения музыка слушайте музыка мне приходится выбирать пользователь хамантеч активировал премиум на ваш канал это музыка который я говорил музыка заслуживает отдельного внимания отдельной похвалы потому что она они нападают на комплекс амун прислал своих слуг готовьтесь вот так вот ледоколу привет отдельный так вроде со всеми поговорили вроде все уже все выбрали солнечное ядро закинули будем проверять будем проверять я же выбирал уже нет а все уже запретное оружие но если мы хотим получить технологии числа рита можно зайдется действовать быстро долгари мы вот-вот откроют огонь по лаборатории во первых перед тем как начать миссию на эксперте смотрим на ачивки понятно что некоторые из них вообще жесткие типа практически невыполнимые в некоторых миссиях но попытаться все-таки стоит во первых выполните задание бла-бла-бла не дайте искажающему лучу уничтожить не одну вашу боевую единицу в здании запретное оружие искажающий луч будет мочить и надо попытаться от него видимо как-то ну водить из-под огня и нужно уничтожить шесть толдоримских враг или враг или врат или врат искривления в задании на уровне сложности боец короче гейты надо убивать 6 штук и нам дадут ачивку кроме всего прочего конечно же самый наверное главное это не столько не ачивки а получить максимум саларита которую впоследствии сможем тратить на улучшение войска толдорима защитные орудия включены окей и доступна новая боевая единица сентрик хочу поехали поехали ведь после перелета в диалоге появляются стоп здесь нет ничего военный совет до арахана толдоримы них не было слышно большинство за диалоги за все диалоги поэтому слушал как протасы воссоединились под светом к сожалению некоторое время назад они объявились снова рахана вы долго считали их фанатичными служителями зелнага но в действительности они сделались рабами амуна почему они добровольно пошли за амуном никто не знает толдоримы называют себя избранными но для чего амун избрал их нам не дано знать это опасные противники именно они помогли амуну создать гибридов и проливали кровь во имя нашего главного врага протасы обратившиеся против протасов требует от нас отмщения их следует уничтожить если такова их судьба да будет так вооружение чистильщиков которые разрабатывала здесь может пополнить наш арсенал я на это надеюсь но обоснованы ли опасения раханы халай на гласиусе создали несколько прототипов и даже провели их успешное испытание по слухам эти копии полностью воспроизводит личности тамплиеров обочный продукт гвантовой предиктивной аналитики это всего лишь машины каракс не стоит ожидать от них слишком многого мы тоже машины только у нас биологическая природа я часто поражаюсь глядя на наше устройство внутреннюю планировку выверенные формы наш аппарат зелнага создали нас как и мы когда-то стали творцами чистильщиков когда же миссии уже когда же военный совет так военный совет ждут приказания здесь уже выбрали все на мостик возвращаемся выбираем наконец-то миссию 6 гейтов уничтожить ни одной единицы не потерять активировал премиум на ваш канал да спасибо за подписку на премиум нас full hd нет рекламы в общем смайлики анимированные статус чатики в общем все радости жизни доступны практически на халяву за 79 рублей в месяц с ума сойти надо брать вот эта борода там как говорит товарищ чатике тоже хочу такую да это кузнец протасовский поэтому у него борода ну чтобы не сведущие сразу поняли что он отличается от остальных да 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 и и крабом тоже можно ставить опачки похоже материнский корабль талдаримов а вот он как ясно не на систему орбитальные защиты гласиуса мне было поручено уничтожить этот комплекс от этого луча и будем уворачиваться хранилище технологии будет уничтожено вместе со всем этим жалким миром убирайтесь из этой системы пока у вас еще есть время и оставайтесь здесь и смотрите как ваше войска обратятся в брах мне все равно слишком заносчивый опачки итак тогда чего мы ждем я готов работаем работаем биндим 1 биндим 2 заказываем рабочих есть у нас зелки которые ауе мочат вижу парочку стройку сентрей которые заблочены луч уже на луч вон там должны добраться до хранилища пока и уничтожили так нон-стоп рабочий есть запас по лимиту я попробую пробежать на разведку хотя бы здесь уже фатон очка понятно вот это я неплохо забежал дарки наверное да нужны в первую очередь так но пока будут минералы только я наверное вместе с пробками буду уже приготовиться к нападению к нападению или к простой что такое и сентрики сентрики все готов а у меня тут проблема как бы в том что форсфилдов нет есть только перезарядка щита вот так вот так и есть 50 100 стоят центрики у них другие обилки надо просто г прожимать но самое главное перезарядки щита есть я все-таки добавлю пару 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 это форжу сделать грейды очень будет нужны так а это что это темпоральное поле вязать покорновато наверное его а здесь закажу все-таки как там 150 150 всего стоит у а где же 250 по газу как-то это странно давай 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 добывай добывай без бусто конечно хреново так луч проходит здесь ставлю поле классно перезаряжается подошли слишком близко к лучу будьте осторожны да все нормально держитесь от него подальше как сентрики жгут а как они жгут делаю одного дт дарк темплара убиваем призму добраться до хранилищ технологии и в сентрика все равно добиваю хочу сделать сделать грейды сейчас будем исследовать тут надо нужны были зелки с станом у семен семенович так но я возвращаюсь возвращаюсь отбиваясь возможно придется возможно придется построить больше пилонов для начала да потом гейты поубивать вот сюда вот сходить проверить да я понял же до нужны здесь были зелки со станом учитывая то что группы небольшие но с другой стороны они ох ты ж ёжик ясно проходим смотрим здесь тупик окей сделаем great на атаку сделаем наверное еще третий гейт и уже энергии достаточно много накопилось наверное надо уже еще пару сентрии делаем наверно бусты ах и зелка убили надо бусты перекинуться на ахас ларифе здесь лично безопас и необработанного с ларито если получится и ресурсов еще накидают лично и еще андегейт сделать четвертый пожалуй и здесь наверное заказать пару фотоночек чтобы не отвлекаться от основной феникс на феникс это в общем-то пофиг еще немножко рабочих фениксов по центрями можно убить мне кажется что основная проблема во времени здесь надо уничтожить его источник питания а и тогда ясно тогда только откроются проходы дэн окей мы обнаружили еще несколько часовых я немедленно введу их в строй давай где вот они сзади точнее спереди так у меня не осталось никого кроме кроме дарка и сентрей что конечно очень-очень плохо и надо еще пилон наверно поставить будет на господи я не успеваю я чувствую что не успеваю так слева значит откроем все будет ок здесь воу-воу-воу-воу-воу сразу шторм очень жалко сентре сейчас очень жалко прямо очень сделаю двух зелков двух темпларов и вот два гейта которые надо разрушить только собраться нужно болен не успеваю не успеваю здесь делаем great на армор подходит делки давайте сразу пилон здесь поставим и будем сразу же заказывать заказывать здесь новых поехали 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 я отстаю очень сильно да отличный шторм просто по всем вроде пробиваем так апгрейд будет готов это два гейта из шести помним про то что можно замедлять время и надо было пользоваться этим моментом уже сейчас тут можно пройти направо еще делаем подвар давай попробуем раз два с и пожалуй внутри с куда интересно поставить давай ладно вот сюда вот поставим так вот на 20 секунд они не атакуют на 20 секунд они не атакуют потому что здесь кэрриер он жестенький наверное надо все таки пару сталкеров было сделать так так и и так еле-еле справляюсь с ним там дамаг будь здоров еще газ еще газ так сталкеров потому что чем дальше тем я здесь не хочу на пилоны тратить я отстаю я очень сильно отстает вместе прыгаем вперед от оракул еще вражеский архон вот надо было конечно же сейчас снова сделать замедление времени интересно луч подействует и еще ножка звуков вот сюда надо было замедление ставится ешки матрешки стопудово там еще сверху зря я сюда пришел без замедления новые с эндриками чтобы там погибают потихонечку и темпларов нужным так отступим да ну соберем народ слил я много лимита и главное время потеряла видите как нашу ярость нужны сталкеры попробуем тут колоссов заблочить и и этого ну потому что я не смогу справиться с ними если если вот не сделаю ну я опаздываю все равно ребят я опаздываю придется перепройтись и по всему миссию ну видите где уже луч находится а я не алё и возможно поменять поменять тип тех же самых зелков на стан да да здесь точно да окей хорошо по крайней мере сейчас есть понимание того что нужно сделать кстати здесь есть базы еще возможно ее нужно сюда в первую очередь нужно направиться сначала для того чтобы или в принципе надо в принципе двигаться быстрее причем собирать армию не терять ее основы должны быть часовые ну чтобы она не терялась в принципе чтобы они подпитывали щиты для того чтобы эффективнее работать против тех же самых первых групп нужны сделки не сауе а со станом и поэтому возвращаемся на копье адуна замедление времени точно хорошо прям вот точно и против колоссов и против керриеров в общем давайте в военный совет здесь поменяем зелков он центурион активировал премиум на ваш канал так 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 сделать и сталкер и центре скорее всего так ну конечно хочется еще пару дарков но дарки дарков кстати можно с этим с мстителя взять чтобы они не терялись окей на мостик поехали другунов бери да они медленные на самом деле я не очень хочу их брать ну может быть они здесь и лучше но если поехали ориентируясь на 20-30 время к этому времени горит хранилище с данными базу сносить не обязательно так как сложно доступное место ну во первых не гейты нужно и я чувствую что можно значительно лучше было сыграть вот поэтому ледокол поддержал ваш канал на сумму шестьдесят рублей не жалей энергию ход и ады пробочка 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 семья хорошо хорошо мы должны собраться до хранилища пока его не уничтожим я понял оливидар совет твой аааа так не потерять ни одного юнита оксол... с... с... с л... с с... л... соларит собрать одно место только видели где он есть свилки у нас Санта руона теперь со станом очень хорошо будет заходить. И, конечно же, темпоральное поле темпоральное поле must have на ключевые сражения. Да, уже сейчас пойдут враги, но это нормально. Первое, самое главное, это не тормозить и раскачать базу. То есть, вот прям, чтобы не было проблем. Темплары не сверх необходимы, по крайней мере, в начале. И их, наверное, имеет смысл вообще сделать... Вон, станут, зашел от зелков. Стоят, тупят. И там откатывается КД, соответственно, и можно вырываться даже сталкеров дальше. А это еще базовые такие... Ну, понятно, что зелки, которые с АОЕ, они нужны, как правило, против зергов тех же самых. Правильно? Правильно. Теперь мы можем вызывать часовых с помощью наших врат. Можем. Поехали. Тут небольшая группа, есть замедление времени, правда... Ладно, поехали. Врываемся. Рабочих строим нон-стоп, начинаем уже на полную добывать газ. Ой, тут вот зелот. Зелот хорошо справился. Вон, сталкера как мочат. Стан, стан, стан. Великолепно. Еще парочка сантрей. Еще пробки, 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 пробки. И фаржа сейчас нужна. Причем фаржа... Одной, наверное, хватит, учитывая постоянные бусты. Обходим. Так, давайте я сделаю легкий сейв. Чтобы... Наши войска подошли слишком близко к лучу. Все нормально, дюки, дышуете. Все хорошо. Держитесь от него подальше. Еще один пилон. Фаржа сейчас пойдет. И врываемся. Ай, зелка жалко. О, сразу иммортала застанели. Правда, я тут двух зелотов, трех зелотов потерял. Ну, и сделаю все-таки темные светилища. Мой путь сокрыт. Похоже, ученые станции здесь оставили запасы необработанного салорита. Мы должны найти их, если получится. Нужны дарки. Уже. Прям чувствуется, как нужны. Хотя бы один-две штучки. Понимаете? И будет уже офф. Дальше добавляем гейты. Делаем грейд на атаку. Дозаказываем рабов. Пауза была в заказе рабов, к сожалению. Еще парочка сентреи, учитывая... Учитывая то, что... Есть газ, а минералов нет. Саларит берем. За лучом идем. За лучом идем. Давай, поехали. Так, и... Дарковня поставил не там, где хотел. Ай, ура, будет отомщение. И здесь, к сожалению... ...из-за отсутствия нормального... ...плохо. Ну, из-за отсутствия танков. Там... Вот сейчас сливчик такой был... ...неприятный. Ладно, перевешиваем буст на форжу. Сейчас такой косяк серьезный был. Еще два гейта нужно заказать. Нет, не иди. Не иди, погоди. Два гейта. Там уже сталкеров надо потихонечку добавлять. Последняя пробка. Причем надо еще сделать пилон. Заряды. Может, пилон уже поставят здесь? Да, давай поставим... Нет, я не хочу тратить саларит на такую хрень. В смысле, энергию не хочу тратить. Ждем, когда доделается... Здесь грейт еще делаем. Минералов мало. Вроде как... Я здесь, среди теней. Ладно, поехали. Чутка подконтроливаем. Да, ешки-матрешки. Отлично. Соловей у нас. Так, можно вверх пойти, но там, кажется, ничего такого нет. Мои навыки пригодятся мне. Где проход-то? А, там и есть проход. Ешки-матрешки. Да, докидываю... Ой-ей-ей-ей-ей. Ну вот, все. Я тут накосячил очень сильно. И с пилонами под варп идет сейчас дикий. Наверное, надо было идти на ванпост вон справа, чтобы вот таких приходов не было неприятных, понимаете? Потому что то, что сейчас происходит, это ни в какие ворота не лезет. Просто приходят, подкрепу подрезают. И главное, мне приходится тратить время и возвращаться. Это самое плохое. Надо было сейчас юзать остановку. Масса энергии. Огромный просто косяк. Сердце тьму. Просто огромный косяк. Делаю... А, и тут закрыто, да, еще? А как я обходил-то? Ешки-матрешки. Поверху на... Ааа, нет! Блин! Да я... Не, ладно, давай попробуем. Попробуем, попробуем, попробуем. Сколько можно? Ставим пилон по фастам, чтобы можно было сразу еще доварпать и быстрее доводить подкрепление. Проходим. Проходим, проходим, проходим. Сентрики подставились. Когда умирают дарки... Так, стоп, давай-ка. Вот сейчас надо было, конечно, замораживать. Чтобы не получать первый шторм. Но я полностью получил этот самый первый шторм. Буду в следующий раз внимательнее, конечно же. Возьму с собой пред... Этут пробку. И... Двигаемся дальше. Это первый гейт. Второй гейт. Соларит собран. Захотить ли на базу или не заходить? Вот в чем вопрос. Продвигаемся вперед. Опять. 25. Темплар, который сразу все портит. Всю малину прям. Так, на базу или не на базу? Ачивка или не на ачивка? Ачивка. Ачивка, но жестко будет. Кулдаун с одной стороны откатился, с другой... Тут народу реально будет много. Причем не первая волна опасна, а дальше. Не хватает ни инералов. Да, но... Все, темплары уходят. Давай сделаем раз, два и три. Там колосс. Очень много потерял я здесь. В этом моменте неприятным. Дарки возвращаются. Но... Похоже... Похоже, я не прав здесь. Потому что... Потому что... Слишком долго. Хотя тут гейты, тут ачивка, ребят. Ну, черт себе, эта ачивка, если там ты опаздываешь. Ладно, дожидаемся, когда... Вернутся дарки. Здесь подвар бзилков. Вообще нужны сталкеры, на самом деле. Учитывая, что мы остались... Какая-то мы армия осталась. Я здесь, среди тебя. Еще, еще, сталкер. Я всех центрей слил. На этой атаке. Ну, там не мудрено. Там и фотонки, и колоссы, и... И в конце концов... Не хватает ни инералов. В общем, в конце концов, все. Я наваливаюсь. Сразу темпоралочку раз, темпоралочку два, и темпоралочку, допустим, три. Только ачивки, только хардкор. Сталкеры, конечно же, тупят. Вместо того, чтобы убивать темпосты, они... Как же они терпят, а? Как они терпят? Враг познает на жаль здесь, среди тебя. Нужны сталкеры, чтобы брать эту базу. Нормально. Что ты предложишь? Так, уже 15 минут, я достал только два, блин, соларита. Кажется, это еще одна фейловая попытка. Гейт убил. Мой путь сокрыт в тени. Впереди, во-первых, неизвестность такая. Неясно, кто там, что за защита будет. А там будет защита, как вы видите. Темпоралочка раз, темпоралочка куда-нибудь, наверное, два сюда. Ладно, давай три сюда. Архон еще, ё-моё. Приехали. Зелаты со станом правильный выбор. Даркис... Тоже правильный, вроде как. Мне на эту базу не надо было просто идти. Не дошли, не хватает мне инералов. Я здесь, среди... Сталкер еле-еле там на последних хитах убивает. Проводим, доигрываем, чтобы тупо получить информацию по разведке. Вижу, что луч двигается. Неумолимо. Тут еще один аванпост, с которым я так просто не справлюсь. Снова замедляем время. Убиваем. Мой путь сокрыт в тени. А он еще срезал тут. Да, наверное, надо было делать некоторое время только с зелков до дарков. О, соларит есть. Еще кусочек соларита. А потом чисто сталкеров. О, часовые, спасибо. Вот за это спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. А здесь надо было замедление опять же делать. Но он по КД еще не откатился. Сейчас откатывается, значит, колосс, потомка, три зелка. Хотя бы так. Там, правда, еще один колосс. Надо сталкерами покусить колоссов в первую очередь. Вот этого и этого. И еще сталкеров. Но они универсальные, понимаете? Они универсальные. Орхоуны сверху. Гейтов можно для очивки уничтожить. Но осталось... Ой, все. Там еще колосс. Аларак пытается включить древние системы защиты комплекса и обратить их против нас. Так, убиваю парочку... Парочку гейтов. Музыка, конечно, играет такая эпическая просто. Просто эпическая. Собираем чуть-чуть бабла. Может, здесь еще? Здесь еще три синтрика. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Осталось две с половиной минуты приблизительно. Все очень плохо. Собираем колоссом. Помним про саларит. Где-то еще третий кусок. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Опять пси пропустил. Ё-моё. Раз, два и три. Сталкерами ублинковываюсь. А он уже здесь. Он уже прям все. Он уже на месте. Ну, значит, базу справа брать смысла действительно нет особо. Тут еще потомки. Ё-моёй. Тут я даже отдамся. Просто вряд ли выстоим мы. И призма искривления. Ну, собственно, это ГГшечка. 20 минут, 15 секунд. Вот он, саларит последний. Ну, вот это ключевое, что нужно взять. Забрали все образцы не образцы. Да, но толку. Задание провалено. Понятно. Значит, игнорируем базу справа, получается. Это первый момент. Отбиваться можем дарками на мэне. То есть, забиваем на это. Просто к первой, второй, там, последующим атакам имеем дарков, которые постоянно рисуются и отбиваются на базе. Саларит, соответственно, собираем. Идем по тому же самому маршруту. Просто не заворачиваем на верхнюю базу. Там были колоссальные потери. А так-то осталось всего ничего. Ну, и, конечно же, заморозка тоже хорошо зарешала. Один гейт еще не добил, да, ачивки? Да, да, да. Ну, тут, видите, попытка сделать ачивки на эксперты сразу. И, в общем-то, это уже не в первый раз приводит к тому, что приходится перепроходить миссию. Но тем интереснее. Так, нет, это не тот сейв, к сожалению. Там было в самом начале, где-то вот в минуте, А, вот оно, вот оно, с хранением. Все верно, только про энергию не забывает, а народ беснует. Так я хорошо сделал, чтобы в самом начале подкопил немножко. Ну, то есть, да, до капа, конечно, до 200. Но потом энергия уходила только так. Надо замораживать, в первую очередь, темплара. Так, давай попробуем дарков сделать, потому что скоро они пойдут в атаку. Значит, здесь какой акцент? Все еще рабочих. Кажется, сейчас вот будет как раз та самая атака, из-за которой я вернусь. Должен буду вернуться. Поэтому давайте я не буду торопиться. Тем более, что дарки еще не готовы. И будет не очень круто, если... Я свалю раньше времени. Форжа делается. Гейтов до 5-6 уже лишнего, как показала практика. Построить больше пилонов. Самуни, пилон за 50. Ага, вот, пожалуйста, тут как раз атака. Заодно зелков, кстати, послевали. Дарки нужны в небольшом количестве, там, от атаки до атаки. Ну и, собственно, на защиту. Надо оставить одного дарка. Но уже на следующую защиту. Здесь пока... Пока идем, как получается. Еще рабочие. 5 штучек нужно добавить. Работаем. Еще пилон. Один дал. Надо и второй, в общем-то, сделать. Еще несколько рабочих. Там 3 штучки нужно заказать. Все заходим. Здесь... Похоже, ученые станции здесь оставили запасы необработанного саларита. Здесь саларит и ресурсы, что немаловажно. Одного дарка прям на постояночку оставляем дома. Берем ресурсы этим. Дальше добавляем, добавляем, добавляем последнего рабочего. Заказываем еще пару гейтов. И переключаем буст на... Тройку гейтов добавляем. И пробочку с собой возьмем. На подвар. Дальше. Тут не тороплюсь, потому что скоро... Так, тут все, да? Все, все нормально. Сталкеров надо потихонечку добавлять. Я щитил, пробочка-то чего? Не торопимся. Лучше чуть-чуть подождать, чем потом винить себя за то, что слил, не подготовившись к сражению. Вот это обиднее всего. Делаем Great Narmore. Не пропускать... Ох, все равно я тут Сентрио слил Все равно слил Сентрио, понимаете Тут сталкеры, сталкеры, сталкеры Скоро будут уже первые аванпосты с... С этими... Блин На этот я не буду тратить А вот нижний шторм должен забрать С заморозкой Я немедленно введу их в строй Так, собираемся И еще подвар Больше пилонов Так скажешь Вот здесь откажись будут Вообще от шторма желательно просто увернуться Для начала А заморозку кидать Какой стан классный на сталкеров, конечно Зелки шикарный Так, все, поехали Ох, я не вижу Я знаю, что нужно кидать вот сюда Вот на фотонку, на зелка, на пробку Знаю, что на архона бы кинуть штучку И скорее всего куда-нибудь сюда На потенциального темплара Не вижу, где темплар, но он есть Он как суслик В общем-то, он есть То по грейдам армор делается Вот, сейчас добиваем один гейт, второй гейт На базу не заворачиваем Идем практически четко по лучу Это замечательный трай Пока что По крайней мере Еще одного дарка я оставлю дома Чтобы не возвращаться Почем зря Пилоны строю Ага, вот там Там пси тоже будет сейчас Ну я готов Нет, нет, на луч Не надо лезть, Миша Ты чего? Здесь минералы еще В закутке И гейт еще Так, да, тут серьезней Во-первых, керрер Во-вторых, сталкер с фотоночкой Ну и не знаю, там может кого-то еще заденем Ну и конечно же ресурсы здесь есть То есть выполняем ачивочки Сталкеры почему-то бьют, когда заморожен Все, но только не атакующего Ну в общем, потому что, видимо, не атакующий Керрер, поэтому и не бьют Так, забрали еще два гейта Остается до ачивки парочка гейтов Есть заморозка Вижу, тамплара гада Я здесь же вижу я его И лучше не жадничать Или все-таки У меня нет кулдауна Способности Там еще один шторм есть Поэтому просто разводим его на Разводим его Делаем еще сталкеров, как универсальных солдат Наверх не заворачиваем Идем по лучу Так, главное сильно близко не подходить Пробку, наверное, подведем еще поближе Так, на будущее Нам все равно нужно пилоны ставить, правильно? Ага, вот и выход Делать или не делать? Да давай И туда вот куда-нибудь на случай Если там еще кто-то есть Зилков бы сделать Ой, да ладно Не хватает пилонов А здесь, кажется, тоже шторм будет Нет, пока шторма не вижу Вижу Архона только И Кейрера Ой, большая группа войск, конечно Ладно, подблинкаемся немножко Под контролем Слегонца Архона Расконтролили Кто так атаковал пилон наш? Ты с ума сошел? Пилон наш Что я сделал? Подвар сталкеров-зилков Опять не хватает пилонов Достраиваем А, тут, видите, есть проход короткий Здесь был еще, кажется, саларит Но его вроде бы взяли И идем дальше Ой-ой-ой, тут луч куда идет? Я уже пошел в опережение Куда я вперед, батьки, в пекло-то лезу, а? Пилоны строятся Пробка идет Ачивка, чтобы ни один из... Может, обогнать его реально? Пусть для мотивации воинов Луч за мной идет Какая-то очень суровая мотивация, если честно Да, нормально Работаем Активирую часовых Давай, еще Сантрей Главное, чтобы пробка не подставилась Так, ну здесь надо уже замораживать Во-первых, эту группу раз Эту группу два И там, помню, еще один колосс Где-то здесь должен быть Трис Ее, попал по еще по одному колоссу Ай да я, ай да я Только надо его убить Ой Так, во-первых, фейл в том, что у меня теперь На меня там нападают Ачивку выполнили по... Системы защиты комплекса И обратить их против нас Блин, ребята, все плохо Потому что у меня там сзади поджимать сейчас будут Вижу, луч идет Здесь надо тоже замораживать, к сожалению Это раз Это двас Это трис Но это не все Там еще люди сзади И луч еще мотивирующий сзади подходит Ну и здесь тоже, видите Беда у нас С... Я здесь Среди теней С тем, что скоро лимита не будет хватать, скорее всего Беру еще последнюю порцию солярита Как последнюю? Не последнюю! Я пропустил один солярит! Где-то вот здесь вот Ай, я спутал Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Так-так-так-так-так-так-так Срочно сделать дарка и пару зелков Попытаться пробежать вот сюда вот Ох, надеюсь он там не под защитой, а? И луч проходит уже Ну и ясно Беру пару дарков, сюда иду Да, беда, беда Да похуже Вот эту вот штуку я спутал со следующим проходом А вот тут нельзя давать было, тут надо было убивать, ребят Потому что я сейчас в сапплай-блоке буду увлекательное время проводить Поэтому раз, два и три Три, говорю А на мэйне надо срочно ставить пилоны в большом количестве Причем вызывать, скорее всего, придется пилон здесь, чтобы... Да, здесь вот он, саларит Вот теперь весь саларит 16 минут 40-50 секунд Там дэмэдж идет по укреплениям врага Здесь ставим пилон Пробка, кстати, выжила Да ё-моё, да Ну и ясно Сейчас еще один шторм будет Это вот из-за того, что я базу не добил И просто минус Минус весь лимит, который был Капец Просто капец Я в шоке, дорогая редакция Я должен успеть еще добежать до... Раз... До вас, наверное, так А что мне нужно сделать? Добраться до хранилищей технологии Просто добраться То есть сейчас нужно просто забивать Да, забивать, конечно, забивать Но добраться, там же... Да, и тут заморозки нет Ё-моё Я в шоке Просто в шоке Так Две минуты осталось Надо сталкерами с блинком, наверное, добираться Замораживать последний там этот Так, а как пройти-то здесь? Пользователь Широнос-11 активировал премиум на ваш канал Он уже близко Мне по левой части нужно идти Буст сюда Не атакую, ладно, беги-беги-беги А что... А, вот Вот он подходит Здесь последний оплот Три колосса Иммортал, Фатонка Проходим, блинкуемся Ой-ой-ой-ой Успею, не успею Надо, чтобы он открылся Блин, времени нет Когда он откроется Пустите А-а-а Воу Ес, ну Ха-ха-ха Уведи их подальше от луча Блин, класс Успел и, кажется, даже не потерял от луча Юнитов Но видите расщепитель на хранилище Шките все Я получил координаты Переношу контейнер на лоб Ребята Украли технологию Не успел он его лучом уничтожить Убили шесть гейтов Вроде как Успели Вроде не отдали юнит Сейчас посмотрим Короче Технологии чистильщиков На борт копья Адуна Среди них есть один Прототип воина Мне нужно будет более пристально его изучить Пошли ачивочки Да, все три ачивки выполнены Добро Продолжить И весь саларит еще собрали 15 из 15 Да ежешь Что ж там за прототип новой технологии Прототип нового воина Пожалуйста, пусть это будет ривер Ничего себе Новая технология Прошлый век Ооо Это феникс Это тот самый феникс Да ладно Это из первого Старкрафта Зил От которого Потом в гуном Его там убили Учитывая, что ты дружил С оригиналом Я Думал Ай, он загрузил его Считает, что после стазиса Его сделали драгуном Ну да Ну в первом Старе Из него действительно гуны сделали Заказался, феникс Сам Алдарис дал мне указание Прибыть на Гласиус И служить тамплиером Это последняя запись в его памяти Конклав приказал продолжать Копировать личности наших героев Ты знаешь об экспериментах на Гласиусе? Почему Алдарис отдал тебе такой приказ? Я воин, друг мой И ты это прекрасно знаешь Я действую А не пытаюсь оспорить приказы судей Поразительно Адановая оболочка И ячейки сжатого трилля Похоже, он был первым В рамках возрождения древней программы Довольно Я не для того сражался по воле Конклава Конклава уже нет Меня изучали как образец Между прочим Я камплиер И я воссоединился с лучшим другом Это лениславный день Конечно, ты прав Каракс, хватит его изучать Феникс Добро пожаловать на борт Копья Адуна Говорим с Фениксом Мы сражались с тобой, клинок-клинку В бесчетных битвах И вот теперь ты ведешь со собой всех протасов Меня переполняет гордость от этой мысли Меня избрали иерархом оставшиеся судьи и кланы Неразимов И это великая честь для меня Тассадар должно быть тоже тобою гордиться Плохие новости для Феникса вообще Тассадара больше нет Да Он пал как герой за свой народ Он спас нас от гибели Что? Это невозможно А Айур оказался во власти зергов? Ну да Да Как долго я провел в Стазисе Пока меня превращали в драгуна Ты слышал о программе чистильщиков, Феникс? Конечно Копирование сознания величайших тамплиеров Опасные роботы, которых пришлось вывести из строя Их действительно отключили, но исследования в этой области продолжились Мы искали способ воссоздать величайших из тамплиеров Применить древнюю технологию на практике Зачем ты мне это рассказываешь? Не догадывается Чтобы ты Нас ожидает война Какую еще не знала история Нам потребуется твоя помощь И может быть даже чистильщики Что ж Мои клинки готовы к битве, друг То есть он не знает, что он не драгун, нифига Что? Ладно, хорошо С Караксом поговорим Новейшие разработки в производстве чистильщиков Соперничают со всеми нашими прошлыми творениями Репликация данных позволяет достоверно воссоздавать сознание оригинала Он действительно обладает личностью Феникса Насколько достоверно? С точностью в 99% Слабо Значит, возможно, погрешность Крайне незначительная За свою жизнь мы принимаем множество решений Кем бы ты был даже при такой небольшой погрешности? Следи за Фениксом Если он будет помогать нам Я хочу понять, кто он на самом деле Правильно, правильно, мало ли что там могли подгрузить вместе с сознанием Что это за 1% У нас тоже на сайте есть 1% пользователей Казалось бы, статистическая погрешность А столько последствий Так, во-первых, можем Время строительства убираем И можем взять солнечное копье Вместо темпорального, правда, поля Поражает указанную область мощными лазерными лучами Выпускает 3 луча Каждый из которых наносит 200 единиц урона А может быть Вызов подкреплений Вызывает пилон Двух бойцов ближнего И двух бойцов дальнего боя В любой видимой точке карты Для подварпа идеальная штука Для вот как раз атаки Которая постоянно меняет Как бы это сказать Ну, место, так скажем, да На солнечное копье хочется То есть понятно, как вызов подкреплений работает А вот не совсем понятно Насколько эффективно солнечное копье КД минута, 50 энергии Урон очень хороший Так, и, наверное, дополнительные припасы Возьму на следующую миссию Что касается военного совета У нас же есть наверняка возможность посмотреть Да, новый тип Мы можем использовать роботизированные единицы поддержки Часовой или заряжатель Часовой с бонусом восстановления щита А, это было уже А, двум союзникам восстанавливает Классная штука И находящиеся рядом союзники получают меньше урона Это, соответственно, за счет щита Рейнджового урона Или Или Заряжатель Увеличивает скорость атаки и передвижения союзников Может трансформироваться, создавать энергетическое поле Так, трансформирование Так, это, типа, юниты Баф получают по урону И по скорости перемещения А что касается Скорость атаки выбранного повышается на 50% на 10 секунд Жуть! Для колоссов, представляете, какая классная штука будет? Или для имморталов, например А, заряжатель трансформируется, создавая энергетическое поле на логичное поле пилона Можно просто варпать на центрю юнитов Какая дичь Конечно, выбираем пока заряжателей Проверим их в бою Потому что понятно, как работает первый тип Мы с ним воевали в последней миссии Единственное, что там заряжался один юнит, а будет два А так-то Все ясно Я получила вести от разведчика Рассказывай Я испытываю двоякие чувства при виде Феникса Вместо того, что я чувствую печаль Говорят, его сразила королева Клинков То, что ты видишь, некое подобие Феникса Но это всего лишь напоминание об ушедшем друге Но его голос, мысли, само его присутствие Он так живо описывает то, что мы с ним пережили Инстинктивно я чувствую, что передо мной мой друг Но разум отказывается в это верить Мы неразимы Часто задумываемся о том, сводится ли наша личность к совокупности наших воспоминаний А может, в нас живет нечто большее? Со временем мы поймем, кто такой этот Феникс Живет ли в нем нечто... Ой, я... Простите, живет ли в нем нечто большее? Или все-таки... Так, там появился, говорят, еще один тип зилотов То есть мы... Какое солнечное ядро? О чем ты говоришь? Конечно же, военный совет Конечно же, панель комплектации Дозорный восстановление Враг должен быть ликвидирован Так, врывается в бой Перехватывает наземные войска противника Возрождается после получения смертельного урона Ну, понятно Чардж и вот восстановление Раз в две минуты На самом деле, мне больше нравятся варианты с... Со станом Или АОЕ Ну, проверять так проверять Очень плотные зилки Нам еще многое предстоит сделать Выбираем следующую миссию А там вроде выбора-то нет Да К Джиму Рейнеру полетим Я не видел командира Рейнера уже много солнечных циклов Но думаю, он с радостью передаст нам ключ Полетели Опачки, а тут весело у них И конкурс интересный Судно протасов Говорит командир Джеймс Рейнер Артанис? Дружище? Как же я рад... Это Джимми Друг Рейнер Кажется, ты немного занят Обычный рабочий день Кто эти мятежники? Они называют себя Корпус Мебиуса Головорезы Наруда Нападают на планеты по всему сектору Никого не щадят Нам докладывают, что их возглавляют гибриды Воистину, Атамуна не укрыться нигде Укрепить эти перегородки Все как метки Альфа-7 Нужно сформировать линию фронта Они захватили нашу орбитальную платформу Небесный щит И уничтожили атмосферные стабилизаторы Она теряет высоту Если упадет, а в Густграду конец Мы не допустим этого, командир Свяжите их флот боя Не подпускайте к нам Прямо как в старые времена, приятель Класс Так, что я хотел? Я хотел на миссию полететь, наверное, да? Я хотел после перелета поговорить еще Вот с Раханой, например Напоминаю, что наш священный закон Забещает нам вмешиваться в судьбу низших существ Понеслась Это высокомерность Протасовская Если только на карте не стоит судьба империи Меня озадачивает твое желание помочь тиранам Почему ты считаешь их низшими существами, Рахана? Я убеждена в этом Посмотри на них Простые, примитивные Они даже общаются посредством Отверстий Ртов Многие, да и я сам Когда-то считали так же, как ты Но они способны на благородные поступки Однажды ты это поймешь Чатик взорвался после Отверстий Детский сад Наверное, тебе радостно снова встретить Рейнора Знать, что он наперекор всему продолжает сражаться Ты говоришь так Будто мы с ним знакомы Когда-то ты называл его своим другом Я не помню этого чужака А Вероятно, твое сознание было скопировано до того, как Рейдер пришел нам на помощь на Айюре Я заметил Пробелы в своих воспоминаниях Многое изменилось за годы, что я провел в стадисе Я лишился своего тела И превратился в драгуна Понимаю Знаешь, что когда-то мы сражались плечом к плечу вместе с тобой и Джеймсом Рейнором Сражались за самое дорогое в нашей жизни Тогда, надеюсь, мы будем сражаться вместе вновь Пока из, как бы это сказать, экипажа нашего корабля С которым можно пообщаться Самым опасным является Феникс Самым непредсказуемым, так скажем Учитывая то, что были у нас разногласия и в прошлых эдонах С разными персонажами С Тайкусом, например, да, у Джимми Я подозреваю, что Феникс, он Он может тоже что-то подобное выкинуть Да легко Похоже, судьба вновь свела нас, Джеймс Рейнор Скорее удача Удача Понятие, которое придумали люди Мы, протасы, видим всю канву событий, за которыми скрывается единый клан Не важно, что вы там видите Главное результат Так что тебя сюда привело? Зератул считал, что твой артефакт Он называл его ключом Может привести нас к Зелнага А где он сам? Темный прилад Погиб на арию Он завещал мне продолжить его поиски И найти способ остановить Амуна Черт Так и знал, что этот крестовый поход Не доведет его до добра Это тяжелая утрата Я знаю, он был тебе другом Я прошел огонь и воду, чтобы достать этот чертов артефакт Потерял кучу бойцов А все из-за его пророчеств Если он хотел, чтобы артефакт был у тебя Забирай Ну а сейчас нам надо подумать о том Как спасти город Да, стоит также сказать, что и Рахана Рахана, которая в военном совете у нас Она по-прежнему связана с... У нее по-прежнему есть выход в интернет И несмотря на то, что она уверяет в том, что ее сознание не контролирует Амун Да и женщина на корабле Ну, короче, любопытно У нас проблемы с небесным щитом, старина Если его не починить Августград исчезнет с лица планеты На платформе хозяйничают мебиусы Эти ребята чокнутые Они скорее умрут, чем позволят нам вмешаться Да, еще противники танцующие обнаружены на планете Марики зажигают Смотрите, в этой миссии будет масса соларита Награды за задания и бонусные награды 10 соларита за задания и 15 за какие-то бонусы По ачивкам Не допустите, чтобы до падения платформы в здании небесный щит оставалось меньше 4 минут То есть То есть, то есть, то есть Закончить Миссию не просто уложиться в отведенное время Ну и чтобы этого времени было больше 4 минут И нет времени на игры Захватите 2 стабилизатора с интервалом в 3 минуты или менее Здание небесный щит на уровне сложности Боец Так Так, 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 так Быстро захватить 2 стабилизатора Пауза между этими событиями должна быть Меньше 3 минут Ну или 3 минуты ровно Поехали Ох, уважаемые Я на полминуты отлучусь У меня еще что-то В общем, скоро приду Субтитры создавал DimaTorzok Так, все, я здесь Я здесь, я готов Включевые моменты Игра автоматически сохраняется Если у вас не получается выполнить задание Вы можете загрузить сохраненную ранее игрой И попробовать другую стратегию Окей Ничего себе там викинги летают внизу Это мы на платформе находимся Если так пойдет и дальше Где-то через 10 минут 10 минут И закончить за 4 минуты до конца С ума сошли Ты был прав, командир Пока мы беседуем Корпус Мебиуса выводит из строя Атмосферные стабилизаторы Ирар Их еще можно отремонтировать Вот, собственно, эти стабилизаторы Нам и нужно захватывать Отбиваться Ага, если после корпуса Мебиуса Вообще останется что ремонтировать Артанис, если ты можешь помочь нам Справиться с этим отрядом Мои ребята в 2-4 Подлатают стабилизаторы Так мы выиграем немного времени Подлатают стабилизаторы 5 их всего 5-10 минут за 4-6 минут Каждую минуту стабилизатор Ой, какая-то хреновая математика выходит сейчас Ладно, работаем Смотрим, что у нас есть Открываем гейты Видим взялков, которые восстанавливаются Стабилизатор один по центру Вижу ресурсы, которые просто лежат Раз, два Да, изи Сейчас только под варп сделаем И все, ок Сейчас только я альтабнусь ОБС закрою Потому что, видимо, из-за него Нет, тут, в принципе, графон Какой-то больно Больно дикий Зилки врываются Восстанавливаются Зилки после смерти Уничтожили Это первый стабилизатор Прибывает транспортный Оценка ресурса Прочность не обновлена Командир, твои ремонтники Не могут приступить к работе Спасибо, Артанис О, там научное судно Тут, на самом деле, тут хорошо было бы Хорошо было бы других сантрей на дефенс брать Я засек впереди Электромагнитное оружие Пульсация Исходящая от этих устройств Ой-ой-ой-ой Обреждает наши щиты Но их саларитовые реакторы Могут нам пригодиться Настоятельно А, вот так вот Отлично Просто отлично Я тут влетел Влетел Потерпел Саларит добывается Вот в этих трех местах Небесный щит Упадет через 7 минут Что? Какие Какие 7 минут Какие 4 минуты на ачивку Вы с ума сошли вообще? Так, солнечное копье Может быть Сколько у него там ХПшечки-то, а? А, не могу я сюда, да? 3 выстрела по косарю Так, и здесь Соответственно, газ Газ, газ, газ Нужен какой-то универсальный юнит сюда Я здесь Какой-то универсальный, блин, юнит Реально забивать надо на ачивки Потому что тут явно Ну, на 4 минуты ачивку, по крайней мере Надо добавить гейтов Ну, я не успеваю просто никак За 6 минут все сделать Хотя бы сделать ту, которая Так, давай убьем Чтобы И обязательно с собой пробочку еще таскать Ради пилонов, чтобы не тратить Да Да Даже Грейт на атаку не уверен, что нужно делать, в общем Так, а если я сейчас Заряжу просто Так, ну я тут заряжаю Вжих, выжгли Ну, понятно Вот это Эта штука как раз очень сильно помогает Единственное, что нужно Нужен Пилон обязательно Нужно Делать какую-то Скорее всего, сталкерами надо проходить, блин Эту Эту тему Посмотрим по типу Ой-ой-ой-ой-ой А может быть и нет И вот здесь нужно было Мочить Да Есть раз и два Два-то не получится Потому что Ладно, откатился Откатился, работаем Тут еще Наземные войска Хотя лазер, видите, и воздушный вроде пилит И можно захватывать вот таким вот образом Раз Два Может еще кто-то где-то есть Из живых Это мелочевка, конечно Ну три, сдавайте Раз Два Да, нужны сталкеры И Просто сталкеры, короче Еще один реактор освободили А, слушайте У нас Небесный щит У нас небесный щит откатывается То есть после того, как мы спасаем следующий Получается Серьезное сопротивление Это не страшно Куда? Кто? Понятно Не хочу тратить на это Да, сталкеры Это наше все Сталкеры да зелки, которые танкуют диком Так, сюда, сюда, сюда Иди сюда Вижу газ Да, сталкерами надо Собираем Ресурсы Собираем ресурсы Много ресурсов собираем Нужно построить больше пилота Еще вижу там газилка Среди теней Они вроде ничего здесь не строят Зачем я убиваю-то? Я здесь Мне кажется, не дали ачивку все-таки за... Что там наверху? Там танк Не один при чем Надо сейчас подсветить Вообще, что здесь? Ой, все Так, это раз Это куда-нибудь туда Двас И, наверное, вот так вот куда-нибудь Стрис Вижу, что взрывается Ау, ешечка Нет! Ой-ой-ой-ой-ой И снизу, да? А можно сталкеров побольше? Не хватает минеров Я здесь Среди теней Да Понятно Так, все Освободили следующие Да, добавляют время После каждого захвата Так что Все не так плохо Так, солерит у нас справа Да В центр Идем Здесь ставим Да Все Сюда, кстати, зайдем Я рядышком нахожусь Сделаю парочку Дарк-темпларов Учитывая то, что они еще Восстанавливаются Подходим Откатилась обилка Ну, здесь никого Особы То есть, что это? А вот это плохо Делаю Варп Здесь надо сделать Темпларов Они вроде не видят Никаким образом Но гейт мне снесли Делепортирую Соларитовый реактор На борт Соларитовый реактор Отправили Там туретка Здесь отбиваемся Кое-как Правда, я не Не восстановил гейты Восстанавливаю Берем 100 минералов Проходим дальше Зелки Резурактятся Ох ты ж ежик Так, давай-ка сразу же Ох Ладно Один потратим так Второй потратим Чистан так И третий куда-то туда Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Нет Давай-ка мы Отмена Допустим так Допустим Не, надо вот так вот делать Раз Дальше пытаться Наверное, как-то так Сделать Чтоб подсветить И потом трись Вот так вот Так, дали ачивку Захватили, захватили Здесь проход был Один стабилизатор 10 минут в запасе Какая-то язычная миссия Да, не находится С первого трая Даже на меня не похоже Делаю еще сталкеров Почти откатился КД На этом На солнечном копье Подведу-ка я пробку Поближе Сюда Тут пока Я понял тебя Стоит ли вообще Надо было вниз Сходить Сюда вот Не факт, что я вернусь Сюда Не факт, что успею вернуться Ужас Ладно Здесь тупик Я не знаю, как подойти к этому Наверное, придется сейчас Заигнорировать Вот эту вот Ну, группу войск Хотя разок Ой, полетели Полетели, полетели Так, во-первых, так Это раз Потом так Это два И вот так, наверное, это три Причем надо свалить отсюда просто Нафиг Ой Здесь От баньши пытаемся отбиться Вижу бункер Надо вот сюда пройти То есть мне не обязательно Давай пилон поставим сюда Мне подвар Как воздух нужен Нужен как воздух Здесь мы отбились И так сойдет Ждем, когда накопится энергия Время с запасом Потом Сейчас ждем подварпа Где у меня гейты-то? Гейты Так и не отстроились, к сожалению То есть ресурсы есть Гейтов нет И надо дождаться 50 Скорее всего Здесь защита неплохая будет Зря я Сантрея взял с собой Смотрим Нет, тут слабенькая защита Так что берем последние порции Соляриса Джимми прилетел Ну вроде все Запас по ресурсам есть Есть маны на последнюю атаку Тут никого не осталось Даже не уверен, что нужно Ну и сделают так, наверное Да и все, в общем-то Можно отомстить Кто там остался сверху Ну вот этому можно отомстить За все хорошее, что он сделал Ну и Подать жару Вот здесь, наверное Вот так вот Оп Поехали Времени в запасе много Все вроде Что, с первого трая, что ли? Да не может быть А зачем стакать лучи, если они 200 урон наносят? Чтобы типа бункеры снять? Мелочь Солидный должок, партнер Соларит вроде весь собрал Ачивки вроде все выполнил Да, три ачивки дали Соларит весь основной И 15 дополнительных Даже я как-то Обескуражен Слабо Ну хотя На самом деле Тут просто Этот луч помог Без него Вскрывать Те Те блокпосты Ну, с заморозкой В принципе Слава постарались Артанис Небесащий Слово строю Начинаем высадку Мы присоединимся к вам на поверхности И заберем ключ Плохие новости Похоже, у наших друзей был тот же план Пока мы сражались На императорский дворец напали Охранные системы показывают Что ключ Сто пудово предатели у нас Как говорила мама Из огня Да в полыня Я не вполне понимаю Как это может помочь Друг Рейна Я тоже Погоди Разведчики докладывают Солдаты корпуса Мебиуса Двигаются к порту Беннета Ключ у них Они не должны уйти Кто-то нас сдал Иерарх Я запустил новую подсистему корабля Ты можешь настроить ее в солнечном ядре Ооо, классно Сейчас в солнечном ядре появились новые способности Новые возможности, точнее Да, вот он Перегрузка Нексуса Позволяет Нексусу автоматически атаковать Находящиеся рядом вражеские войска Но это бесплатно Как бы 20 урона Это оверчардж Но открылась еще Способность Орбитальный ассимилятор Копье Адон автоматически добывает Виспен Из ассимиляторов При помощи зондов А также гармонизация Искривления Звездные врата и заводы Работотехники можно улучшить После чего для них Открывается технология искривления На восстановление возможности вызова С помощью искривления требуется На 20% меньше времени Чем на производстве соответствующих боевых единиц То есть теперь С гармонизацией искривления Можно строить То есть варпать получается Да Ну то есть строительство на 20% Быстрее А чем это отличается от Вспомогательных систем Я могу за 25 Увеличить Сократить время необходимое Для вызова А строение на поле боя Не юнитов То есть это влияет на юнитов Ох Ну Давайте тогда Сбросим Во-первых У нас 80 саларита Гармонизацию надо в любом случае проверять Классно реализовано конечно Нравится мне И давайте проверим заодно И орбитальный ассимилятор Варп колоссов А это варп Почему тогда на 20% меньше Времени чем на Это варп Из роба и старгейтов Понятно Просто формулировка такая Что А можно один только выбрать Из этой ветки Формулировка Что на 20% меньше Времени требуется На восстановление Возможности вызова С помощью искривления Требуется Чем на производство Соответствующих боевых единиц То есть это медленный варп что ли Копьё не убирает Туповая штука Но мне к сожалению Не хватает Я лучше временно Возьму то же самое Темпоральное поле Которое Замораживает Или возьму Искривление Времени Не темпоральное Круче конечно Полезней Готово С Фениксом Пообщаемся Я наблюдал за этим Джимом Рейнером Изучал архивы Теперь я понимаю Со что его можно уважать И почему я был Его другом А я понял Спасибо за разъяснение В чате По поводу Варпа В архивах еще много информации О Рейнаре И о тебе самом Если тебя не пугает Правда Я знаю Что часть Моего прошлого Утрачена Навсегда Но сейчас Не время Для сожалений Ведь впереди Нас ждет Славная битва Окей В панели комплектации Возможно Появилось что-то новое В сталкере нет 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 И нет Но я зелков С вашего позволения Заменю на Темные стражи ждут Наверное на стан Сталкер ок Мститель Тоже темного Темплиера Для того Чтобы больше урона Было А сентрю верну На часового Такого Чтобы он Просто повышал Мне Восстанавливал Мне щиты Вот в прошлой Миссии Я часовых Даже перестал Юзать Потому что Ну и времени И газа Жалко И умирают Они при атаках Быстро Если Ну не дают Щита Не восстанавливают Впереди стоящим Ну короче говоря Может я Скорее всего Неправильно Пользовался Но Как-то мне Проще Чтоб часовые Увеличивали защиту Чем бафали урон Так На мостик Возвращаемся Новый диалог Все плохо Артанис Там внизу Гора трупов Нужно показать Этим ублюдкам Как эти тираны Стали Невольниками Амуна Они служили В секретных Подразделениях Отвечали за охрану Исследовательского Комплекса Доктора Наруда После того Как Валериан Пришел к власти Связь с фондом Мебиуса Была утрачена Может быть имморталы Например Кэрреры Замечательно Должны зайти С часовыми Но В прошлой миссии Колоссов строить Я не Просто нужно помнить Что есть Такой замечательный Юнит Который Бафает урон На 50% И скорость перемещения Одной цели Давайте В звездный Атлас Посмотрим Может куда Перелетим Еще пообщаемся Выберем миссию Корпус Мебиуса Вместе с артефактом Накуда не прилетим И здесь Остаемся Их надо остановить Пока они не сбежали Ключ обнаружен Вот он так выглядит Дадут Бонусом 15 соларит Но нужно их искать Собственно И следующие ачивки Уничтожьте 80 или более Противников Пораженных Выбросом Пси энергии А то есть Штормить нужно Да пацанов Штормить Психов будем делать И за альянс Не допустите Чтобы ваши союзники Потеряли более Пяти строений На уровне Сложности Боец Так Темплары Могу как-то Я под темпларов Подстроиться Под темпларов Хорошо подстроиться Теми же самыми Сентрями Которые им Поля будут Регенить И защищать И возможно Когда архонов Сделаем Поля архонам Регенить Классно Что еще Там у нас есть Дарки Особо не нужны Но я их И не буду В общем-то Строить Разве что Им сделать Резурект Вместо урона Да пожалуй Сделаем В Военном Совете Дарков Более Приспособлен Ну мне Газ Не стоит Будет Тратить На дарку В принципе Вот Но если уж и тратить То на тех Которые Восстанавливаются Сталкер Драгун Центурион Со станом Сталкер Ждут Зелки Со станом Да Стан Стан И шторм Да хорошо Связочка Уже вырисовывается Добро пожаловать Верарх Поехали Готовы да Да готовы конечно Пять строений Не дать уничтожить Заштормить Все и вся О Новый арт Гибрид И вокруг него Марики стоят Не очень адекватные Марики явно Потому что Поворачиваться спиной К такому чудовищу Это надо Быть уже не человеком Не тот шторм Говорят Ой все Они за него Да я в курсе Я слышал По диалогу Обезумели Бла-бла-бла-бла Лаборатория Добро пожаловать В порт Беннета То что от него Осталось Корпус Мебиуса Окопался здесь И не подпустит нас К артефакту Сейчас будем бункеры Защищать Очистали Первое что сделать Это пилон Поставить рядышком Для подварпа Эй Кажется Атака ментальная пошла Смотрите Подвисли пацаны Гибриды вливают В ключ Энергию пустоты Излучаемое Импсионное воздействие Умутило разум Тиранов Эту миссию Уже второй день Не могу пройти Говорит Никс Нам понадобится Тяжелая техника Чтобы защитить Здесь мы остановимся В общем то Импорталы уже прикрывают Вот под имморталов Сантрей идеально ставить Представляете щиты Как регенить будет классно Вытекут Ключ скоро Перезарядится Командир И тогда они снова Его активируют Там всего 100 щитов Мы должны его получить Но зато какие Аж топ их Ну что Пушки к бою напарник Попробуем Попробуем разобраться У меня там Заморозка Да О варп Появился Теперь имморталов Можно вызывать Это 4 Это 5 Рабочий нон стоп 2 иммортала Бесконечно Бесконечно Да Следующий выброс Через 3 минуты Техники может строить Бессмертных Они очень эффективны Как для нападения Так и для защиты Союзников Вот имморталы С сантрями Это шикардос будет А теперь мои парни Зададут корпусу Мебиуса жару Начинаем потихоньку Газ добывать Присоединяйтесь к нам Здесь зилоты Имморталы Не хватает Нинерала Как А может быть Не стоит Сейчас иммортала Делать Потому что Не хватает ресурсов Так и Здесь нужно будет Пилон запилить Ууууу И этих защищать Ой все Без проблем Короче варпать надо Как раз Чтобы Да давайте Я сделаю Пилон здесь Потом пойду Сделаю Пилон еще здесь А сам В это время еще буду пытаться как-то... Зилки, кстати, с Имморталом, со Станом. Очень хорошо заходят. Ой, базу можно поставить. Так, это солерит. 15 штук, 3 точки нужно захватить. Здесь пилон поставили, подсобирали. Надо побыстрее сделать нычку. Обязательно сделать базу как можно скорее. Не зря ее под такой небольшой защитой здесь оставили. Еще минералы. Так, и нон-стоп рабочие, нон-стоп рабочие, нон-стоп рабочие. Ставим базу. Здесь ставим пилончик. Мы оставим здесь нескольких медиков. Вдруг они вам пригодятся. Конечно, пригодятся. Давай, медиков. Медиков давай. Верер, меня засек сильный энергетический скачок. Полагаю, ключ скоро испустит еще одну... Короче, ключ к... К нормальной здесь игре, видимо, в варпе. В варпе... Ну, к очипкам имеется в виду. Где ты, Тотра? Поэтому, сделав нормальную экономику... О-о-о-о, понеслась. Выброс в процессе. И он... Что это? Что-то движется. Ой, все плохо. А-а-а-а-а-а! О-о-о-о! У-у-у! Я понял. То есть, надо прикрывать одной группой здесь. Здесь делаем... Да, надо прикрывать, короче, наших пацанов. Чтобы служить. Зачем я, правда, под варпал вниз, если он идет наверх? Это, конечно, загадка. Имморталы тащат. Но нужны сентри уже. Сентри маст хэв. Заказываем рабочих, рабочих, рабочих. Вижу, что там достроилась база. Буст. Буст мне в Нексус. Давай сразу построим... Роботикс еще один. Вместе с Гейтом. И тут подходят новые. Ну, хорошо. Видно, по крайней мере, куда они нападают. И можно даже без... И как станк классно работает на этих плотных... Гибридов. Правда, они очень-очень сильные. Прям очень сильные. Нет! Давай... Зилка, что ли, варпанем, имморталы варпанем. Все, справились. Войска готовы. Отряды Доминиона вступают в бой с корпусом Мебиуса. Рабочих здесь немножко не хватает. Пять штук. Здесь нумеруем, нумеруем. Здесь воюют. Хорошо. Ну, и сразу гейты даже открываются. Как заботливо. Молодцы. Давай парочку Сентреи сделаем. Сентреи не можем сделать, потому что кибернетки нет. Кибернетку ставлю. Газа с запасом, с колоссальным запасом. Они сами за себя могут постоять. Там такая защита суровая. Торпус Мебиуса направляется к нашему нефту. И не забываем, что есть заморозка. Тихо, тихо, не ори. Сейчас я лучше сюда закину, не хочу терять. Не хочу терять. Поехали. Бах. Чтобы служить. Надо уже добавлять много-много гейтов. Тут все подрезали. Единственное, что не хватает, это вот мелочевки, чтобы сбивать... Чтобы сбивать... Ох, две Сентреи. Вот, сейчас пойдет восстановление щитов у имморталов. Шикарно. Ой, как они... Загляденье. Скоро пилонов не будет хватать. И надо гейтов, конечно, выстроить так прилично. Про грейды забыл. Про грейды давай сразу же две форжи, учитывая две базы. И точку сбора рабочих сюда переведем, потому что мейн уже раскачиваем. Что касается гейтов... Потихоньку добавляем их здесь. Ресурсов маловато, конечно, еще пока. Заморозок много. Еще давай Сентрей, потому что они минералов не стоят, а газ у меня с запасом очень серьезным. Выброс через 45 секунд. Скорее всего, будут атаки в разные места, но есть, во-первых, одна основная группа. И, во-вторых, конечно же, еще возможность варпануть либо туда, либо туда. Добавляем еще гейты. Да, я понял. Здесь вроде не пробивают, здесь вроде тоже. Все ровненько. Надо делать грейды. Перенацеливаю варп на апгрейды. К сожалению, не все рабочие здесь на минералах готовы, но там уже 13 из 18 достаточно быстро достроим. И, наверное, имеет смысл двигаться потихонечку. Нет, сейчас не имеет смысл двигаться. Выброс в процессе. На этот раз атака идет на нижнюю базу. Все терны, причем и вражеские в том числе, они не атакуют. То есть, по сути, в этот момент мы можем атаковать самостоятельно. Ключа воздействует на всех тиранов, включая солдат Корпус. Да, вот об этом как раз и говорят. Когда наши стрелыки будут в безопасности, мы сможем нанести удар. Очень плотные ребята там, очень плотные. Зилты часовые имморталы, ключевые. Сейчас сделают и станет будут это все дело. Имморталам восстанавливают ману. Вон, что творят, а? Что творят? Причем у этих косарь по хп все равно разваливаются. Так, здесь уже перебор по количеству. Я сделаю, пожалуй, еще пару роботиксов и, наверное, 3-4 гейта. Ой, они здесь нападают. Ой-ой-ой-ой. Так, давай-ка еще зилков. Ну, я здесь уже. Только сентрики, сентрики. Сентрики нашли. Отбились. Так, улучшение завершено. Это надо делать, наверное, поля дальше. Все, пришли в себя наши. Заморозку опять не юзал. Вот я... Спасибо за помощь. Давайте наверх пойду к... Немножко сентрии газа дофига. Стоп. А ачивка по поводу луча, вот, который... Да, 200 энергии. Я забываю про это. Прошу прощения. Зилки, зилки, зилки. Зилки со станом нужны. Давай пилон здесь поставим. Нашел, как тратить, да? Ну, с другой стороны, сразу можно варпать имморталов. Дикая вещь. За Соларитом идем. На, так я сдаю достаточно много. Тут можно было потратить заморозку. Хотя, скорее всего, защита... Так, вот это надо заморозить. И сразу варпануть зилков. Чтобы они... Порезали, пока подходит основная армия. Здесь жалко пилон. Я в него душу вложил. Что по грейдам? По грейдам что-то непонятно вообще, что делать. Монолит нет. Темпларчиков можно сделать. И сделать много-много пилонов. Потом сюда пройти, поставить. И скоро следующий выброс уже будет. Ладно. Отобьемся тогда сначала от него. Отвоевываем. Баньши жалко. Нечего убивать. Придется сталкеров брать с собой. Пока она не утихнет, тираны будут небоеспособны. Отвоевываем. Еще один кусочек. Ну. Сейчас уже выброс, поэтому я далеко отходить не буду. Хотя, наверное, можно отбиться и без этого было. Просто воспользоваться случаем. Давайте сейчас я хочу проверить одну штуку. Учитывая огромное количество варпа и ресурсов на руках, я думаю, что можно сейчас как раз забить и пойти в атаку. Просто вот взять, пойти вот, например, на этот, на научный центр наверх. А здесь отбиваться исключительно, там, сделать вот так вот. Вот так вот. Причем можно бусты повесить на пару роботиксов, чтобы процесс шел веселее. Если не справляется группа, то заморозка. И все. Еще немножко зелков. Вот, потому что они беззащитные же сейчас, понимаете? Беззащитные. Все, здесь берем, замораживаем просто. Раз, два, три. И уничтожаем их. Спасибо за помощь. Мы отправили на передовую все уцелевшие научные суда. Захватили на передовую. Взяли, короче, суда. Тут еще газ собирается. Ну, в смысле, можно собрать. Оставлю я одного зелка. Идет вторая группа. Заморозка уже практически откатилась. Делаю пару имморталов. Делаю зелков для вытанковывания. Ну, отката я ждать, наверное, уже не буду. Ну, не смогу просто. Врезаются зелки с этим, со станом. Под варп еще идет. И я иду на следующий... Как там называется-то? Так, а давай-ка здесь сделаем тоже заморозочку раз, заморозочку два и заморозочку три. Вообще отлично. Луч, конечно, наверное, лучше даже бы сработать. Я соединяю обе группы войск. Одна, которая вернулась из научной лаборатории сверху. Другая, которая, собственно, к ней присоединилась. Это уже серьезный лимит. Почти 200 идет в атаку. Единственное, что хочется взять пробочку и построить еще пару пилонов, чтобы подкрепление подходило побыстрее. Добавляю сталкеров просто потому, что уже начинаем толпиться. Лимит достаточно серьезный. Здесь можно попробовать... Да, не нужно заморозку. И так огромное количество имморталов не прощают. Имморталы варпящиеся, это круто. Ну, и имморталы, которые врезаются в танки, не прощают. Просто не прощают. Завернем сейчас вниз. Надо найти этот проход, наверное, здесь. Уже армия подошла... Валериану. Я здесь, среди теней. И добываем последнюю порцию с солеритом. Ну, научные комплексы, в которых... Да, все, три из трех готовы. Эти все погибли. Осталось лишь несколько медеваков. Я отправлю их на помощь императору. Император Валериан. Мы обеспечили безопасность всех комплексов, подвергшихся... Изи. 200 лимита. Я не забуду вашей доброты, Иерарх. Есть еще на три заморозки. Меньше минут... Ну, чуть больше минуты осталось до следующего нашествия. Но я думаю, что надо просто идти и уничтожать. Очень хороший микс выбран был вот именно в этой... В этот раз. То есть, сочетание подварпа с... С чем? Ну, с Антри тоже хорошо подрешали тоже. Сейчас. А-а-а! Кто это у нас? Гибрид-доминатор был только что. Имморталы его не заметили. Два залпа... Два косаря ХП уничтожили. Можно, конечно, заморозку сделать, но кого тут замораживать? Извините меня. Реально был какой-то типа босс. Все, понеслась. Враг наступает. Сверху наступление идет. Да никто не покорится. Успокойся. Сейчас просто пройдем вперед и все. 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 Пока он дойдет, я успею... Ох, ты ж ежик. А тут серьезные пацаны. Раз, два, три. Псионики какие-то. Один минус. Здесь сразу подварпаем имморталов, зелков. И убиваем капсулу ключа. Извин. Все ачивки, весь селерит. Вроде все сделали как надо. Вот и все. Мы вытеснили силы корпуса Мебиуса. Сложности играем и новичке, а на бойце. Второй уровень сложности, но здесь очень сложно. Ты только посмотри. Даже зерги не сделали такого с городом. Синематик. Не все говорят ачивки ешки-матрешки. Очень жаль. Сложность бобрец. Извините, у вас текстура на голове немножко поехала. Ладно. Прикольно. Валера, что же мы наделали с тобой? Это Джимми. Ты знал этого воина? Нет. Но я знаю его историю. Все их истории. Они не думали, что все закончится так. Поступают доклады. Миры до меня унаразорены. Форпосты разрушены. Столько ребят погибло. воинов. Смерть судьба всех воинов. Судьба, которую вскоре можем встретить и мы. Судьба — это не приговор. Я думаю, уж если Зератул верил, что ты сможешь все изменить, эта война только начинается. у вас принято пожимать руку друга. Ведь так? Ногти не подстриг. А там от Зератула артефакт на руке. Причем это же клинок Зератула, который зеленый такой. У него один синий клинок, другой зеленый. Объясните, пожалуйста, я упустил момент, каким образом... Ну, понятно, что здесь, в лаборатории, где какие-то были, опыты ставились, тираны поехали, крышу снесло. Но почему со всех аванпостов до Миньона... Да, ачивку одну не выполнил, блин. Не уничтожил я 80 и более противников, которые подстанены. Это халява, с одной стороны. Ее просто можно было сделать. Хотя бы, например, пройтись по базе. Когда вот я поторопился просто завершить миссию, надо было просто уничтожить юнитов на этой базе. Ну, ладно. Почему-то... Почему из-за всех других мест поступали места, поступали сигналы о том, что все плохо? Войска ОМУНа везде. Фонд Мебиуса это тираны на службе ОМУНа. Угу. С гибридами кошмарит весь Доминион. Понятно. Понятно. Приблизительно. Уничтожено войско 3-2-2. Это неспроста. Ох, он по стилистике на Ангела похож на... Ну, вот это вот за спиной у него. Из Диабла 3. Вот и казачок. Вот кто нас сдал. Рахана. Женщина на карпу. ОМУН. Я чувствую твои сомнения. Страх. Одиночество. Ты блуждаешь во тьме. Блин, надо было ей вай-фай отключать. Дай мне освободить тебя вас всех от мук этой жизни. Пересидела она. Пересидела. Бесконечный цикл раздора и страданий подходит к концу. Твои слова я, Томун. То, что ты делаешь, ведет лишь к смерти. Я дарую предназначение. Конец цикла, навязанного всем вам. Запротивление лишь приумножит страдания. Режь, косуешь. Че ты ждешь? Режь, косу. Все закончилось, Иерарх. Он ушел. Теперь понимаешь, почему тебя нужно отделить от Кхалы. Ее свет угас. Я не поддамся. Я выдернусь. Слушай, ты видела, что с тобой было? Я испытала его гнев. Видела его правду. Если ты не оборвешь связь с Кхалой, тебя придется лишить свободы. Держать в стадисе. Я сохраню Кхалу любой ценой. Если это цена заточения, так тому и быть. Ну, все, посадили ее. Главное, чтобы угрозы не было от нее. Потому что, представляете, на вашем корабле находится человек, который в любой момент может быть подконтролен вашему врагу. Вообще, спасибо. Опасно. Просто опасно. Посмотри, Иерарх. Этот материал самостоятельно восстанавливается. Неудивительно, что тираны считали, что он родом из недавней эпохи. По моему мнению, этому артефакту несколько миллиардов лет, если не больше. В своем пророчестве Сиратул сказал, что ключ может привести нас к надежде. Что по-твоему это значит? Привести нас к надежде. Похоже на зашифрованное сообщение. Ключ способен управлять потоками энергии, но это не единственное его предназначение. Я считаю, что он также хранит данные о месте своего происхождения. Мести происхождения? Да. Я обязательно узнаю, как он должен привести нас к Зелнадо. Удвое усилия, Каракс. У нас мало времени. во-первых, у нас появился дополнительный саларит, который 15 единиц, который можно потратить, скажем, сбросить вот так вот раз. Мне понравились врата искривления. Единственное, мне не хватает 5 саларитов, чтобы взять еще солнечное копье. И это, конечно, плохо. для разнообразия возьму ускорение времени на следующую миссию вместо темпорального поля, темпоральное поле, мне кажется, универсальный. И 20 саларита можно закинуть в дополнительные вспомогательные системы, для того, чтобы можно было сразу, например, отстроить массу пробок с первым же бустом. что касается, что касается, что касается, давайте на мостик зайдем, посмотрим, что за миссия, а потом уже военный совет. Да погоди еще, еще, еще рано до этого. Влияние Омуна распространяется дальше, чем я предполагал. Война только началась, нас ждет великое испытание. Зератул верил, что Зелнага живы и что они помогут нам. Я слышала о его пророчествах. Сказано, что Зелнага обитает там, где не может существовать ни один мир. Оттуда ведет начало вся жизнь в нашей вселенной. Наши предки искали это место, но так и не нашли ничего, кроме легенд. А ты веришь в то, во что верил Зератул? Зератул убил мою мать, Артанис. Поэтому я всегда буду испытывать к нему ненависть. Я презираю его. Разжагал заразила королева клинков, матриарх. Сейчас я это знаю, однако разум не властен над чувствами, и нам известно об этом лучше, чем вам. Зератул тоже скорбел о ней, и чувство вины подтолкнуло его к поиску смысла древних пророчеств, к поиску новой надежды для нашего народа. Надеюсь, ты простишь меня, если я не стану полагаться на слова изгоя. А сама-то не изгой? Это говорит Дарк Темпларша, насколько я понимаю. Вообще, вот после того, как разорвано соединение с Кхалой, Протасам приходится доносить свои чувства друг до дружки. Ну, понятно, что Дарк Темплары изначально были оторваны от общей сети, но вот здесь налицо недопонимание. О, знакомые лица. ваше высочество. Никогда до этого не говорил с Протасом. Если я что-то и узнал от командира Рейнера Рори Свон, так это то, что наши народы похожи. Я слушаю тебя. Ладно. Итак, артефакт, ваш ключ уже у вас. Сейчас мы передаем данные вашему инженеру. Ледокол, принимай. Спасибо. Передай мою благодарность командиру Рейнеру. Непременно, шеф. Шеф? Кстати, вспомнил перед началом прошлой миссии о том, что товарищ второй день пытается ее пройти. Я сочувствую тебе. Реально сочувствую. Миссия вроде, если правильно выбрать на юнитов, она вроде как довольно простая. Принимаем, говорит Ледокол. Давай. Опачки. Ирар. Я наконец понял, как мыслят Зелнага. Для них энергия, эссенция и информация были едины. Взаимозаменяемы. Гибки. Значит, ты извлечешь, исключая информацию, о которой говорил Зерадул. Да. Насколько я понял, она приведет нас на Ульнар. Ульнар? Это просто миф. О нем говорится лишь в легендах. Родной мир Зелнага. Я полагаю, ключ укажет нам его местоположение. Каким образом? Адресок написан. О-о-о. Не может быть. Я. Наверное, я ошибся. Алтарианский. Это невозможно. Ничто живое не выдержит такого буйства энергии. Похоже, я подвел тебя, Ирарх. Я так не думаю, Каракс. Считается, что Зелнага пришли из места, где не может быть жизни. Это совпадает с пророчествами Зератула. Мы войдем в разлом. Подготовься. Да, возможно, там товарищ играл на уровне сложности эксперт. Мы играем все-таки на сложности бобрец. Поэтому... узрел правду там, где другие были слепы. Ключ ведет нас к алтарианскому разлому. Туда, где находится Ульнар. Родной мир Зелнага. Носить твою мантию моя судьба, друг. Я клянусь, что пробужу Зелнага в память о тебе. Так, давайте я поговорю еще и в военном совете, возможно. Не, она не хочет разговаривать, к сожалению. Сначала полечу, потом уже посмотрю брифинг миссии, потом уже пойду в комплектации собирать наиболее подходящие войска. Полетели? Полетели. Классно, конечно. Переходы организованы между миссиями. Тут вообще у меня все поражает. И как диалоги проработаны, и музыка как-то гармонирует прекрасно с рядом. И в конце концов картинка приятная. Миссия. Нас должно было расщепить на атомы. Но вот мы на границе между мирами и невредимы. Зератул был прав. Это Ульнар. Только подумай, матриарх, колыбель жизни веками сокрытая от чьих-либо взоров. Да, но почему? И перевод на русский, кстати, что немаловажно. так, мы на месте. Смотрим задание, но только не переходим, естественно, туда, потому что не готов. Сенсоры копья Адуна обнаружили проход внутрь храма. Наши корабли готовы выдвинуться по твоему приказу. Так. Танцующие союзники опять. Зелки там зажигают с пробкой. Так о чем я? Да, доступна новая единица Феникс по ачивкам. Уничтожьте сверхмощную призму искривления менее чем за 10 минут в здании храм объединения. То есть нужен либо воздух, либо сталкер опять же с этим блинком. Раз там сверхмощная призма, в принципе призма надо сбивать. Захватите небесный затвор за 6 минут и удерживайте его до завершения задания храм объединения на уровне сложности Бобрец. Захватите небесный затвор за 6 минут и удерживайте. Уничтожьте призму за 10 минут. Менее чем за 10 минут. Соларит бонус на Назад идем. С Раханой поговорим. Трудно поверить, что под нами Ульнар древний обитель Иханрии расы Зелнага. Судьи полагали, что Зелнага покинули Айур, чтобы направиться в подобное пристанище, а затем погрузиться во многовековой сон. Пользователь активировал премиум на ваш канал. Тихо. Тихо. Возможно это надежда Зелнага. Если легенды правдивы, то Зелнага действительно лежат там в ожидании своих детей, которые пробудят их отосна. Зелнага нас создали, да, протусов? Будем надеяться. Что по юнитам? Наша армия пополнилась роботизированными штурмовыми войсками. Во-первых, ну это имморталы. Имморталы создают преграду, которая поглощает существенное количество урона, наносит дополнительный урон бронированным. А, ну вот после того, как снимаются щиты, имморталы еще воюют. 60 секунд КД и поглощает до соточки урона на 10 секунд. А, и увеличивает количество урона, поглощаемого барьером на 100%. Такие танки дикие. А второй теневое орудие наносит существенный урон наземным и воздушным целям, имморталы стеляют по воздуху, по муталискам, срочно мультиплеера ввести, срочно. Иммортал Пуш заиграет новыми красками. О, господи. Никогда еще первые 10 муталисков не были так близки к провалу. Ну, конечно, не добавят, конечно же. Но это классно, надо проверить. так, так, ходу, по часовому оставляю в основном, хотя можно взять баф, если мы сейчас будем работать с имморталами. Нет, им как раз щиты нужны будут, особенно нужны будут щиты. Здесь телепорт делаем дпс сталкер пусть будет сталкером очистильщик не очень понравилось на самом деле сильно не поменяли ничего в солнечном ядре поговорим с караксом невероятно но зератул знал что ключ наведет нас в такое место вот в чем заключалась основное предназначение этого устройства зератул постиг нечто за гранью моего понимания этого места просто не должно существовать она противоречит всем законам разрушает все представления об астромеханики когда-то я считал что протосы постигли все глубины знания я был глупцом только теперь я понял как много всего в галактике лежит за пределами нашего понимания друг каракс феникс я вспоминал как попал сюда и я многого не помню сейчас он понимает что он не драгун очистильщик меня механическое тело как у чистильщиков но ты не один из них я хочу понять кто я на самом деле правда может быть болезненной пришло время ее узнать хранилище данных корабля загружена информация о недавних событиях там ты можешь узнать то что стерлась из памяти надеюсь ты найдешь ответы на свои вопросы вдруг феникс до вроде бы все я готов к миссии единственное поехали еще разок уничтожить сверхмощную призму за 10 минут и менее и захватить небесный затвор за 6 минут и удерживать до завершения задания поехали сейчас будут новые имморталы которых по-прежнему снова сможем варпать cn3 которые их питать могут изумительно помним про дарков с их сумасшедшим дамагом по 5 целям по 35 ну не по 5 целям опять скачков там можно по одной цели несколько раз прыгнуть не обязательно строить по 3 раба на минерал 2 хватит как 2 хватит мне несложно тем более сейчас boost будет лучше раскачать как можно быстрее чтобы машина работала я уже читал что имморталы не бьют автоатакой но я думаю как нибудь по прожимаем не забудь фениксы тоже варпаются фениксом это не настолько важно но полезная конечно штука ну потому что они достаточно мобильные для того чтобы в принципе быстро прилетать туда есть туда куда нужно если мы хотим пробудить их нам надо найти способ отворить проход отворить великий хранитель известно ли тебе что-нибудь о храме покоящимся под нами только мифы и легенды здесь на ульнаре представители избранных рас приходят к вознесении чтобы путь открыться достаточно одного их присутствия мне кажется все дело в этих небесных затворах мы должны захватить и надеяться что они откроют нам захватить и удерживать затворы ясно то есть это первая ачивка собственно а вторая слышу его приказ это кто это госты на мариков не очень похожи потому что марики сразитесь противником и захватите затворы победа не даст самому легко ну что работаем во первых тут акцент сразу на воздух идет как вы видите ну то есть фениксы фениксов сразу дают 5 затворов насколько я вижу теперь в наших звездных вратах можно вызывать фениксы они очень быстры и могут атаковать прочим очка сразу же под боком расстояние собственно вы понимаете что что нужно делать так я еще у халявку какой-нибудь нашел уже а вот газ сатанчик газа кратующиеся буст работает и а и призму собственно нужно как раз фениксами будет и захватить тихо 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 то есть слева протасы справа террены а сразу феникса хо феникс классно варпать зря его варпану потому что зачем торопиться захватывать первые не нужно потому что нам нужно не только захватить, но и удержать. Поэтому я начну с постановки экспанда и быстрой его зачистки. Ой, в смысле, раскачки. Зачистки. Энергия почти готова. Надо убедиться только в том, что не будет просадки по пилонам. 13, 14... Давай выходим уже потихонечку, да? Наверное. Так, таймер 2 минуты. Первый захватим. Центральный не хочу защищать. Его сложно оборонять, потому что там как минимум 2 входа к этому к этому затвору небесному. Вот. Так вот. Пилон, пилон, давай. Скоро бустанем. 68, 69, 70. Давай, 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 да, 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 да. Сейчас будет буст. Нехилый такой. Икс-10 просто. Оп. Пам-пам-пам-пам-пам. Силы Амуна направляются к нашему Нексусу. Да, только у меня не хватает... Тупо не хватает генералов для того, чтобы все сделать. Ну все, вроде бы. Так, давай сразу газ. Сразу второй газ. Так, а здесь у нас... Ой, плохо, плохо, плохо. Разместите строение в энергетическом. Мой путь сокрыт в тени. Ой, плохо. Давайте сделаем еще одного Феникса. Еле-еле справляемся. Ну и точку сбора сюда делаем. Бусты кидаются верные. Вся земля минус. Я хочу... Что я хочу? Я хочу... Сделать грейд. Потому что он достаточно долго будет делаться. Заказать в первую очередь здесь газилки, на самом деле. Потому что на Феникса всех же самых газ нужен будет прям вот со стартом. И так завтыкал с этим моментом. Ох ты, осталось там меньше минуты, чтобы пробиться. Ё-моё. Ох, вот это может сослужить плохую службу. Что мне нужно захватить сейчас в течение минуты. А чем захватывать? Давай, бусты, перекинем сюда. Эррор. Алгоримы развернули огромную призму искривления. Если ее ядро сходно с нашим, то ее реактор сделан из чистого салорита. Ага. Призму в течение 10 минут надо забрать. Надо уничтожить призму и использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного ядра. Ну я вряд ли пробьюсь, в общем. Как вы понимаете. Я делаю, конечно. Готовлюсь к атаке. А, 6-6 уже. Если просто пройти. Хрень не уходит. Понятно. Завершить главу. Начать задание заново. Поехали. Во-первых, от первой атаки мне необходимо сохранить все, что только можно. То есть не дать ни в коем случае захватить. В смысле убить вот этих вот двух сталкеров. Моих базовых. Потом необходимо, скорее всего, не переходить так быстро в фениксов. К сожалению. Потому что они мне не помогут скрыть бункеры. То есть только ачивки, понимаете? Только хардкор. А, слушайте, у нас же орбитальный удар есть. Может, вместо раскачки базы нам первым сделать... Совсем правильно. Я с центриком одного вызову. Он может помочь мне, во-первых, подвосстанавливать... Не хватает ни инералов. Так, и за газом нужно сходить. Газ где-то здесь был. Да. Ну, время летит незаметно. Понимаете? Просто... Просто очень быстро. Но я не хочу все равно центральный брать. Он же... Он же... Может, левый тогда. Может, там меньше защиты. Там протасы. Там есть... Там можно выманить хотя бы как-то. Я надеюсь. И еще сентрика, пожалуйста. Конечно, сентрика. Конечно же. И... Зелка может? Давай, Зелкан. Короче, я не буду пока ставить базу. Надо реально захватить... Захватить для ачивки... Сначала... Другую тему. Поехали. Чуть назад сталкера, чтобы забрать. Восстанавливаем энергию. Здесь еще одного сентрика. Ставим нычку, но... Ждем атаки, в общем. Три минуты прошло. Силы Амуна направляются к нашему... Силы Амуна направляются к нашему... И есть буст на Нексус. Принимаем врагов здесь. Берем еще одну сентрю. Поехали. Подконтроливаем аккуратненько там зелка. Постанавливаем сентрю. Ой, хорошо, стан сработало. Сделал это. Правда, одного зелка не доконтролили. Требуется больше виспен. И, наверное, надо сейчас уже идти в атаку, потому что... И пилончик, пожалуйста. И феникс еще. Ну все, пытаемся слева убить протасовский аванпост, учитывая то, что есть 100 там энергии. Пилонов, да. Работаем, работаем. Сколько там времени-то у меня? Полторы минуты. Вроде не так плохо. Мы разделаемся с войсками Амуна. Наши воины должны будут занять позиции возле затворов и получить контроль на... Так, давай-ка сделаем лучше здесь удар. Раз, два и три. А, четыре и пять. Четыре, собственно, давай вот так вот, пять. Бах. Сюда же... А, давай. Есть у нас? Да, есть. Пошли делать пробок. Алгоримы развернули огромную призму изгребления. Отлично. Если ее ядро сходно с нашим, то ее реактор сделан... Пробочку сюда, чтобы не выпускать. Если помощься, мы должны уничтожить призму и использовать ее реактор для улучшения... Ну, а сейчас нужно выходить в фениксов. Фениксов, грейды на фениксов, только фениксы, только... Этот затвор теперь наш. Судя по энергетическим возмущениям, храм откроется, как только мы захватим... Остальные четыре затвора. Остальные четыре затвора. Воины, отступите от вражеской базы. Мы должны сосредоточиться на небесных затворах. Так, фениксы будут в отдельной все-таки группе. Заказываем, заказываем, заказываем. Надо, наверное, поставить еще пару врат. Потому что скоро уже нужно будет штамповать фениксов и другой воздух. Интенсивнее. Ну и к нам идут. Ой, все. Мой путь сокрыт в тени. Нормально. Так, здесь еще-еще. Здесь, наверное, имеет смысл сразу заказать вот так вот. Делаем еще пилонов. Сделаем здесь парочку, наверное, фотонок. Форжа нужно, да. Две форжи. Пара пилонов еще. И дальше-то что? Затвор и призму нужно убить. В 10 минут, да. Так что мы делаем сейчас только фениксов. Только фениксов. Тут добываем газ. Раз, два, три. Раз, два, три. И... Кажется... Давай, 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 давай. Только фениксов. И перехватить эту чертову призму. Сколько там флот? Флот серьезный. Здесь сделаем парочку фотонок. И первая группа идет сюда. Мой путь сокрыт в тени. Осталось мало времени. Фениксов штампуем. Там второй грейд на атаку можно сделать. Надо лететь уже. Надо лететь уже. Потому что мне нужно еще же время. Осталось чуть больше одной минуты. Избегаем конфронтации. И стараемся долететь просто до призмы. Ох, как там много грелок. Давай, 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 давай. Закажу еще последних рабов. Не-не-не, не надо, Дэвид Блэйн. Еще. Фениксов делаем еще, но... Где эта призма? Давай, вылетай. Так, давай за это самое. Замесим ее как-нибудь. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Нифига себе она... База атакована. Ну, лети. И тут атака. Ой, все. Убираю пробок. Летит призма. Привет, правосудие. Ай, не успею. Десять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. До свидания. Так, значит, атака. Атака идет на экспант. Атака идет туда. Да, дарками на халяву не отбиться. Надо было добавлять гейты. Надо было делать зелков. Или, возможно, фотонки. И... Не знаю, был ли сейф или нет. Но, в принципе, надо было пару гейтов добавить. И фотонки обязательно. То есть, и то, и другое нужно было делать. И вот... Ах, ё-моё. Заново. Но я постараюсь ачивки повыполнять. Поехали. Сейчас, 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 сейчас. То есть, слева захват идет сравнительно просто. По сравнению, вот, опять же, с тераном, который справа. Защищать, наверное, все-таки фотонки батареи. Плюс, возможно, и подварпы из двух разных там мест. Возможно, здесь, зарешало бы... Здесь покоится зелнага. А, надо было буст кидать еще на гейт. И тогда бы я справился. Ладно. Сейчас сделаем все почетче. Не хватает нинералов. Первый, второй. Сентрика берем, вызываем. Не хватает нинералов. Сентрика вызываем. Ага. Идем сюда. Теперь в наших звездных вратах можно вызывать феник. За газом сходили. Они очень быстры. И могут атаковать противников с дальнего расстояния. Так, 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 так. Газ пока не беру. Я лучше соберу и... Ну, чтобы быстрее экономику раскачать. Лучше вот так вот буду вызывать. И нужно обойтись сейчас этими силами. Больше минералов не тратить ни на что, кроме пробок. Выманиваем. Поднимаем взялков. Одного, второго. Сентрики молодцы. Просто молодцы. Эдвинды сбились. Тут в теории можно попробовать было отключить призму. Но... Да. Чем две фотонки бить. А где еще одна сентрия? Потерял, что ли? А, нет. Вот она просто здесь осталась. То есть захватить слева вообще не проблема. Буду ставить базу. Слушайте, а если я убью, мне выгоднее убить вот этих вот товарищей. Как-то не странно. Ну, потому что проще защищаться. Тогда... Зачем этот зилот? Ошибка. Мой путь сокрыт в тени. Ошибка, 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 ребят. Потому что если... Есть вероятность, что если я замочу теренов справа в ванпост, мне будет проще защищать одну точку. То есть именно вот эту, а не... Так, и пилончик. Сейчас надо копить бабло на новых рабочих. Что? Зря я зилка заказал. Силы Амуна направляются к нашему Нексусу. Ладно, поехали. Пошел буст. Сейчас только рабочие, только рабочие, только рабочие. Причем надо делать точку сбора сюда. Еле-еле хватает. Еле-еле. Щит врубаем. Кстати, на все практически хватило. Пробок бустанули, икс 10. По скорости. Так, давайте сделаю сейф. Сначала очень хорошее. И попробую, наверное, терна справа забрать. Их там больше, чем... Если выманивать, почему нет? Бункер надо как-то брать. И не забывать про то, что нужно очень быстро сделать фениксов для того, чтобы призму в 10 минут уложиться взять. Так, бусты идут, бусты идут. Здесь еще второй газ. Продолжаем выманивать отсюда. Как тут выманишь там бункер? Вот еще парочку, тройку головорезов заберем. Здесь так, здесь так, здесь так. Газ фуловый уже на XP, по крайней мере. Надо фаржу сделать в любом случае. Если вы, если вы сходите с нашим, то ее реактор сделан из чистого салорита. Если получится, мы должны уничтожить рейсм. И использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного ядра. Так, я делаю сразу строги ты. Как только мы разделимся с войсками Амуна, наши воины должны будут занять позиции возле затвора и получить контрольное. Здесь повзрывать. Стоп. Давай-ка сделаем следующим образом. Раз. Два. Три. Четыре. И давай, наверное, пять. Да, почти всех убил. Называется. Ставим так. Здесь делаем пилон на входе. Здесь фаржа пошла. Не справился я. Не хватило. Ооо. Ну вот и все. Телепортация завершена. Не, надо было, конечно... Надо было... Блин, да... Да, это... Не хватает. Потерял массу... Фениксов. Возможно... Ну, эту точку сложнее атаковать. И получается, что... Вряд ли этот маневр даст мне возможность принимать удар только в одной точке. Но нужно Фениксов делать. Фениксов просто мастить Фениксов, ребят. Точно мастить Фениксов нужно. Прямо вот инфо-соточка. Поэтому заранее Газилки. Здесь заранее Газилку. Остальное все тлен. Музыка, конечно, великолепная. Так, я должен был здесь выманивать. Я же не выманивал. Три... Три Рипера раз. Здесь добываем так, добываем так. Дозаказываем так. И здесь добываем еще тремя Газ. Рабочий нон-стоп. Снова выманиваем. Кстати, можно не лезть на самом деле. Мне же нужно удерживать 6... А, нет. Мне нужно... За 6 минут захватить эту точку. Если ее ядро сходно с нашим, то этот реактор сделан из чистого соларита. Если получится, мы должны уничтожить призму и использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного ядра. Рабочая строится. Воздух есть. Надо сейчас захватить течение. Ой, как в течение уже нет этого течения. Я зафейлил, пацаны. Раз, два, три. Раз, два. Пробегай, пробегай просто вперед. Да, пробежал за 3 секунды, но я не захватил. Короче, я забыл, что нужно до 6 минут захватить. Дарки на защиту не очень подходят, потому что, во-первых, террен он светит, а во-вторых, до дарков еще нужно... Там же 6 минут держать или за 6 минут захватить? Кажется, захватить за 6 минут. Если так, то мне будет крайне сложно с тиранами справиться. Потому что, ну, там впритык просто. просто крайне сложно. Держал ваш канал на сумму 32 рубля ровно. Миш Мегабуст можно и на грейд и ставить. Я понимаю, блин. Черт. Да нет у меня энергии на... Да. Все не совсем так. Сколько минут осталось, да? Минута-минута. Ну ладно, вскрываем, типа, бункер. Генерар, алгориммы развернули огромную призму искребления. Если ее ядро сходно с нашим, то ее реактор сделан из чистого солорита. Если получится, мы должны уничтожить призму. Так, сколько? 30 секунд. Да хрень. Не, нормально. Просто надо сейчас зарядить. Раз, два, три, четыре, пять. Успеем, 20 секунд. Не успеем. Это мана закончилась. 10 секунд, или успеем. Ну, ребята, ну давайте, где ваша энергия? Понятно. Капец. Так, что мне нужно? 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 Зелки там не помогут. Нужно скомбинировать с антреей и зелков. Для того, чтобы прорваться там хорошо. Фениксы слишком дорогие, они в данной ситуации просто много ресурсов съедают, но убивают только одного юнита. Они мне не подходят. То есть сейчас после старта делаем пару гейтов. Фениксов не делаем. Варпаем нон-стоп с одного гейта. И... Давай-ка раз. А, бусты с этих, с Нексусов же можно. Точно, с Нексусов же можно. Блин, я тупик. Действительно, можно стандартные бусты на Нексус кидать. Ой, в смысле, на эти... На... Ну, вы понимаете. Дельный совет был от товарища, на самом деле. А я зря его так проигнорировал. Так, отступаем. Бьем. Сентрик-сентрик. И выманиваем дальше. Ну, где там? Поехали. Нет времени ждать больше. Да как там? Мы должны уничтожить призму. И использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного ядра. Так, здесь собираемся. Поехали в атаку. Важным счет делаем. Раз-два. Раз-два. И... Наверное, раз. Вот так вот. Еще парочку сентрей. Сразу сюда. Так. Вот совсем другое дело, да? Все, захватили. За секунду шесть! Нет. Ты можешь быстрее. У тебя было время. Ну, бас. Пилон поближе. Гейты пораньше. Выманиваешься. Бункер вскрываешь раньше. Протасов захватывает значительно. Я всего лишь одну гипотезу проверяю, на самом деле. Удастся ли... Не хватает ни генералов. Не хватает ни генералов. Удастся ли? Понимаете? Или нет? Очень рад. Что ты? Нордек поддержал ваш канал на сумму 32 рубля ровно. Иморталы, иморталы, иморталы. Не успею. Так. Пилон раз, пилон два. Вскрываем. Скорее. Вскрываем. Пять минут. Хорошо. Огромную призму истребления. Если ее ядро сходно с нашим... Так, здесь сразу. Раз, два, три. Раз, два. Вообще отлично. Если получится, мы должны уничтожить призму. Захватываем, захватываем. Не использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного мира. Так, здесь ставим уже сразу на этих. 20 секунд. Активируем призму. Все. Ачивка есть. Да, ачивка есть. Теперь все на экономику опять. Буст мне в Нексус. Газ, газ, газ. Тут поставим... Надо форжу сделать. Остальные четыре затвора. Ух ты ж ежик. Слуги Амуна попытаются захватить... А это как раз вот та самая атака. Раз, два. Здесь добываем, соответственно, трис. Вызываем фениксов. И добавляем сейчас три строгейта. И в течение самого ближайшего времени нам надо наладить, во-первых, производство фениксов с трех строгейтов. И при этом еще отбиться, ну, сделать защиту вот здесь какую-то, да. То есть это будет второй теперь группой, и все. Здесь варпаем фениксов нон-стоп. Тут фотонка, ББ. На все минералы, в общем, делаем сейчас... Делаем сейчас защиту. Для ачивки. Собственно, а вот от протасов, кстати, можно было бы отбиться и дарками, но, к сожалению... Давай перенацелим. Перенацелим, перенацелим. Два буста сюда. Перенацелим. Перенацелим. И много-много фениксов. Осталось не так много времени, к сожалению. Здесь что? Здесь еще потонко, потонко. Да, с потонками проблема. Ну, в смысле, с минералами проблема. Меньше двух минут. Варпаем чисто фениксов. Газ у нас на полную работает, но... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Там пилон же доделался, нет? Может, пилончик сделать? Так, можно буст еще сделать. Можно сделать буст, но я уже не успеваю. Черт! Полторы минуты. Полторы минуты это малым. Давай-давай-давай-давай. Давай вот так вот. Раз, два, три. Требуется больше Виспена. Четыре. Все. Виспена нет больше. Значит, зелков просто делаем. И еще одного феникса. Все, 15 фениксов полетело. Необходимо избегать вообще столкновений. И полетели... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, это плохо. Вот она, призма. А, ну все, я, в общем-то, уже зафейлил. Да, надо на нее раньше идти. Надо на нее раньше идти. Как только, блин. Как только, блин. У нее прикрытие отличное. Энергия только-только накапливается. И я не успею воспользоваться. Это из-за того, что я буст потратил. Если бы я не тратил буст, я бы смог закинуть ешечкой. Да-а-а, беда. То есть, нужно лезть сразу туда, вот этими вот фениксами. Сразу туда лезть. Сейчас убедиться в том, что 4 газа работает. Не делать вообще газовых юнитов. Делать только фениксов. Это я могу. Сразу, вот прям сразу, чтобы не было... Угу. Будьте на страже. Слуги Омуна попытаются захватить затвор. Так, Старгейт. Здесь добываем. Добываем. Ставим третий Старгейт. 4 феникса. Здесь назад. Ну, точно не Дарк. Потому что с Дарком, вы видите, какая вообще беда. Можно раньше к нему полететь. Там такая эскадрилья, что... Вряд ли удастся. Так, давай. Потонка, потонка, потонка. Бом-бом-бом. Так, точку сбора поменяем уже. Пора. И больше рабочих делать не будем. Так, сейчас еще разок сейв. Это будет просто миллиметраж. Правда, она и так плотная, очень плотная эта призма. Не уверен, что мне хватит. На все про все. Но есть запас. Видите, есть орбитальный удар. Там не так много сопровождения. Просто она летит. И... Небеса зовут. Телепортация завершена. И все. Телепортация завершена. Не хватает минералов. Пора, наверное. Не рановато. Да нет, уже 8.20. Извини. Фениксов нет. Телепортация завершена. Последнего, наверное. Да, все. Забием. Очень мало фениксов. Прошлый раз я 15-ю входил, с пилонами завтыкал. Даже ценой всех фениксов я готов достать. Там грелка еще увязалась. Да, этот ее вообще никак не убил. У нее еще армор адвокат. Ну ясно. Нет, это нереально после такого начала. Так, как я могу построиться по... Я могу заморозку сделать, во-первых. Заморозка может помочь мне поймать эту призму и уничтожить все. Вместо вот этого вот удара. Да? И это правильно. Потому что тут проблема не в сопровождении. А проблема исключительно в том, что я физически не смогу тем количеством фениксов забрать его к тому моменту, как он... Ну вот, летит просто из одной точки в другую. А тут по земле огромная защита еще. Поэтому я возвращаюсь на копье Адуна. Да забей ты на очагу это. Так мне интересно это. Мне интересно. Грейда не пробовал делать? Пробовал. Но в этом случае нет, не хочу пока делать. Грейд, он принципиально ситуацию не изменит. Тем более это будет минус один-полтора феникса. Так, военный совет. Нет, солнечное ядро. Так. Во-первых, варп мне особо не нужен здесь. Сбрасываемся. Делаем... Солнечное копье мне особо не поможет. Солнечное копье нанесет максимум 600 урона. Темпоральное поле поможет. Делаю темпоральное поле. Можно попробовать еще сделать орбитальный ассимилятор. Тогда мы сможем добывать дополнительно газ. И это как следствие даст нам возможность без помощи зондов получить газ и получить неплохую экономику. Причем надо его протестить на всякий случай. И остается в таком случае еще достаточно много единиц вспомогательных. То есть мы можем и... Саплая побольше. И... Нет, на варп просто энергии не будет достаточного количества. Так вот сделаем. То есть еще разок. Виспен из ассимиляторов без зондов. Хотя так себе. Но надо проверить, насколько он будет добывать, например. И кажется... А, это пассивочка. Ее прожимать не надо. То есть постоянно будет добываться газ. Это то, что мне нужно вообще. И темпоралочка. Отлично. Так. И надо, раз уж я дома, в военном совете, попробовать выбрать... Здесь, кстати, надо зелка с выхарем брать. Потому что там риперы, там марики. И... Хотя стан тоже хорош. Ладно. Оставим пока. Сталкер. Пофиг. Тамплиер. Не доживем. Часовой. Точно восстановление счета. Или даже зелка с резуректом поставить. Не, не надо. Нормально все. И так хорошо. Окей. То есть мы сейчас экономим на газе. Не просто не тратим там 75. Но экономим еще эти 12 рабов, которые и плюс к тому, и к этому, ко всему. Мы... Короче, все здорово. Быстрее раскачиваем экспант. И больше сделаем... Сможем сделать фениксов. Вроде как. Буст возьми в ядре. Черт, наверное. Действительно буст надо было брать в ядре. Потому что пассивный навык мне бы хватило энергии. Реально хватило бы энергии. А буст мне вообще бы сейчас помог очень сильно. О, пошла добыча. Нет, надо строить ассимиляторы, но не надо тратить рабочих. Действительно надо взять буст. Потому что буст помогает очень быстро раскачать или сделать юнитов. Кстати, буст можно использовать для того, чтобы сэкономить и не строить поля. Солнечное ядро, конечно, очень серьезно меняет механику. Темпоральное, орбитальное и ускорение времени. Что мне нужно? Лимит или необходимо вызовостроение на поле боя? Строение. Давайте лимит возьмем. Ну да, это фототочки и прочая тема. Да, буст на грейд можно. Преимущество в том, что ты не тратишь, не должен иметь какой-то банк ресурсов для того, чтобы штампануть. А так грейд прожал и вперед. Буст на грейд это прикольно. Плюс один можно сделать очень быстро. Действительно быстро. Надо сейчас поймать еще момент и сделать... А что его ловить? Надо сразу делать ассимилятор на первой же базе и собирать сразу с двух газилах. Поехали. Ох, сейчас будет весело. Делаю ассимилятор. Здесь все, добыча идет по четверочке сразу же. Так, это так, это так, это так, это так. Это открываем. Теперь в наших звездных вратах можно вызывать фениксы. Они очень быстры и могут атаковать противников с дальнего расстояния. Добыча газа идет. Сейчас будет добыча еще отсюда. Какие навыки, что ты предложишь? Выманиваем немножко риперов. Возможно, мне без сантри обойтись, но на самом деле... Хотя, да, действительно, может быть сделаем фениксов и зилотов? Для штурма... Для штурма подходит... Не хватает минералов! Газа не стоит, тогда я смогу сделать неплохую армию, в принципе, под... Да, хорошо, чисто зилки и фениксы. Тут не тратим время, выманиваем, пацаном. Ой, вот это плохо, конечно. Окей. Только не надо было сейчас зилка делать. Надо было экономить на Нексус. И скоро можно будет... Ну, не совсем, но... Да, сделать заморозочка. Есть, можно, кстати, одну заморозку потратить. Но лучше ее, наверное, на штурм оставить. Вот сюда вот. Так, выводим пробку. Делаем рабочих нон-стоп. Феникса не хочу делать. Зря я сделал феникса, зря я сделал зилка. Сейчас бы уже Нексус строился. И это, конечно, была ошибка. Но не настолько фатально, чтобы переигрывать. Ставим Нексус. И к моменту качания строительства Нексуса должно уже быть... Две... Две газилки должны стоять работать. Сейчас бы еще бабла получить, чтобы рабочих подбустить. Потому что мне, ну, тупо не хватает на все про все. Несмотря на то, что все рабочие стараются. Ладно. Насколько хватит, столько и сделаем. Блин, не, надо было грейдить сейчас, делать грейд на плюс один. За счет этого. И поставить газилки здесь. Слушайте, я же газилки мог поставить сразу, без Нексуса. Скорее всего, смог бы. То есть, какая разница орбитальная, где качать, правильно? Ох, это классно-то как. Газа уже дофига. Надо ставить... Да, газилки надо было сразу ставить. И уже можно добавлять старгейты. Пожалуй. И, наверное, один гейт нужно тоже сделать. Да поставь ты газилки, ну, прошу тебя, ну. Реально, сейчас бы у меня столько газа было. Так, давайте, сейчас. Секунду. Я не могу. Мне так нравится, что тут возможности открываются благодаря... Благодаря копью солнечному. Прям, ух. Четыре минуты. Да, блин, там четыре минуты же. Ладно, ребят, это эксперт, это попытка сделать не просто на бобреце ачивки, но на эксперте ачивки. Поэтому, простите меня, дуру грешный, за то, что я тут перетраиваю миссию. Но компания-то, она быстро закончится. Хочется ее прям, ух, выжить. Ноу, говорит Лел. Лел. Ну, терпение, мой юный друг. И так у нас половина, это диалоги. Все, работаем. Грейт или не грейт? Не, не грейт. Ничего мы не делаем, ничего не сомоним. Просто открываем гейт, просто нумеруем пока что. Делаем сразу же вторую газилку, прям сразу же. И делаем... Делаем, вот не знаю, когда третью, четвертую. И могут атаковать... Наверное, сначала все-таки на нексус поставить. Ну, потому что мне минералы нужны для того, чтобы прорываться. Окей, ладно. Собираем, собираем. Или все-таки третий газ поставить. Дилемма, пацаны, ну дилемма же. Сердце тьмы. Мне просто... Вспомните, сколько газа было в прошлый раз, когда я ливнул. Огромное количество, там 800 было этого газа. Мне некуда его девать, реально. Что ты... Поэтому... Строим рабов. И сначала пойдет Нексус, а потом Газилки. И также необходимо повыманевать... Ну, чтобы поля регенились, чтобы хоть какой-то процесс шел, правильно? Что ты... Ой, отменил пару пробок. Ставим Нексус. Вообще, полезно сделать было грейд на поля. Это бы... Может, форжу тогда успеем? Да не, не успеем уже тут. А тени почему успеем? Газа много, чувак. Строй форжу. Мои навыки. Атаку ждем. Скоро будет буст. Мне в Нексус. Рабочек приличным. Надо подкопить минералы. Ну, как подкопить? Я вроде... Не-не-не-не-не-нет. Какой буст? Все, ты уже решил делать... Ой, господи. Уже решил я делать грейд на поля. Силы Амуна направляются к нашему Нексусу. Так, давай, поехали. Жип. И все, и сюда точку сбором. Тут центрика, пожалуй. Потому что есть газ. Тут феникс одного. Это выводим. И работаем. Улучшение завершено. Все уже, поля есть. Неплохо, я считаю. Ой-ой-ой-ой. Да ешки-матрешки. Ну сколько можно? Тебеса зовут. Мой путь сокрыт в тени. Так. Заказываем, 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 заказываем. Тут собирается газ. Сбора поменяли. И вот сейчас надо уже готовиться ломиться. Может, осталось 4.20? Для того, чтобы проломиться, нам нужно мясо. Мясо нужно зелково. В общем, надо построить второй гейт, скорее всего, а то и третий. Не так, что я успею, но попытаться надо. Здесь нужен пилон. Пилон кривой. Давай, Синдрика, пока газ, минералов не хватает. Так, выманиваем следующую группу. Мои навыки пригодятся. Блин, минута осталось уже. Плохо. Не успею. Не успею. Да я фениксами не снимаю эту штуку. Делаю зелков. Если получится, вы должны уничтожить призму. Я слишком... Не нужно фениксов делать, понимаете? Не нужно было так рано газ делать. Все, я... Феникс и слишком прожорливая. Повторил ошибку поза-поза-поза-прошлой. Я сактивировал премиум на ваш канал. Хотя я хотел... Хотел я зелков с фениксами, но не успеваю зелков с фениксами сделать. Если б я успел чуть пораньше сделать пару дополнительных гейтов... Да, уже... Уже все. Делаю бусты на... Бусты наделаю. Собираю все в кучу. Илоны нет. Не вовремя сохранился. Если ее ядро сходно с нашим, то ее реактор сделан из чистого саларита. Если получится, мы должны уничтожить призму и использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного ядра. У меня тут просто... Просто я с гейтами завтыкал. Сейчас... Был бы у меня возможность подварпать, то он... Капец. Быстрее. Масс зилы. Масс зилы с такими пассивками на газ нужно с зилой синтри делать. Но я хотел избавиться от... Еще одна попытка. Еще одна попытка. В принципе, начало-то было неплохое. Очень даже неплохое. Там отвлекла меня атака, к сожалению. В наших звездных вратах можно вызывать фениксы. Они очень быстры и могут атаковать противников... Ставлю пока... Может, с одной базы вообще это сделать для начала. Что ты... Можно? Я вызываю синтрии просто потому, что газа много, а минералы все равно с запасом с большим. Хватает пока... Да, надо просто было варпать с одного гейта. Да. Вот это главная ошибка. Я зажимал эти 50 минералов несчастные. Непонятно зачем. Холодно. Этого делать не надо было, конечно же. Грейт правильно, в общем-то. Хотя вместо форжи можно было бы кинуть буст на тот же самый гейт. И сделать вообще все по красоте. Не пронумерован был Нексус. Еще синтрии просто надо делать нон-стоп. Они помогут мне бункеры штурмовать. Все помогут делать. Уманиваем. Я еще сталкера умудрился потерять в прошлый раз. Тоже недопустимо. Вот уже хорошо. Здесь заказываем Нексус. Еще сейчас синтрика закажем на 50. Вот. И уже формируется такая дешевая с одной стороны, но по газу весьма эффективная армия. И при этом очень быстро база. И, наверное, сейчас надо опять буст сделать. На пробок. На пробок ли. Или все-таки Грейт. Или даже... Я не знаю. Давай Феникса, ладно. Нет, давай лучше Гейт. Проходили. Проходили. Сейчас принимаем врагов, которые подходят. Да, давай бустанем еще Гейт. Что ты предложишь? И здесь, соответственно, Сентрика. Давай как-то так вот. Сразу пилон на будущее, на варп. Четыре минуты, да? Хорошо. Никого не потерял. Выманил все, что нужно. Готов к захвату. Нычка достраивается. Вроде как, вроде как. Ровненько. Не хочется сглазить, конечно. Открываем еще один Гейт. Тут все-таки газ поставлено. 75 это не те деньги, которые прям нужно зажимать под варп. Ну и совсем другая ситуация. Прям совсем. Вскрываю. Бункер сталкеров подсейвливаю. Еще одного Феникса. Уже надо думать о будущем. Где есть рабочих нон-стоп. Все, и ломимся сюда. Замораживаем раз, группу, два, группу. И вот так вот, может, кого-то еще за щит включаем. Проходим вперед. И строим уже старгиты. Захватываю значительно раньше, чем нужно. Я хочу сделать Грейт на атаку и сделать на нее буст вот такой вот. Надеюсь, мне хватит. Так, уложился за 25 секунд до окончания. Здесь делаем много-много Фениксов. Сейчас, наверное, надо бустить именно Фениксов. Все. Паржа пошла. Тут гварденщилд еще один. Ай, сентря. Ай, сталкер. Так, надо бустить вот эти вот вещи. И все, и Феникс встроим. 6.30 у нас по ситуации. Есть пара гейтов. Нет, гейты не нужны. Надо сейчас просто брать и строить Фениксов. Столько, сколько мы успеем, сможем сделать. Все делать нужно для них. Второй играет на атаку. Нет, уже... Хотя, мы можем успеть. Сможем успеть, скорее всего, да. Газы, конечно, я насобирал из защиты пассивки. И Фениксы строятся очень быстро. Тут надо сделать так, чтобы ачивка сработала, и мы не... Не протратили. Тайвочку сбора на Фениксу делаем. И полетим где-то в 8 минут. 8 минут... Маловато Феникса будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Косяк. Ребята, косяк. Главный косяк сейчас идет с пилонами, которые мне не позволят точно справиться. Слава богу, я сделал не так давно сейв. Следить нужно внимательно за сеплаем. Особенно, когда у тебя бустятся постоянно два производящих строения. Третий еще просто работает. Да еще пробочки там подстраиваются. Очень быстро лимит приходит в негодность. Да ладно, я не записался, е-мое, нет. Нет, нет, нет. Хорошо, ладно, сделаем еще круче. Работаем. Сейчас надо не забыть, слишком много действий было сделано. Не, ворвались хорошо, захватили с небольшим запасом, там 25 секунд. Все, все вроде нормально было. Заказываем раз, заказываем два. Тут окей, выманиваем. Главное сейчас вскрыть будет. А, уже надо вскрывать, да? Уже надо вскрывать. Беру сом-триу раз. Беру зилка, делаю два. Ломаем, идем. Мой путь сокрыт в тени. Зилот сачкует. Самым бессовестным образом. Делаю дрейд. Причем надо сделать на него буст, естественно. И поехали в атаку. Тут замораживаем. Раз, два, три. Как же они меня отвлекают этими темами своими. И если получится, мы должны уничтожить. Пора заказывать. И использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного ядра. Захватили, успели. Чуть позже, чем в прошлый раз. Но это ох, ладно. Сделаю еще... Храм откроется. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Сейчас надо сделать еще, наверное, грейд на атаку все-таки. Для того, чтобы... Ну, призму, папа, это самое. Газелки все, газелки все. Делаем грейд на атаку. Сентрики, конечно, дохнут немножечко. Ну, вроде бы... Так, тут пошел буст. Еще энергия. Еще феникс и буст. На штамповку осталось не так, к сожалению, много времени. Здесь мы делаем форжу. Оставляем пацанов на защиту. Гейт делаем. Нет, гейт это ошибка была. Потому что не хватает. И, соответственно, буст делаем еще на один... Старгейт. 7 минут 20 секунд. Где бусты? А, вон они. Нет. Как будто работает только на один. А, да, работает и так только на один. Он... Неправильно. И где-то в 8 минут мы идем в атаку. Без 10... Мало, блин, мало фениксов. Что ты будешь делать, а? Ну, все, вроде как. Этот уже лишний. Пробуем текущим количеством справиться. Сколько времени? Минута 40. Ошибка. Разлетаются зачем-то фениксы. Есть одна заморозка. Тут аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько полетаем. Надо попробовать вот сейчас его поймать. Мне здесь будут помогать. Им надо вот здесь вот поймать его. Феникс уже один минус. Давай, где ты там полетел? Работаем. Заморозка раз. Заморозка... Нет, погоди. Заморозка раз. Заморозка два. Заморозка три. Пробую на пофиг. Реально плотная. Очень плотная. Три армора. Чтоб я так жил, а? Надо сюда прилетать с тремя плюс фениксами. Я тогда не смогу... Смотрите, я тогда его не поймаю. В этом моменте у меня разведки не будет. Я не смогу его стасисом за это самое. И мне, наверное, надо их всех замораживать и бить исключительно мейн. Три армор, тогда грейд нужны. Да, да, да. Второй грейд на атаку сверх нужен. Возможно, посмотреть, насколько он там сделался. Возможно, бустануть его. Загружаемся и пробуем. Вообще, тут тютелька в тютельку на этом, на эксперте. На заморозке надо было войска убить. Не факт. Ой, не факт. Будьте на страже. Слуги Амуна попытаются захватить... Делаю второй грейд на атаку. Пораньше сделаем... Ну, сейчас побольше попробуем сделать этих фениксов. Видим проблемы с... Будущее с лимитом. Здесь защита есть. Форжу ставим. Ну, блинкуйся. Есть. Есть еще феникс. Бустить начнем раньше. Телепортация совершена. Фуууу. Или буст на атаку сделаем. Наверное, буст на атаку надо делать. Увы. Устроим фениксов нон-стоп. Отправная точка это где-то минут 8. Можно лететь. Нужно будет лететь. Грейд на атаку может успеть сделаться. Тут делаем все равно защиту, как бы то ни было. Телепортация совершена. Минералы все равно есть в небольшом запасе. Не, не успеем сделать грейд. В смысле, этот. Грейд на атаку. Ну, полетели уже 8. Надо было через шифт пролететь фениксом. Я наполучал уже урона по пути. Я понял вас. Два феникса кое-как долетели. Надо в стак. Надо вообще их выманить, чтобы они в кучу собрались. А сколько там грейд-то? Когда грейд-то? Грейд есть. Второй на атаку. Отлично. Поехали. Нет, рана. Стоп. Это раз. Это два. И это три. Все, и бьем только призму. Подлетают еще пацаны. Давай, давай, давай. Успеваем вроде. Давай, на пофиг. Там архон уже. Ну, давай. Ну, немножко. Есть. Ачивочка. Да, сейчас надо только выдержать. Я транспортирую груз на борт. Для его дальнейшего... И здесь атака. Ахаха, все, блин. Ахаха, ну какой ценой. Ну, ачивка-то уже есть. Ахаха. Блин. Ладно, все, выполнили ачивку, но... Все, это уже... Это уже трешачок. А, сейв нужно было сделать. Не-не-нет. Все уже, ачивка есть. Но я не буду сейчас просто лезть туда и все. Фух. Ну, учитывая то, что в тот момент у меня было на руках... На руках очень много бабла. Где-то там 1500. То вы понимаете, что можно выполнить и так. То есть без... Без серьезных проблем. Ну, то есть с серьезными проблемами вы это сами сможете сделать. В общем-то. Все, дальше я буду просто выполнять вторую ачивку. Да, это не по хардкору, конечно. Я добился результата какого-то. Так, хочу, во-первых, грейды хочу. Хочу докачать эту, собственно, базу. Хочу сделать нормальное количество гейтов. Здесь сделать неплохую оборону. Плюс, конечно же, хочется сделать грейд на поля. Парочку сентрей, учитывая огромное количество газа, которое есть. Эликсов достраиваем. Так, а здесь перебор по количеству рабочих. Буквально одного нужно сделать. Здесь нормальную оборону пилим. Ага, вот он подходит. Телепортация завершена. Да, хороший там флот, конечно. И заморозка решает. В таком случае. Так, давай пилончик. Еще пару гейтов. Тут пару сентрей. Ну и будем отталкиваться от фениксов. А что нам нужно активировать небесную? Уничтожить призму искривления? За нее как раз саларит дают. Ну, это мы можем сделать уже в любой момент. На мой взгляд, ключевое это... А, давай грейды сейчас поделаем при помощи бустом. Поехали. Потом сразу второй. Здесь бы я еще поставил... Да, вот так вот как-то. Еще гейтов добавляем. Хотя это перебор, на самом деле. Вот уже такое количество гейтов. Там же... Мне же еще старгейты есть, поэтому... Уже второй грейд доделывается. Между тем, благодаря бусте. Классный. Грейд на поля еще хорошо бы запилить. Открываемся здесь. Наверное, сейчас встретим атаку от них. Я в этот момент как раз призму отчаянно убивал. А, ну вот, пожалуйста. И здесь, и там. Феникс, и сюда. Зря так разделился. Неправ я был. Естественно. Просто неправ. Ну, вроде как, особо много не потерял. Потому что лимит особо не уменьшился. Потому что, ну, сапплай блок был. Предлагаю протосов забрать. Сейчас нужно серию... Серию мест освобождать. Здесь грейд на армор еще. Фениксы. И еще фениксов. И зелков надо варпать. А давай вот. А не надо. Зелков под варп. Призму уничтожаем. Отключается все. Ну и теперь будем просто... Просто мочить. Отвоевывать, так сказать. Тут и колоссы. И грелочки. И имморталы. В общем, очень много материалов для подъема и... И отпуск... Отпускания. Так, активируем следующую. Помним про заморозку. Это поляка же сделались. Эти зелкам грейд на атаку. А вот это плохо. К сожалению, я варпать не могу. Прям вот туда. Стоп, давай-ка сделаем вот так вот. А то там три баньши. Еще сикер миссил. Миссил стоит. Вот. А так, по крайней мере, я выиграю немного времени. Пока потомки постреляют, зелки очистят. Это уже лучше. Их же пилонов не хватает. Роины, отступите от вражеской басы. Мы должны сосредоточиться на небесных затворах. Тут, увы, архон раздает. Эпилон бы поставить. Но тут фениксы все как уничтожают. И колоссов, и не колоссов. Единственное, что с фотонками они не справляются. Огромное там... Мне нужен пилон. А мне сказали, что мне сюда, типа, не надо. Ну, в общем-то, без поддержки по земле. Я тут действительно особо ничего не сделаю. С тем же самым мархоном, например, да? Ну, он плотный, больно. Так, окей. Собираемся, ставим здесь пилон, пилон, пилон. Какие-то и нужны. Или просто бустануть. Зилки или не зилки? Да зилки, наверное. Зилки и сентри феникса. Причем фениксы сейчас уже... Уже в такой критической массе. И, в общем-то, больше строить... Не уверен, что полезно вообще. Наши клинки дошли врага. Так, пойду-ка я перехватываю. Зилки там отдались. Да без проблем. И этот. О, вот это хуже. Тут прям раскладываются. Раз, два и три. Причем надо бустануть здесь. Дарков нет, к сожалению. Ладно, я полетел фениксами. Тут, скорее всего, я не справлюсь. А, надо. Надо справляться. Надо справляться. И дарков надо поставить. И три гейта еще поставить. Просто танки уничтожить. Все, окей. Наш пилон атакован. Мой путь сокрыт. Ах вы гады. Надо снова активировать... Активировать вот эту вот штуку. Базу убьем сейчас Протаса. У него там продакшн... Видимо, оттуда он и посылает. Мой путь сокрыт в тени. Посылает под крепу. А здесь надо было, конечно, пробкой снова восстановить. А хотя я вроде очивку уже выполнил. Ну, шесть минут нужно удержать. Вроде я ее уже удержал. Ё-моё. Вот только фениксы. Ломиться другим... Даже вредно. Единственное, что... Я не могу все равно фотонки убить. Потонки убрать. Здесь снова атака. Раз, два и три. Я лечу. Есть дарки. Делаю дарков, пока не в статисе. Я тут еще атакам. Ай, убивает меня одного. Второго. Почти третьего. Поставьте мега-пушку на оборону. Да, кстати, но... Да, вот она пробочка. ВД, кажется. Нет. БД, да? Да, БД. Пару мега-пушек поставили. Но все равно нужно защищаться еще и... Гейтами. Так, а немножко сантрей. Учитывая то, что... Эту штуку восстановили. Фотоночка, фотоночка. Сейчас пойду на ТОСовскую базу наверх. Еще пару батарей. Я не помню, а чипка с чем связана. Вот это косяк, конечно. Вроде как я могу не цепляться за нижнюю. А с другой стороны, мне же нужно все захватить и удерживать, да? Так что надо цепляться. Залечу сначала фениксами, чтобы колоссов убить, всякую лабуду. Наверняка тут опять новые... Да, пофиг на эти две потомки. Лучше уничтожить. И уже сейчас пойдем с землей. Архон, вот. Архон молодец. Он и сплэшит, и с бонусом... Открываюсь. Залетаю. Тут лечу. Давай, поднимаем. Оп. Еще три феникса. Вижу колоссом. Его в первую очередь надо убивать. Здесь атака дикая. Ничего себе. Ладно, прилетим. И тут атака неплохая. Ох, ты ж ежик. Чем дальше, тем больше, ребят. Наверное, имеет смысл разделять войска на две группы. Здесь я не справился. Это жесть. Сейчас меня просто убивают. Хотя давай. Дарк, дарк. Нет, он видит. Я выхожу из тени. Все. И надо... Надо отбиваться. Больше фениксов, в общем. Больше фениксов. Наш пион, атакула. Ступаю в бой. Телепортация завершена. Небеса. Тиранэк. Краер. Очень долго убиваются, конечно. Баттлкрузеры. Из-за огромного армора и типа брони, собственно. Но зато вот сюда они напали. Так. Хочу эту базу Тосовскую убить. Раз уж пошла такая жара. Надо добивать. Зилкам бы еще грейды поделать. Пилонов опять же поближе сделать. Опять здесь, опять здесь. Энергии 200. Давай бустанем грейд зилкам. Ох ты ж ежик. Так, единичка назад. Все. Вторая группа вперед. Потому что здесь огромное количество и земли, и воздуха, и с тем, и с другим справимся. Единственное, кто представляет угрозу, вот прям реальную угрозу, это Архон. Остальное все это убивает с Фениксом. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Надо заморозку и узнать будет. Ой, все. У нас тут проблема с тем, что... Заморозка, заморозка, заморозка. И тут проблема. Из-за колосса отступаем. Фениксы снова возвращаются, чтобы отбиваться. Нексус сейчас может умереть. Надо здесь ставить тоже по тонким. Уже рабочих поубивали, в принципе. Да. Фениксы как? Фениксов точка сбора хреновая из-за того, что один из них умер, а была точка сбора на враге. Тут переводим рабочих новых. Заказывать не имеет смысла. А вот пару батарей и пару дальнобойных защитных сооружений можно поставить. Так, снова пытаемся наломиться. Колоссы, зелки. Забегаю, забегаю, забегаю. Колоссы ключевые. Давай-ка мы... Да некого тут замораживать. Ё-моё. Реально некого замораживать там наверху. А вот сейчас можно, да, вот сейчас можно. Во-первых, зелки на чарджи, это раз. Фатоночку с зелком можно тоже заморозить. И вот здесь кто-то еще находится. Оп! Ох, там хорошо. Как хорошо. Залетаем. Колосса одного, колосса второго. Ребята, ну проходите вперед. Прошу вас. Сюда вот и в атаку. Колосса третьего. Вроде давим потихонечку. Ну сейчас по таймингу должен Хуман снова напасть. Мой путь сокрыт в тени. Прорвались. Прорвались. Откуда? Ой, все. Так, что у нас здесь есть? У нас тут есть Рейвен, типа. Мы его замораживаем. Замораживаем четыре баньши. И замораживаем, наверное, вот эти вот три танка. Делаем еще зелков здесь. Тут вроде справились. Справились, справились. И сразу на мейн к нему. Здесь отбились, отбились. Молодцы. Минус рабочие. Надо бы по-быстрому было поставить еще... Здесь еще гейт был, да? Нормально. Так, пара керреров. Они строились на базе и по достижению определенного лимита отправлялись в атаку волнами. То есть, рискну предположить, что больше атак со стороны протасов серьезных уже не будет. Ну, это было бы логично. Нет базы, нет армии. Тихо-тихо-тихо-тихо. А ну-ка, аккуратненько. Так, теперь идем сюда. Здесь, наверное, самое главное подварпать дарков, сталкеров и прочего, чтобы проще было отбиваться. Не хватает пилона, но здесь пилон раз, пилон два. Феникс убивает призму, отключаем ему батоночки. Заходим, захватываем еще один. Тирновскую базу осталось убить. Так, Архона одного, Архона второго и вот так вот третьего. Потому что они сплэшем, Фениксом могут очень много урона нанести. Лучше не допускать. А вот, кстати, база закончилась. Здесь делаю Нексус. Тут надо было, естественно, кинуть Стасис. На Стасису у меня нет. Дарки, которые блинкуются, они... И танки контрятны, что прыгают на них и очень быстро подрезают. Так, осталось две точки, собственно, по центру, которые нереально, наверное, было защищать. Если бы я полез на нее в самом начале, хотя она находится ближе остальных. Деньги заканчиваются. Нет, тут не нужен Стасис. Хотя не лишним будет. Чтобы народ не терять. Так, убили воздух. Надо сейчас ради Веспена этого, да, забрать транспортный корабль, ребят. Надо собрать его, потому что... Потому что нужно. Там я где-то еще газ пропускал. Здесь вот десяточку беру. Но призму я буду брать... Хотя могу и сейчас брать. Какие проблемы. Так, убиваем призму раз. Убиваем батон два. А, и он, собственно, отвлекается. Все. Заморозка, заморозка и заморозка. И сразу, наверное, призму лучше атаковать, чтобы за ней потом не бегать. Все равно долго убивает. Даже в таком количестве. Есть. Десять... Соларита заработали. Осталась последняя точка. Я, пожалуй, возьму отсюда... Воинов. Пряму выход терана и буду... А, вот он. Ёшки-матрешки. Ну, я не против. Опасно, конечно, но ничего страшного. Здесь баньши сначала убьем. У них ДПС, как у двух батлкрузеров. Нет. И еще подвар плёгкий. Последний остался. Последняя точка осталась. Но... Я не буду терновского убивать. Так что все ок. Это на инвизных не реагирует? Понятно. Короче, победа, пацаны. Столько троев было. Но, в конце концов, поняли, во-первых, что можно убить эту призму. Поняли, что можно уложиться в 6 минут и удержать эту точку. Правда, не удалось сделать, к сожалению, в один трой и то, и другое. Но тоже неплохо. Захватили. Все пять затворов под нашим контролем, Иерарх. Проход в храм открывается. Похоже, войска Амуна отступили. Я чувствую лишь абсолютную тишину внутри храма. Значит, мы преуспели. Скоро мы узнаем, что приготовила нам судьба. Ух. Ну что, всем ачивки, всем саларит. И продолжаем. Читая внимательное описание, там было захватить в течение 6 минут и удерживать до конца миссии. А, понятно. Значит, не зря я все-таки его защищал до конца. Но невнимательно прочитал. Когда бью Адуна, не сможет прийти на помощь, пока ты в храме. Будь осторожен, Иерарх. Это важно. Силы Амуна прибыли раньше нас. Возможно, они уже захватили храм. Зератул верил, что другие Зелнага ждут нас здесь. И что они помогут нам одолеть Амуна. Положить конец войне. Освободить мой народ. Тогда почему Зелнага не ответили нам? Я отправлюсь в Ульнарский храм один, Матриан. Не хочу рисковать другими жизнями. Ты рискуешь собственной жизнью, полагаясь на слова предателя. Он убил твою мать, Воразун. Это правда. Но он никогда не был предателем. Энтар Адон Спейл. Я не ищу смерти ради исполнения пророчества Зератула. Я верю лишь в то, что ты вернёшься. Солнечное ядро работать не будет, но поговорить с Караксом можно. С тех пор, как мы тут, ключ ведёт себя странно. Он словно реагирует на идущие снизу потоки энергии. Потоки энергии? Да. Это место излучает энергию пустоты. Полагаю, здесь расположен своеобразный стык измерений. Как реагирует ключ? Он словно поглощает излучаемую энергию. Информация о месте происхождения ключа была сохранена иным способом. Похоже, его перенастроили на выполнение другой функции. Надеюсь, Зелнага сами раскроют нам свои тайны. В меню ядра, конечно, можно зайти, но... Возможно, я просто скину и сделаю всё типа в пассивочке. Вдруг будут действовать, ещё работать. Также ассимилятор сделаю. Ну, мало ли. Я не знаю, что меня в миссии ждёт, поэтому... Остальными я вряд ли смогу пользоваться. Готово. Так, военный совет, военный совет. Да, понятно, соло-миссия сейчас будет. Ясно, тогда всё отменяется. Теперь у нас есть что? Давайте посмотрим, что будет. Теперь у нас есть звёздный истребитель. Не буду смотреть. После этой миссии посмотрим. Так. Адун Теридас Иерарх. Я не знаю, что ждёт меня внизу, Ворозум. Но я должен отправиться туда один. Принимай командование над копьём Адуна. Вход. Я буду ждать твоего возвращения, Артанис. Вход в храм открыт. Обнаружен неопознанный энергосигнал. Там как раз место под ключ, кажись. Хотя, может быть, это и совпадение. За задание 35 саларита, 20 за основное, 15 за дополнительное. Нанесите 7500 единиц урона способностью молниеносный рвок. Уничтожь ты 20 боевых единиц порождёнными гиблингами. Ага. Понятно. 7500 урона. Это же считать надо. Ну, судя по всему, мы сейчас будем играть с небольшой группой воинов. Ну, или одним там Тасадаром. Это что, Тасадар? Не Зератул? Клинок у него Зератуловский, а сам он Тасадар. О, Синематик. Кино пошло, ребят, кино. Артанис же, господи. Конечно, Артанис, ребят. Конечно, Артанис. Тасадар в первом Старкрафте ещё помер. Зератул. Спасибо за ваше терпение. К моей хреновой памяти. Сара? Королева клинков. Так, похоже, у нас ребус. Ха, наши пришли. Ха. Она же няшка. Пришла в поисках Зелнага. Шеркс. Огоняйся. А-а-а. Воу, какая по... Пап... Пара-пара-пам. А-а-а. Да у неё реген, не беспокойтесь. А-а-а-а. Хелпуй, дурак, хелпуй. Э-эй. А-а-а. ТРЕВОЕ похоже на свела судьба не будем ее искушать сара на каблуках как положено в общем все нормально святилище называют это место храмом объединения зелнага должны быть где-то здесь пока что я встречала только гибридов я сражаюсь с ними уже несколько дней как видишь я не продвинулась далеко пророчества говорят о двух вознесшихся расах которые должны вместе отыскать залы откровения в глубинах храма лишь им двоим святилище откроют способ пробудить спящихся никогда не верила в пророчество и все же несмотря на наше прошлое сейчас мы вместе идем к одной цели возможно они заслуживают веры что сары можно поиграть до породить гиблингов давай доберемся до светилища харак м ваяш ё-моё сколько способностей молниеносный рывок поблизости бросается вперед поражает цель потоком энергии подходясь 100 оглушая на 2 секунды возрождение получив смертельный урон артанис на 3 секунды становится неуязвимым восстанавливает щиты восполняет здоровье и спускает мощный поток энергии который отбрасывает находящихся рядом противников носят их наносит им 100 единиц урона раз в минуту такой праздник у нас жизни происходит звездный ветер на и восстанавливает артанису и находящимся рядом понятно ешечка даже ход кей знаете такие как в овервотча в ход сей ну херес в десторме имеется ввиду тоже и сила воли скорость восстановления щита увеличена 300 процентов восстанавливает 1 единицу здоровья в секунду а сара что сара точечная кушка на 300 урона с небольшого расстояния атаки наносит обычный урон основной цели после чего поражает несколько до четырех целей в общем ярость каждая атака на время увеличивать скорость атаки на 15 процентов максимальный бонус 75 процентов и продить гиблингов на е призывает понятным сила единстве о фигасиме магия какая добраться до залов откровений одного из трех и они должны выжить никаких сомнений что это заряженных кристалл зол на году уже этот храм хорошо охраняется ой разберусь нормально короче надо кушкой чаще пользоваться чтобы погоди и ты чувствуешь бэйлингов вызывать там страже пробуждается великая сила она мальница чистота формы чистота эссенции эссенции докажите свою силу о тихо держись ближе ко мне я могу излечить наши рады с помощью псионных способных как сложно ребятный хорошо пока ты просто все делаем и все новое ясно очень полезная информация f3 в 400 что продолжим путь эти устройства излучают солнечную энергию она собрать их соларит наши знания ваше наследие сплоти осторожно гибриды да ну чё я тут тыкаю 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 пока тыкается тут проход вот-вот то нет здесь нет прохода если прохода там тупик я уже думал что не до сверта мотившись мы становимся на 525 надо уничтожить его чтобы открыть врата так давай-ка вот не будем вот сейчас вот наше жестица а вон и так служу своему народу раз два слушай тут три е4 бейлингов нет 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 сарочка сарочка аккуратнее аккуратнее просто аккуратнее никаких сомнений все же и зим надо больше урона кушечкой наносить все еще не хватает одного ключа я ощущаю сильный источник энергии по ту сторону провала как скажешь фигом оставайся здесь я отправлюсь на разведку сону замочить его наша судьба слушает тебя так так сила единства ух ты ж ёжик я служу своему народу да что же ведь враги падут наша судьба ждет слушай оставь харак м боя эхе прикольно эй нет 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 тихо бах клево 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 бэрингов давай сюда лешечку давай добро я служу своим идёт новый день погодите я хочу проверить я тут не всё проверил вдруг тут что-то я оставил я ничего не оставил я веду свой народ щель кулдаун минута скоро откатится возрождение бэрингов можно кстати вызывать заранее для того чтобы время не терять они конечно на время но ничего страшного мы ясно видим путь судьба благоволит нам святилище еще действует класс оно накапливает энергию скоро заработает ой терны протасы what это френдли френдли все не совсем ой похоже воины амуна нашли способ проникнуть в храм нам придется убить их всех до единого где мои бэйлинги я же их артанис ты начинаешь мне нравиться воу воу ну работаем с очень небольшим кд да настало время беремен сила твоя ёшки матрёшки давай ясно враги сарочка сарочка аккуратнее аккуратнее так у артаниса тут проблемы ей не откатилось ничего не откатилось в общем так это все давай вот так вот ну в ну в эллинге сейчас будут а потом узнаем какие тайны хранит твое сведе артанис ну держись не надо в восстановили хорошо Я служу своему народу. Изи! Изи! Если оболочка разрушалась, они возвращались в пустоту. Все это время они ждали, пока избранные существа соберут все части ключа и найдут дорогу сюда. Я избранный? Амун управляет моим народом через Кхал. Я подозревал. Но он лишен физической оболочки. Если отрезать ему доступ к разуму тамплиеров, мы могли бы загнать его обратно в пустоту. Идем, Ортанис. У нас впереди долгий путь. Я что-то потерял немножко нить. Смелый план. Так, здесь скорее всего будет вторая часть. Мы ясно видим путь. Похоже, ты была права. Ну что, нападаем? Да, конечно. Вообще легко. Да. Ой, хотя тут... Как их много-то, а? Ортанису опять плохо. Периган нет. Периган нет. Твой раз. У вас. Трис. Ой, как все плохо. Периган надо прикрывать. Так, так. Фух. Это было опасно, очень опасно. Наша судьба ждет. Сплотившись, мы становимся... Сейчас. Ежечкой под Ригенис. Перед тем, как ехать дальше. Я веду свой народ. А, тут ключ от двери храма. Настало время... Нейтральная единица. Это противник. Сила. Толдоримы заняты боем. Давай нападем на них, пока они сражаются со стражами. Не, 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 не. Ой, нет, 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 нет. Там опять меня по это самое... Я вписался, как обычно... Как обычно вписался, не в свой замес. есть ащифка но видимо они тут быстро набиваются если пользоваться более-менее активно я веду свой народ с честью мы ясно видим путь что такое да недалекие люди наша судьба ждет никаких сомнений что я прыгаю тогда этот проход тоже обрушился вову гибриды а тут немножко неправильно немножко неправильно думал что это спуск сплотившись мы становимся ульнар станет вашей могилой да ладно брось ой бэйлинги зарешали ну перегон молодец все умеет так есть еще пять единиц саларитом среди ваше будущее мы становимся сильнее они сражаются с другим стражам да я сначала этих потом тех я вторую ачивку не получил вроде бэйлингов также вызываю активно вроде бы кушку кушка юзаю но не знаю что-то еще не набил видимо бэйлингами недостаточное количество взорвал бэйлинги там прыгают еще ух ты слушай 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 аккуратненько не надо вот так делать так минус я я служу своему народу ой больно ясно наша судьба ждет да легко бэйлинги прыжок сила а вот это хуже говорит хорак эмбаяж я служу своему народу подкайтим подкайтим раз глаз все равно больно бьет там не откатилась у меня эта штука да он восстановил пушкой делал бэйлингов сила единство на них действует достаточно плохо увы думаю мы получили немного времени теперь дело за тобой артанис хорак эмбаяж ладно смелый план сила единство так слушаем внимательно стены святилища покрыты какими-то узорами откуда ты знаешь что они значат контакт со святилищем это не просто разглядывание узоров в каждый атом этого камня вложен особый смысл декабря и г и на и и на и Они начали распространять по вселенной семена жизни. Они создали нас, как и бесчисленное число рас, заселявших нашу и другие вселенные. Зелнага лишь наблюдают и ищут в своих отпрысках потенциал, но не вмешиваются. Бесконечный цикл неизменен. Появляются две расы. Одна наделена неукротимым духом. Вторая — чистоту формы. Существа с безграничным псионным потенциалом, способные вместить эссенцию Зелнага. Сейчас был неправильный перевод. Точнее, прочтение было неверным. То есть текст от озвучки отличался. Танис. Скоро мы получим ответы на все вопросы. Кого? В смысле, а кто тернов создал? Извините, если... Должно быть, это последний зал. Погоди. Врата открыты. Стражи уничтожены. Светилищи атакуют! Это Диабло! Слева! Сверху! Нельзя упустить шанс на спасение! Так, разбираемся с мелочевкой для начала. Вызываем сразу же бейлингов. Бейлингс, бейлингс, бейлингс. Да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой. Можно добраться до светилища. Изи. Давай, раз. Давай, класс. Тот трис. Четыре с. Артанису... Артанис вообще ни о чем. Керриган. Умеет, Магио Артани столько и делает, что дохнет Запарикодировались Сплотившись, мы становимся сильнее Я ачивки не выполнил, ачивку одну Сейчас я попробую Попробую бейлингами повзрывать Да уничтожение святилища Ой, у меня таймер Ребята, у меня таймер Вот да А где мой соларит? Ё-моё Надо быстрее бежать Надо бежать быстрее, 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 быстрее Быстрее Быстрее, быстрее, быстрее Так, за нами луч Главное не пропустить соларит Бежим Минута 15 осталось Кажется он здесь будет Да, вот он Нельзя медлить Скорее к святилищу Да, соларит Наши будущие Единение 45 секунд Да, вроде мы прибежать-то успеем Вот он, Диабло Ё-моё Судьба ждет нас За Казмодан Керриган, Керриган, Керриган Не-не-не-не-не Давай-ка Прожмем Есть, прожал Вот так Вот так Вот так Давай-ка мелочевку сначала забьем Мне не нравится то, что Так, и убиваем этого Ну что, это враг, что ли? Диабло оказался на проверку, конечно Слабеньким Начинай шаманиться, светильщик Шаманить Твоим богам стоит объясниться Так, любопытно И никакого лута, кстати, нет Что ты говоришь? Силнага Заключенные в Зале Вознесения Тысячелетия не дремали в нем Пока цивилизации гибли И вновь создавались Они пробудятся ото сна По прибытии двух предначертанных рас И тогда их старейшины Пожертвуют жизнь Да ладно Чтобы передать избранным свою эссенцию И те, кто наделен чистотой формы И чистотой эссенции Переродятся Ставь зелнага Хранителями бесконечного цикла Понятненько То есть, если допустить, что Керриган и Ну что? Ты готов встретиться со своим создателем? Лучшие представители своих видов Пора выйти в зал Вознесем То это будет губчик А смысл, говорит Сны-прежки Ну как? Во-первых, они получают повышение Они становятся зелнага Бессмертными Хранителями Бла-бла-бла Тут что-то нет Ну короче, в совете директоров Места появляются просто и все Синематик, ребята Синематик Я молчу Нет Они мертвы, Артанис Амур Теперь видишь С сердца и предателя Твой народ исполнит Предначертанное Мое дело уже создано С него помощью я прерву цикл И покончу С вечным страданием Меня Не так легко сломить, Амун Перворожденные Больше не боятся тебя Эй На самом интересном месте Все ачивки С первого троя, кстати Ну это миссия какая-то Ну она На Диабло очень похожа Только с парой героев Я жду продолжения банкета Я хочу развязки Кто, кто, как Вильям, да, конечно Сто процентов Матриарх Мы обнаружили выброс энергии пустоты Из недр храма Наведите сами Дарктемплар Косой Я тебе не враг Темный дамблиер А Зилка зачем убил? Так, так, так Вызывай милицию Оооо Попался Выслушай меня Матриарх Ловушка Амуна Захлопнулась Ваш лидер В опасности Думаешь Мы глупцы? Сейчас Важно лишь то Что Амун Открыл Врата В пустоту Из них Сочится Тьма Она Погубит Вашего лидера И любого С кем Вступит в контакт Я Проведу вас Картанису Прежде чем Его настигнет Эта судьба Мы можем Отразить Натиск Темного И я должна Поверить Что освободив тебя Не получу Удар в спину Мы Тратим Время Опусти Глинки Я Аларан Выше Посвященный Далдаримам Амун Предал Мой народ Если Ваш Иерарх Выживет Он Поможет Свершить Месть Реша Реша Проведи нас Картанис Разумно Так Я Активировал Дополнительную Женщину Систем Ты можешь Настроить В солнечном Ядре Я Смутно Весьма Понял Но что-то Кажись Артанис Не лучший Представитель Рода И он Является Предателем И его Душу Главный Злодей Сможет Использовать Для того Чтобы Разорвать Какой-то Порочный Круг Выйти Из заточения В общем Что-то В этом Роде Во-первых Поговорим С Раханой Вообще Не так Говорят Все Перепутал Аналитик Раханой Раханой Несу Дар Испавления Хватит Так Смотрим Ну в общем С сюжетом Все понятно Надо Надо еще Иммортал Поэта Самое Потестить Звездные Истребители Феникс Сдвоенные Гравитонные Лучи Гравитонный Луч Действует На две Цели Одновременно То есть Повышает Эффективность Подъема Юнитов В два раза А Корсар Ой Корсар Это тот Самый Корсар Из первого Старкрафта Стасисные Поля Кидает И Сплэш Конечно же Урон там Наверное По 6 Опять У него Ну да Но это Чистый Контракт Муталям Ну как Чистый Ну да Чистый Наносит Дополнительный Урон По легким Боевым Наносит Урон АОЕ Воздушным Боевым Обязательно Берем Корсар Аннигилятор Подтестим Часовой Остается Таким же Так Так Все хорошо Солнечное Ядро Здесь Говорим С Карак Караксом Матриар Ключ Начал Поглощать Энергию Пустоты С невероятной Скоростью Значит Долгарим Говорит Правду Храм Переполняет Энергию Пустоты С каждой Секундой Сталкер Горит Новый Обязательно Проверим Пусть я ему Не доверяю Но все Указывает На то Что он Прав Ворота В пустоту Действительно Открылись Можно ли Установить Где точно Находится Артанис Нет Мощные Потоки Энергии Делают Нас Практически Слепыми Тогда Несмотря На все Мои Опасения Нам Придется Положиться На Долгарима Так Военный Совет Четик Не дает Мне Зафейлить О Вот Адепт Псионный Перенос Смотрим А Это Будут Да Эти Товарищи Помню Создает Тень Увеличивающую Урон Получаемый Получаемый Пораженными Ей врагами Телепортируется К тени Через 10 секунд А носит Больше урона Легким Вместе Сталкера Надо проверить Конечно Где их За них Надо проверить Кстати еще Остальных Там же вдруг Центурион Был Кровавый Охотник Выводит из строя Вражеские единицы И строение Ну и плюс Постоянная маскировка То есть он Закрывает Слушайте А выводит из строя Это значит Они даже Детекторами Не являются Блин Вот это Поворот Захожу В солнечное ядро Тут новая ветка Открывается Ё-моё Массовая телепортация Мгновенно Телепортирует Все дружественные войска В указанной области К вашему Основному Нексусу Защищает Телепортированные войска Барьером Который поглощает До 200 единиц урона В течении 20 секунд Массовый ТП Доступен будет По умолчанию Перегрузка щита Мгновенно окружает Все войска И строение щитами Способен поглотить До 200 единиц урона И вызов Феникса Призывает Феникса На поле боя В момент высадки Феникс наносит 200 урона Всем находящимся В области Феникс может Использовать Способности Вихри Громовой рвок А также Накопитель щита И покидает Поле боя Спустя 30 секунд Сбрасываемся Берем сразу Феникса Он вот из этого Крыла вылетает Очевидно И добавилось Еще в Воспомогательных Системах Ускоряет Восстановление Щитов Вне боя Я наверное Возьму Для начала Что нибудь Ассимилятор Мне понравился Но он такой Он очень Ситуативный Темпоральный Универсальный Беру Темпоральное И перезарядку Щита Феникса Будем вызывать Феникс Не очень Рекол топ В смысле А как Зачем вы спойлерите Я же хочу проверить В конце концов И люди это не играли Они должны посмотреть Что это такое Любопытная механика Вызывается герой У него способность У него характеристики Он ауешет Всю малину портите Эксперты Блин Ну Ну басы Ну как так Твой иерарх Похоже И не подозревает О грозящей ему Опасности Если ты хочешь Чтобы он вернулся В целости И сохранности Отправляй Войска По этим координатам Так Высший тамплиер Ачивки 15 соларита Танцующие противники Обнаружены Опять же Окей Какие-то неправильные Протосы Что по ачивкам Уничтожьте 15 боевых единиц С помощью способности Псионный шторм Психов надо делать Выполните задание Предвестия тьмы На уровне сложности Боится до того Как Керриган Потеряет больше трех ульев Легко вообще Защита Это моя специализация Единственное что По хорошему Надо брать варп Тогда Ставить пилоны У нее И Телепортироваться Психи Да Психи Ладно Попробуем Три улья Керриган Миссии Очень интересные Разноплановые И Заставляют Использовать Разных Типов юнитов Посмотрим Чую долгую миссию Пишет Вильям Да мне сегодня пророчили Там одну из первых миссий На сегодня Что там ее Проходить надо Весь вечер Эта дорога Приведет Твои войска Картанису Я сделал Все как обещал Передай Своему Иерарху Что я буду Его ждать Окей Аларак Матриар Наши высшие Камплиеры Вызвались Помочь тебе Утрату Кхалы Вынести Нелегко Но мы Снова Готовы Сражаться Так можно Слиться Вархона Можно Слиться Вархона Я прохожу Вперед Псишторм Вызовите Псионный Ничего себе Я не буду Второе Тратить Я слышал О фантомах Тиранов Хаотичные Необычные Замкните Их поток Все энергии Способностью Противодействия Уже замкнули Пока ты Рассказывал Нам Что нужно сделать О база Ёшки Матрешки Наши В городе О это наши Блин Ой я заштормил Собственно Вергушат С гидрой Вы прибыли Как раз Вовремя Амун Открыл портал В пустоту И его надо Закрыть Прежде Чем нас Разорвет На части Сделаем Блин Это моя база Я хотел ее Окучить Разрушить Порталы Пустоты Короче Нужно всех Штормить И сделать так Чтобы хаты Керриган Не теряла А есть у меня База Смотрите Есть база Все нормально Открываюсь Ничего себе Ой 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 Так Я могу призывать На самом деле Так Давай Разведку Сделаем Газ Вижу В смысле Как отключить Пять Я думаю Надо сюда Пилон Все-таки Ставится Обнаружил Несколько Источников Энергии Спрятанных На территории Храма Похоже Это Древние Сосуды Зелнага Если Ты их Найдешь Я использую Их Энергию Чтобы Высвободить Дополнительный Соларит Из Солнечного Ядра Копья Адуна Нет Здесь Нельзя Уже Ити Дальше Мы Нашли Один Из Сосудов Зелнага Приготовься К транспортировке Невероятно Нет Спустя Тысячелетия Эти устройства Все еще Полностью Заряжены Так Ребят Нужно Раскачать Во-первых Базу Нужно Вот этот Вот сосуд Ой Ёй 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 Надо Организовывать Какую-то Защиту Похитрому Здесь Пилон Хорошо Зайдет Пилон Их не хватает Это Не пилон Да Это Не пилон Говорю Катан Подержал Ваш канал На сумму 300 рублей Доедешь Катан За Айур Спасибо тебе За саппорт Надо Наверное Добывать Газ Я Не Совсем Понимаю Пока Что Что Мне В первую Очередь Выносить Понимаю Что Нужно Что Нужны Психи Но Психи Скорее Всего Как Саппорт У нас Пойдут Что По Типам Юнитов То Морталов Надо Еще Тестить Кстати Так Здесь Что Душми Что Так Берем Так Берем Так Строим ВР Или Не Строим ВР Строим ВР Не Нельзя Сюда Бежать Не Справлюсь Еще Темплар Хотя Может Быть И Зелки Темплар И Психи Тут Улей Уничтожают У нас Есть Заморозка Не Забываем Про ЭТО Ну Ладно Значит Что Нужно Сделать Нужно Сделать Нормальное Количество Юнитов По Ну В смысле По Для Варпа Что Можно Было Здесь Защищаться Газилка Газилка Без Рабов Как Без Рабов Газилка Тут Третья Газилка Есть Еще Кстати Можно Вызвать Феникса Кстати Давайте Вызовем Феникса Действительно Раз Вот Это он Я не вижу Что у него За характеристики Но он Очень Плотный Нет Еще 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 Тут Делаем Иммортала Газ Собираем Еще Справа Газ И Вот Здесь Нужно Как-то Отбиваться Так Скоро Не хватит Пилонов Опять Да Газа Достаточно Много Поэтому Надо Делать Придется Просто Делать Психов В первую Очередь Да Я понял Причем Гейты Добавляем Сейчас Еще Про Заморозку Не забываем С Теневое Оружие 200 Единиц Урона Еще Тамплары Да Заказываем Рабов А вот Здесь Уже Надо А Тут Просто Она Выжигает Я понял Защита Не поможет Никаким Макаром Просто Я понял Пацаны Я понял Теперь я понял Спасибо вам За поддержку Обернулся Посмотрел Как Слоуфоков Поставили мне Благодарные Зрители Благодарные 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 Раз Раз Два Три Четыре Сливаемся Вархона Вархоны Плохо Благодарные 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 То есть То есть Благодарные Reach Благодарные Благодарные Три Благодарные made . Четыре да беда нужно много-много-много гейтовых юнитов здесь просто уже скверно распространяется настолько быстро что и надо довести количество гейтов до 6 учитывая наш замечательный и в фаржонда будет следующий трай обязательно скорее всего даже 2 сделать отличный темп ларм да не успею в этом трайк сожалению даже 6 гейтов мало керрига найдет в атаку вот это да и наверное тут надо брать лучше не заморозку потому что здесь не хватает даже дамага просто для того чтобы вырываться а там хата упала следующая осталась последняя а мне еще идти вон после это еще в две точки ладно не будем пока отчаиваться может быть еще удастся грейды 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 делаем ну ё-моё ну как так ну мой путь мне не стоит так здесь сразу же замораживаем раз замораживаем 2 замораживаем 3 при этом кидаем еще сверху нашего друга и заливаем все все делаем архонов делаем подвар не хватает ой не хватает анти эйро скорее всего да у меня ой ёшки матрешки удачное место для с постройки да тут не хватает чего-то универсального гибрид доминатор мне придется отступить ну как так кэрриган ну что ж ты делаешь что ну понятно значит набираем вот это хороший товарищ феникс но я к сожалению не смогу мне нужно делать акцент на армию на армию чтобы успеть выполнить ачивку на эксперте то есть нужно просто проноситься по ай при этом еще нужно пти шторм ачивку выполнить ёлушки матрешки 1 феникса забиваем солнечное ядро раз здесь скидываем нафиг солнечное копье беру перегрузка счета может помочь что же подкрепление лесом идет подвар тоже может помочь я могу подвар сделать если играю в этом пларов и всякую чушь с гейтов то лучше сделать те тоже самую перегрузку счета ну мелкие юниты сразу получит больше чем в два раза больше щитов и это может круто бустануть солнечное копье ускорение просто не хочется брать потому что она вот она на один раз фактически мне больше да газ тоже из той же самой оперы на самом деле то есть хотя саппорт если взять хотя бы газилочку хотя бы газилочку не перегрузка кажется а я могу это 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 еще останется 15 дополнительные припасы до или реген полей реген полей реген полей так и в военном совете я пожалуй пожалуй попробую попробуем взять либо тёмные страж и нужен стан берем этих зелков этих общение не будем трогать возьмем сталкер на всякий случай темпларов даже строить не буду часовой возможно поможет и имморталов да с защитным барьером что по воздуху там есть кем стрелять сталкеров наверно буду использовать корсар нет корсар нет то есть темплары для ачивки зелки со станом центрики много газа то есть центрики зелки имморталы как-то так получится мостик поехали центре заряжал к возьмем а как я не взял центри заряжалка наш у меня была уже центри заряжал к часовой он заряжал к восстановление счета невнимательные а заряжатель имеется ввиду на баф урона учитывая то что там керрига на нее действительно могут но мне много мелких юнитов либо отказывается в принципе от зелков это возможный вариант сделать например колоссов хороший дэвбол просто чисток колоссы центри с воздухом непонятно что делать колоссы сталкеры центри . много газа слишком много газа ладно это это та еще задача темплары точно идут лесом там просто карьеры всякие есть я не уверен что часовые нужны на баф мне как раз нужно сохранять народ другой стороны щиты отдавайте заряжатель попробуем окей мостик и мы же по воздуху бьют они бьет со способностью плюс они не далеко не такие плотные если бьют по воздуху короче задача какая два роботикса получается выход в колоссов при этом где-то 45 гейтов естественно раскачка как можно быстрее текущей базы некий дэвбол при врыве мы кидаем щит сентрики на урон в принципе все все нужно кидать по грейдом на урон первую вторую если будет 3 great на так тоже нужно урон делать потому что защиты и так будет и щиты в общем поехали не дается легко делаем все братья вызовите псионный шторм пусть эти рабы гибридов а счетчиков там вот много не нужно ачивку я думаю мы и так выполним там народу тьма тьмущая слышала фантомах тиранов хаотичные не обученные замкните их поток все энергии способностью противодействия подходим они этого не выдержат почему ты не читаешь ничего в чате но вот это прочитал папуаз так значит экономика первично но потом два роботикса и выход в это мы видели всем поехали солнечное копье и перегрузка щита открываемся газилки же надо еще поставить действительно чтобы загадя начать добывать единственное когда нет надо ставить делаем нон-стоп рабов хватает ресурсов и на освободившись составил вторую-третью газилку не с это самое не смотрим на кэрриган наша задача прийти и шторм лечить щиты жесть какая спасибо за совет так так о чем я о чем я я о газе хочу газ найти кажется один пропустил там рабочий 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 соточку взял обнаружил несколько источников энергии спрятанных это древние сосуды сил надо и если ты их найдешь я использую их энергию чтобы высвободить дополнительной фаржу для начала потому что делается долго мы нашли один из сосудов зелна приготовься к транспортировке естественно я завтыкал с пилонами спустя тысяч как обычно эти устройства и соответственно должен сейчас потратить двор наверное сделаем роботикс газ добывается на по полной программе учить здесь можно забрать раз-два почему бы и нет тут рабочих до заказали гравит на атаку делаем роботикс 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 вместе с собачками можно подходить так чисто ну так аккуратненько аккуратненько для аккуратненько вообще нет смысла можно зарядить солнечным копьем было но им х надо чуть-чуть еще подождать еще один гейт кибернетка нужно как мне роботикс удалось поставить без кибернетки непонятно гейт на самом деле лишний мне надо сейчас на колоссах я могу вообще строить не могу колоссов строить в этой миссии отличный план был на колосс с центрями черт возьми и мне тут нужны были наши силы ладно если не колоссы то то имморталы избранные убейте этих критиков по имя амуна 140 так делаю буст на грейд открываем гейты и еще больше гейтов нужно делать много-много-много-много-много газа дофига толку нет я пожалуй потрачу все-таки одну раз-два-три-четыре и куда-нибудь там я не помню если дальше или нет но вот так вот направлен добро надо наверное делать темпларов еще побольше еще парочку гейтов прислужники атакуете отряды амуна атакуем атакуем самое время тебе начать действовать защитники здесь делаем great на армор открываем гейты пробку берем вторая группа сюда еще темплары 5 темпларов дело ну ё-моё главное если у меня центрики были так надо повесить просто буст сюда ставлю пилон помним про поля еще темплары пошли имморталы работают гристалл уничтожен сенсоры показывают наличие еще трех эрор давай-ка сразу копье сделаем раз не у неё кулдаун будет сейчас лучше так его взять так 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 парочку отлично я психов сделал да потому что сейчас нужно забираться уже выше понимаете уже нужно забираться дальше вот сюда вот и там уже и взять так щит пошел я не вижу где ну ё-моё ну что же я так смело послужит тебе иммортал иммортал псих псих там я не видел просто куда кидать это весьма опасно лучше так давай-ка раз дальше два наверно вот так вот и еще вот так вот трис все сливаемся вархонов и просто все назад а там уже вторую хату до второй хаты доходит короче я неправильно все сделал ну как все не все конечно мне нужна какая-то универсальная блин армия и сэнтри сэнтри нужны на сэнтри должны делать защиту и восстанавливать поля из-за того что я взял сэнтриу не ту получается такая ерунда поэтому мы берем сэнтриу которая восстанавливает поля и вешает щит бессмертный остается тем кем должен был ну в общем то да и все больше ничего насколько я понимаю не меняю газ меня устраивает газ меня устраивает вообще ну наверное да да остается вопрос кто будет убивать воздух кроме солнечного копья архоны но их мало ну немножко сэнтрики но это вряд ли давайте поехали дальше поехали времени очень мало прям очень причем там еще пойдут атаки с помните там такими большими группами будут приходить враги когда я штурмовал вторую точку позапрошлой трай по центру нехило там напали большая группа войск лёгкая дежавю лёгкая дежавю контроли противодействие они этого не выдержат нужно какая-то сверхценная сверхживучая армия сверхживучесть пассивка дает будет исполнено развиваемся берем газ вырубаем там первую вырубаем там первую группу гаспор это древние сосуды зелнага про лимит не забываем если ты их найдешь я использую их энергию чтобы высвободить дополнительный соларит из солнечного ядра копья адуна каракс мы нашли один из сосудов зелнага приготовься к транспортировке невероятно там два медика друг дружку лечит спустя тысячелетия эти устройства все еще полностью заряжены ааааа артами к моему улью приближается тьма держись надеюсь ты готов отключить кристалли держись я пошлю на помощь только зерков сколько смогу сражайся изо всех сил тамплиер я бы я не знаю что это значит значит на тосовском но что-то воодушевляющее и мы с сабилкой издание выносит и крупный воздух сантрей разгоняет а то есть они не только по воздуху работают да тогда да тогда надо будет возможно вернуться к ним но пока что я восстановлю ну сделаю там наверное кибернетку сначала чтобы можно было использовать хотя бы первый гейт и сантрей поделать во-вторых 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 что форжу необходимо тоже запилить пилон потому что скоро рабочих осталось делать буквально всего ничего из десяток штук и все будет хорошо не хватает не не пошел центрик такой дефенсный энергия накопилась можно нет не стоит сейчас пока с тремя зерлингами туда лезть и что получается имморталов надо делать не хочется почему-то мне ему делать таких делаю пока грейд на атаку скоро переключим boost на этот апгрейд тут часового вызываем вижу что скоро опять же пилонов не будет хватать вызывая пилон и там пларов можно еще под варпать гейт экономика очень хорошая избранные убейте этих критиков воина амуна так переключим сразу boost на грейды и добиваем врат нордек поддержал ваш канал на сумме 32 рубля имморталы 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 стрельбой по воздуху все фуловая база уже хватит надо идти вперед энергии слишком много отлично заштормил по-царски просто так давай-ка вот так вот сделаем все-таки раз два и туда же три с этого чтобы и бункер вскрыть и того вот вот вперед прислужники убейте каждого кто станет у вас на пути центрика жалко он служил мне верой и правдой делаю грейд норман возможно кстати грейд на поля нужно учитывая центрей и обилку наверху закидываем варпы в общем убиваем этот кристалл пустоты сделаю сейф легкий вроде сейчас сильного проседания не было особых потерь слава богу тоже здесь надо двигаться пилонами вперед имморталы точка сбора на иммортала будем на него работать здесь мало гейтов еще парочку пожалуйста потому что газ можно тратить видите как хорошо открываю еще два гейта кристалл уничтожен сенсоры так здесь давай тоже возьмем раз два и пройдемся наверное еще вот так вот трис шикардос еще темплары центри надо было подварпать ждем когда откатится ждем ждем когда откатится еще несколько пилонов вижу нужно зелки я штормлю еще одного иммортала иммортала здесь два гейта ок ой да ладно мы не можем не слим сентрики 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 а вот и нет виспена вашего больше ой 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 как рейвен блин я знаю что сейф есть что заходим да куда заходим улучшение завершено надо сделать great наверно поля генералов не хватает ну что надо надо заходить так ладно давай попробуем может быть в два захода зайдем раз два и вот так вот трис еще вот отсюда вот чтобы этого какой он плотный а чуть-чуть темпларов чуть-чуть зелков потоночка сверху я могу поля сделать давай поля сделаем чего там пси ох у этого можно сразу же давай поля сделаем сделал блин поля сентрики ну куда вы лезете ну скажите вы куда вы лезете иммортал отлично убивают гибрида доминатора воины мы захватили кристалл молодцы разрушите его как можно скорее грейд на поля да и разрушение кристалла идет быстро но здесь уже на второй хате слушай я уже убил кэрриган мы разрушили два кристалла не думаю что войска омуна так легко отдадут нам два оставшихся гибриды готовятся атаковать наш мексус а вот это плохо сейчас гибриды сзади будут и мне вроде как нужно принять их что они где-то здесь уже будут куда куда пробочка вон гибриды идут справа блин кэрриган ну как так то ну ешки матрешки ну я зато гибридов убил артанис быстрее отключай кристаллы пустоты ща 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 я с я вижу 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 лучше не хочу вязать пока рано ну там защита на базе жестче чем чем это а вот сейчас нужно уже итак что я вижу грелки топ-1 наверное да так надо задеть так чтобы по всем прям это раз это два гибрид еще я грелок эти две грелки умрут колосс не умрет можно попробовать зарядить еще по батоночкам вот так вот поехали ой не откатилась у меня я не откатилась защитам вот сейчас надо защиту ставить и заходить так надо тампларов да я не могу вот этих вот убить больше никто не защищает кровал да вот без без имморталов по воздуху я не справляюсь с керриерами вынужден делать сталкеров остался еще один и портал теряет стабильность мы должны разрушить последний кристалл а тут подходит уже к последней хате у меня есть с одной стороны энергия воины перехватите их не 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 никаких гибридов никакой нексус а я не должен их перехватывать ребят иначе меня на базе просто аннигилирует не хватает меня сара ты как там держишься нет уже ладно мы продолжим поход так псы вперед еще и морталы и сейчас как раз на перерез пойдем не буду я вокруг да около ходить Атанис я отправила к тебе свои войска они помогут расчистить путь кристалла так защиты нет я не хотел на эту группу специально тратить в общем то ой 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 здесь среди теней урана башню ярость ёжки матрёшки ладно первые два уйдут быстро надо делать что-то с Баньши с танками с батлкрузерами поехали и надо отойти, чтобы зерги пошли вперед а я типа смог как-то нет как там Сара половина хп у него уже ладно, делаю полем поле защищает и здесь атака еще я попробую дойти и попробовать, ну сбить собственно так, ест, стоп раз два три не справлюсь не справлюсь так два куска саларита еще, да, еще саларита нужно но сначала сделаю ачивку попробую на этом трае пройти, тем более, чтобы было две грубых там ошибки при штурме не вовремя подстроил не построил, короче, сталкеров хотя если бы были те имморталы я бы с этим бы разобрался остался еще один и портал а я уже 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 и побыстрее цель гибридов наш nexus воины перехватите так, а давай сделаем не, не сделаем перехватываем типа гибридов проходим проходим пробочкой там будет штурм очень жесткий, конечно свой путь сокрыт в тени не хочу тратить ресурсы на сверху тиран ну, больше, конечно, я потратил в другом месте имморталы шикарно работают нет нет нормально, проходил а вот сейчас нужно зайти но зайти ненадолго нет зайти надо после Сары после Сары заходить надо ну, зерги, ну что же вы делаете-то, ну давай, 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 сюда отвлеклись они, понимаете отвлеклись так, делаем первый да так же, как в прошлый раз то есть нас интересуют танки нас интересует воздух в первую очередь то есть баньши там еще один давай так, да сейчас немножко отступим и сейчас врубаем щиты да да, толку нет ну, видите, я не могу иммортал имид баньши победить надо было либо темпларов чтобы да, либо одно из двух темпларов фидбэком но они вздыхают очень быстро ладно, хорошо вернуться на копье значит причем когда я убью я саларит еще не достану то есть мне реально нужно будет сделать сейв перед тем, как убить это последнее сейчас возьмем имморталов с атакой по воздуху чтобы можно было мочить чтобы можно было мочить воздушные там всякие темы и возможно возможно нет одной роботик одного роботикса вроде хватило да бессмертный аннигилятор батум двой иерарх много виспена пропускаешь но я тороплюсь очень сильно поэтому не хватает мне на это внимания но виспен бы помог буду присматриваться ну в принципе понятно что как можно успеть единственно непонятно как можно успеть и саларит собрать весь еще две точки должны быть братья вызовите псионный шторм пусть ветеровые гибридов ощутят на себе ярость тамплиеров я в нем золу я слышал о фантомах тиранов хаотичные необученные сжигните их поток всей энергии способны вот эта обилка которая дает 200 единиц она конечно очень помогает и возможно ее надо юзать пораньше чтобы выиграть время и и у кэрриган медленнее отнимались хп ну там у этих хат пэрриган поехали попытка номер там уже четыре наверное да газ взял не зря газ собираю здесь соточку возможно где-то еще его поставил приближается тьма надеюсь ты готов отключить кристаллы я пошлю на помощь столько зергов сколько смогу сражайся изо всех сил тамплиер там слева не пробиться надо только вот маршрут известен в общем уже понятно как на территории храма похоже это древние сосуды зелна если ты их найдешь я использую их энергию чтобы высвободить дополнительный саларит из пилон скоро будет каракс мы нашли один из сосудов зелна нет приготовься к транспортировке там бб просто батарею делает невероятно спустя тысячелетия эти устройства вон еще лингаз за углом сотенчик хороший стан сработал и темплары неплохо этого правда здесь разрядил к отдал итак что там у нас было по приоритетам помыслы чисты зелки со станом классно нет блин накосячил просто накосячил так давай форжу давай кибернетку здесь пока тампларов саммоним это была ошибка конечно 8 рабочих надо еще сделать здесь наверное даже надо делать грейт не на атаку а может и на атаку Можно у Сары тырить газ О, кстати, да Тут у неё можно убить вот эти вот газилочки Но она же развивается Я же не буду Сару объедать, понимаете? Так, сделаю сначала Всё-таки грейд на атаку 1 Здесь темп лары Роботикс И потом Дейты Илон Поближе Покапливается энергия Может быть стоит и Потратиться сейчас На На штурм этой базы Избранная уберите этих критиков по имя Амуна Мы продолжим поход Ну понятно, короче Отличное начало, я считаю Минус ещё темп лар Часовые вроде были взяты Делаю буст на грейды Добавляю ещё Врата И пилоны Четвёртый гейт Пятый гейт Возможно, надо бустить просто имов Всё Открываюсь Сейчас нужно темп ларов подварпать Часовых подварпать Газ, в общем, начинать сливать Потихонечку О, поехали Тайминг Масса энергии на руках Заходим Раз Два Ну и можно вот так вот Три сделать Улучшение завершено Делаю Второй Нет, поля Поля, 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 поля Теперь у нас у имморталов есть обилка Архонов вообще вредно сливать Потому что они мешают сходке ими работать Сенсоры показывают наличие ещё трёх Лейер Что сделать? Давай пока что с антрею немножечко Тут Следующая пошла Раз Два Раз Ну и три сдаваем Пробочку Пробка ставит пилон здесь Ещё и мортал Газ я там забыл Собираю Сатэнчик Защита есть Грейды делаются Надо сейчас, наверное, перее Да ещё темпларов, наверное Ой, там гонча пошла Спасаю Архона Это был импульсивный поступок Нужно построить больше пилона И заряжаю Тут Наверное так Наверное так Наверное так Тут С И морталами стреляем Чуть назад Ещё пара имов Хорошо ворвался Не до конца, конечно, но Неплохо Ох, как они живут, а Надо её взять И имморталы, имморталы, имморталы Когда я там, правда Какой-то сумасшедший Архону досталось Зелки с антримортов, скорее всего Так, сделаем легкий сейф Это 7 Вон они Дикий урон Разрушили два кристалла Не думаю, что войска Амуна Так легко Этих мы сможем Взять Без каких-либо Там прям Серьёзных проблем Единственное, что надо сделать еще поля считание хватает я могу напасть разок просто сделав сделав первые выстрелы пушками как-то вот так вот но принять сейчас на развороте просто вот этот выход ну потому что его придется принять раз-два-три-четыре-пять как они расстреливают как они расстреливают шикарно нон-стоп делаем чаще шиша сейчас все будет эй каррига ну чего ты не вовремя конечно там и mortal один падает это вообще один из первых мортал в который тут умер давайте сделаем щиты тут так вообще нужно воздух мочить стоп и вот здесь надо помочь раз-два и наверное вот так вот 3 сделаем еще дальше так 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 убили следующий как там сара сара только потеряла хату отлично слушайте я успеваю энергии есть по крайней мере на один взрыв лимит хреновый но прорвемся я думаю сейчас будет сейф на соляриз солярий солдам стабильность мы должны разрушить последний кристалл бусты идут еще один иммортал наш лексус воины перехватите вон еще газ справа сатанчик взяли еще соточка ой тут с гибридами сражаться не 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 нет назад 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 регенимся регеним поля 1 2 3 4 сейчас выбираем вот это вот аван пост причем раньше отличный там ну что как там сара держится держится сара то есть принципе можно было и соларит собрать в рамках этого трое один находится вон еще газ нужно взять снизу вроде взял еще сатан газом что я успею если 2 энергетический сосуде у нога а где третий то судя по показаниям датчика все слева так ладно врываемся я понимаю что сейчас пошел уже в аркаду на кристаллах пустоты а база противника могут подождать вот это поворот вот эта новость вы знаете раз два с рис ой 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 какие штормы а просто безумные штормы еще взрывается это база туда не надо как как не надо а вот здесь вот был до солярис да ладно если там база нам туда как там сара держится ой нет ладно попробуем прорваться тогда есть сюда лучше почти откатился энергии на больше у меня особо нет последний пожалуй подвар ну заходим фух ой как они это вот понимаете да что это было только ко мне сейчас идут у меня supply блок не могу я больше убить пока 1 2 3 4 дожидаясь когда закончится действие нет сара не выдержал но смотрите я допустил ошибку что полез на терра на и получил за это ты мимо проходил даже виден последний солярис любопытно кстати ну может и успеем если там защиты нет но мне кажется что он на возвышение там охраняется постом вот стабильность мы должны разрушить мимо проходил мимо проходил мне кажется он здесь вот опять гибриды и ешки матрешки на сколько можно то грейд делается делается второй грейд на атаку надо и вроде как а вот здесь вот вот он вот он вот он вот он вот он да есть еще газ тут работаем раз два три 4 5 6 по показаниям какие классные мордовы какие они классные а то есть можно все успеть здесь так но это предпоследний последний слева наверху да то есть я собираю газ беру пробочку поближе сюда здесь захожу ой как плохо да плохо потому что биты я весь вроде бы ай-яй-яй самую гущу вот он последний солярис ну теперь последний атака ребят покой нам только снизу сейчас будет последний бой но мне есть два бафа с одной стороны есть а можно два захода кстати какие в два захода там уже нексус бьют заходим за родину за кэрриган так это раз ой там много как это два и сверху вот так вот это три дальше раз два три 4 5 6 7 8 здесь вызываем учитывая там ямато идет вовсю но я захожу i'm going in щит прожал сентрю не развел кэрриган как ты там половина хп до изи да с какого сэйва прошел называется там сзади сейчас будет тос нападать на и сюда уже раз а у меня кд хотя тррррр офигеть как же он мочит еле-еле но успели да классные морталы будет нашу три хаты не успели взять тут атака еще на хайс закрываем тут все миссии можно пойти пройти сразу со всеми ачивками и на эксперте но и одна из первых там вообще очень сложно главная была битва кельган оставайся с нами но урдог да спасибо тебе вместе мы отправим амуна обратно в пустоту мой рой разбит артанис мне нужно время чтобы его восстановить у нас нет времени амун порабощает мой народ поглощает его эссенцию и я не могу ждать тогда поступай как я собирай союзников подчиняй противников делай все для победы на войне не до хороших манер мы с тобой очень разные тем не менее я благодарю тебя до встречи вот так вот и подружились ачивка не выполнен на на заливку штормом к сожалению 15 боевых единиц не заштормил не доглядел простите пацаны увлекся увлекся и сентрями зелками имморталами но сэнтри вообще тащат с двумя лучами подзарядка щитов и на и морд на имморталов особенно потому что у имморталов какой вид не возьми у них всегда есть вот это вот универсальный щит который поглощает любое количество урона с выстрела ограничивая десятью величного совета глава дабли я я ожидал больше нагляд следи за своими словами или божевешь разве так стоит обращаться к тому кто спас твоего хозяина не моя жизнь волнует тебя ларак что тебе действительно нужно от меня наш бог нарушил свой же давний совет и предал нас он донес я лжец разве ты искусственный продаж сам не воплощение говори зачем явился такого счета нет уже говорят вымортно и долгаримов на орбите слейна ждет команды к началу вторжения я пришел с предложением ты поможешь мне захватить власть над моим народом и стать их владыкой а взамен я положу конец войне между нашими народами феникс нужно собрать совет похоже нам есть что обсудить артанис здесь я принесу больше пользы а лараку тоже лучше оставаться там где за ним легко наблюдать все сложилось не так как мы надеялись мы прибыли на ульнар чтобы пробудить зелнага и заручиться их помощью а вместо этого чуть не погибли от рук амуна боюсь смысл пророчества зератула ускользает от меня он был ближе к правде чем я думала зелнага действительно дремали здесь если бы они были в живых думаю они бы оказали нам помощь как считал зерату хотя бы в этом я ему поверила матриарх меня удивляют твои слова возможно на меня в чем-то бы влияли твои аргументы что ж тогда я буду и дальше пытаться переубедить тебя в чем-то и опа часть разговорочки строю а это все мается из-за включенного инета могу позволить чтобы амун снова завладел тобой халла помогла нам в самый нелегкий час ее свет озарил наш рот и сплотил протосов мы рождаемся частью халлы и сливаемся с ней в момент смерти ради этого стоит сражаться это просто говорить и теперь амун использует ее против нас она поддерживает его существование мы должны с этим покончить артанис халла объединяет все наши мысли и эмоции я ощущаю яростный поток его мыслей и эмоций амун не осознает этого но внутри халлы он уязвит так рассказывай явки пароли давай поясни так же как он может давай 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 я могу заглянуть в него мы можем использовать это в свою пользу что ж ты молчала то могла предупредить что нас там ждет но того не стоит дай мне немного времени ну хорошо военный совет точнее давайте посмотрим что за миссия потом у нас новый давай тебе нужно сделать легко высший тамплиер собственно пси шторм урон еще какой-то шторм восстанавливает 50 щитов и так о чем говорил товарищ в этой миссии но способность только сейчас появилась в указанной области если я не вархонта а темный архонт ой это же с первого старкрафта до брать под контроль и маледик да он как называется первое нет смятение или мэлс торм кажется мэлс торман был да мэлс торм я помню была страта мы там в первом старкрафте когда был популярен дроп риверов мы по таймингу делали архона с переманивалкой вот он правда не успевал нифига по таймингу против нормальных товарищей если успеха то было круто шаттл вместе с двумя риверами переману переманивался а тут смятение не просто в первом старкрафте смятение было типа стасиса но можно было бить этих юнитов то есть они были парализованы но можно было наносить урон а тут они друг дружку еще атакуют маледиктную дотер да и кстати маледикт это же у этого у воды да у вич доктора наносится урон от того что будет входить по цели во время действия заклинания ну интересен конечно темный архонт особенно захватывать огромных юнитов но это требует конечно контроля но любопытную армию можно собрать корсары обязательно протестим потому что не было возможности аннигилятора оставлю часовой такой же разрушитель появился новый сентрик увеличивает урон наносимые врагам повышает дальность атаки союзников иммортал и расстреливающий бункер ох что же вы со мной делаете близарды а мешает движение наземных войск ешки матрешки сентря разрушитель это что-то новое а здесь у нас постоянно маскировка выводит огромное количество вариантов в я я просто в шоке иерарх похоже я нашел способ спасти наш народ как и предвидел зерату наше спасение кроется в этом ключе поясни он был создан для того чтобы его нашли и собрали те кому суждено вознестись и стать зелна приведя их на ульнар он использовал бы запасенную энергию чтобы пробудить спящих зелнага ключ забирает и направляет что угодно эссенцию материю данные сознание для этого устройства все едино теперь я это понимаю именно так он очистил керрига да он извлек эссенцию сделавшую ее королевой клинков и с помощью полученной энергии призвал амун из пустоты если я узнаю как управлять ключом мы используем его чтобы избавить халу от амуна и спасти наш народ зератул действительно подарил нам эту надежду продолжай работать как амун заплатит за все впечатляет пафосно но впечатляет сейчас полминуты перерыв я скоро вернусь а а а а а а а Продолжение следует... Это... маловероятно. Так, все, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Sorry. Феникс. Ты во всем был прав, иерарх. Я всего лишь клон твоего друга Феникса. Да, он в библиотеку сходил, узнал наху. Далдорим говорит правду. Я искусственное подобие. Подделка. Что ты обнаружил в архиве? О том, как погиб. О том, как был возрожден в виде дракуна. И о том, как затем снова погиб от рук королевы Клинков. Я не Феникс. Но во мне живут его воспоминания. Я должен все обдумать. Ты воин, Феникс. Считаешь ты себя моим старым другом или нет? Знай, что я в тебя верю. Верю, что ты поможешь мне разгромить армию Амуна и спасти наш род. Ты должен быть стойким. Я постараюсь, иерарх. Так, давайте в меню ядра. Может там что-то новое появилось? Нет, нового не появилось, но единица саларита есть. Следующую миссию, которая непонятно вообще какой будет. Я бы взял, конечно, солнечное копье, которое уже не в первый раз себя хорошо показывает. Возможность варпать разного плана юнитов. Разноплановых имеется в виду, и с роботикса, и других. Перегрузка щита тоже сверх хороша. Оказалось, но возможно мне на все про все не хватит. А, нет, это же пассивная штука. Что я могу? Могу сделать либо просто перегрузку, либо могу ускорение времени плюс какую-то штуку выкачать. Перегрузка щита имбовая. Беру перегрузку щита. И восстановление, наверное, щита. Или давайте вот так вот сделаем. Я не знаю, какая будет миссия, поэтому фактически это такой рандомчик. Учитывая то, что, ну, посмотрим, какая задача. С Алараком можно поговорить. Знай, что Амун уничтожит тебя. Если ты так в него веришь, почему ты здесь? Я всего лишь озвучил неизбежно. Мотивирует, молодец. Я знаю истинную мощь твоего врага. Я сказал, что он уничтожит тебя, не меня. Я узнал его достаточно, чтобы понять, что самонадеянность его погубит. Я вижу в тебе тот же недостаток. Ты мне определенно нравишься, Иерарх. Твоя храбрость достойна всяких похвал. Давай объединим наши силы. Вместе мы его одолеем. Я не могу связать свою судьбу с твоей. В тебе нет той ненависти, что пылает во мне. Аларак хорош. Местный тролль. Ты не загибаешь от мысли, что все, во что ты верил, оказалось ложью. И что твое единственное утешение уничтожить предателя. Ты так считаешь? Амун поработил моих собратьев и теперь превращает их в отвратительного гибрида. Моя ярость кипит ярче тысячи солнц. И когда она вырвется наружу, это ощутят все. Надеюсь присутствовать при этом событии. Энтаро Артанис дали какую-то ачивку непонятную. Посмотрим, что у нас за следующей миссией. Военный совет. Со всеми поговорили, все нормально, спустя некоторое время. Портал в пустоту запечатан. Но нас ждет куда большая угроза. Амун превращает наш народ в свое новое тело. Пока мы сражались на Ульнаре, он воспользовался всей мощью Золотой Арматы. Он использует наше оружие для истребления всего живого в секторе Капру. Сейчас наших сил не хватит, чтобы вступить в бой с Великим Флотом. Но иные слуги Амуна сверепствуют по всему сектору. Ударим немедленно. Устраним его второстепенные силы. Честильщики созданы для войны. Если реактивируем их, у нас появится и армия, и возможность развить серков Амуна. Если они сразу не нападут на нас, им не ведомо, что такое честь. Не тратьте время на ссоры. Ваша цель флот Далдаримов. Лишь я могу оскорить право молажа направления и починить себе его войска. Не забывайте про корпус Мепиуса. Говорят, их штаб находится на секретной базе, где создаются армии гибель. Есть серия миссий на выбор сейчас будет. Но мы не можем сражаться с ними, не зная, где их найти. Ворозун, отправь темных тамплиеров обыскать сектор. А ты, Каракс, сосредоточь внимание на ключе. От того, что мы предпримем, зависит судьба нашего народа. Нам выпало остановить всеобщее уничтожение. Да, это, пожалуй, лучшие из трех компаний в Старкрафте. По разноплановости, по проработанности. Потому что, когда, например, в первую, во вторую играл, не было такой взаимосвязи между миссиями, таких переходов плавных. Тот же самый Ходс воспринимался как набор диалогов с миссиями друг за дружкой идущими. Ну, это субъективно, естественно. А тут прям как рассказ тебе преподносят. Очень любопытно. Слейн или Эндион. Зелнага мертвы. Ульнар не принес нам спасения, но все же мы обрели обещанную надежду. Теперь нам нужно уничтожить армию Амуна. Мы пошли на риск, связавшись с Салараком. Тасадар, друг мой, как бы ты поступил, а ты, сиротул, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен. Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна, то он необходим. Ну, тут грелки. Новая боевая единица. А здесь колосс. Ха-ха-ха. Их использование издревле находится под запретом. Колоссы, конечно. Колоссы под Бладластом. На этот раз они нас не подведут, я уверен. Да, колоссы наше все. Тем более, с ними завязано несколько полезных юнитов еще. Я принял решение, с которым многие не согласятся. Общаясь с Фениксом, я понял, что программу чистильщиков можно возродить. При должном подходе. Артанис, они не управляем. История эта показана. Ты не умеешь контролировать просто их. Ими не надо управлять. Как и я, они обладают свободной волей. Оклик. У нас слишком мало матриц, чтобы создать других подобных Фениксу. Неужели ты и правда хочешь это сделать? Первые чистильщики запечатаны внутри корабля Киброс. На орбите планеты Эндион. Феникс показал нам, что такие воины могут быть полезны. Конклав ошибся, обращаясь с ними как с роботами, а не как с тамплиерами. В стремлении контролировать их. И они восстали против своих создателей. А ты не восстала бы против рабовладельца? Я услышал вас и принял решение отправиться на Эндион. Выступаем. Ух ты, какая орбита корабля, смотрите, громадная просто. Стазисная сеть чистильщиков еще работает. Ее можно отключить только с поверхности планеты. Я засек обширное заражение зергами. Но это не Керриган. Стая Амуна. У нас проблемы. Отлично, зерги. Наконец-то мясо будет сейчас. Мясо и колоссы. Так, мы прилетели. Видим орбиту. Давайте в Звездный Атлас посмотрим детали миссии. И потом, возможно, сможем... Эм... Чтобы активировать Гипрос, нам придется вывести из строя генераторы щитов на Эндионе. Пора начинать, Иерарх. По ачивкам. Завалите камнями все пещеры в задании. Менее чем за сорок секунд после того, как из них начнут появляться зерги. Уничтожьте все строения зерга в здании Киброс, освобожденный на уровень сложности Бобрец. Эм... Ну и что я узнал из этого описания? Ничего. Оставляем имморталов, оставляем... А, я Сентрия новых взял, которые рейндж повышают. А если колоссом рейндж повысить? У них и так девяточка. А под Сентрия они будут просто из одной части карты в другую стрелять. Эх, ладно, была не была, поехали. Всем добрый вечер, кто присоединился к прохождению Legacy of the Void. Сегодня вторая часть, первая уже выложена на ютубе. В разделе видео на Goodgame вы можете ее найти. Вторую, собственно, по... Как закончится, я тоже поставлю на записи, если вы пропустили начало. И проходим, проходим игру на Эксперте, стараемся выполнить попутные ачивки, хотя без сейва это местами выпол... сделать крайне сложно. Ай, разговоры не проверил, ешки мать. Ну я еще переиграю, не волнуйтесь, я вернусь еще на корабль. Это... Практически вне сомнений. Переброс. Тюрьма чистильщиков. К счастью, армия Амуна пока не удалось преодолеть его стазисную сеть. А зерки как пробрались. Я получил доступ к записям Индиона. Стазисная сеть запечатана сложными запирающими механизмами. Их может отключить лишь одно устройство, так называемый мегалит. Я сейчас же приступлю к его активации, чтобы поскорее отключить стазисную сеть. Нельзя оставлять его без защиты. Эти леса просто кишат зергами. Значит мы их зачистим. Зерги на планете, как подсказывают товарищи, колоссы. Здесь создавалось самое совершенное оружие в империи. Я слышал об огромных дальнострельных голосах. Которые с легкостью преодолевали горы. Посмотрим, как они справятся с этими зергами. Вжик-вжик. Поехали. Вспоминаем колоссов. Зерги выходят из этой пещеры. Завалить. 40 секунд, да? Выстрелив по камням. Понятно. О! База, кажись. Нидос. Не густо. Зерги тут какие-то неорганизованные. По две гидры из Нидоса. Ну это... Это не серьезно. Отлично. Область зачищена. Координаты для вызова нашего Нексуса установлены. Каракс, активируй мегалит. Так, стоп, еще раз. Мне нужно уничтожить... О, господи. Кроме завалов, которые за 40 секунд. Что там еще нужно сделать по... Вы наверняка помните, да? Три колосса, три зелка. Нумеруем. Открываем. Еще немного, и он будет готов. А пока... Я улучшил наши заводы. И теперь они могут производить колоссов. Их можно вызвать в любой момент. Иерарх. Что? То есть мне не надо было делать... Тема на варп. Да не-не-не-не-не, что-то не то. Узилков спас. Мегалит почти готов. Но нам нужно собрать немалое войско.. для его защиты. Окей... Михаил, тут нет ачивок Просто ходишь и все Ой, колоссы могут забраться наверх Надо действительно смотреть все места Куда не могут добраться обычные Обычные смертные Колоссов уже есть Рейндж Я понял Сентрик без атаки Увеличивающий рейндж И замедляющий противников Силовое поле Наведение на цель Увеличивает получаемый целью урон Увеличивает радиус атаки на двоечку Сдает мощное силовое заграждение А, ну это форсфил Чисто Так, ну давайте еще колоссов тогда Конечно Пока мегалит будет скрыт под поверхностью планеты Он в безопасности На мини-мапе только сейчас увидел, что отображаются Отображаются Где можно собрать ништяки Газ и минералы Это конечно помогает Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Минус первый зилот Зилоты с чаржем тоже отлично дополняют колосс Сканеры засекли движение зерга Воины Не дайте им до сих пор Нет, только не Сантриум А где, где, где сканеры? Сантриум почти закончил с этим стазисным узлом Ааа Я бы посоветовал тебе подготовиться к следующему этапу Я понял тебя Ну понятно В общем, здесь мы варпаем колоссов Варпаем колоссов Одной Сантри Сантри хватит Ну, для базы, так скажем Начинаем добывать газ Мегалит уже идет вперед Двигается вперед Датчики засекли отключение первого стазисного узла Мегалит начинает переход к следующему Ой, убил, я кажется, кого-то там из своих Ой, не хватает мне Не хватает мне и колоссов И, наверное, пара зелков нужно еще взять Да, я понял Мой путь сокрыт в тени Так, а вот кем убивать воздух, это загадка Ну, ой, нет Мой путь сокрыт в тени Так, давай попробуем сделать разок Выстрел вот так вот Чтоб чисто Убить чисто Муталиском И больше нужно гейтов И больше нужно рабов И Ресурсы взять здесь Хорошо, собираем Слева Грейт еще на атаку нужен Нет, колосс Ой, ё-моё Интересно Похоже, для экспериментов в этом комплексе Использовалась энергия силовых ядер невероятных размеров Должно быть, они спрятаны среди холмов Если наши воины их уничтожат Мы сможем извлечь из них саларитовые детали А, вижу Где Саларит Так, наверное, надо сталкеров варпануть Мне нужна какая-то универсальная штука Я не готов Жалко, сентрея не могу сделать больше То есть они просто не А я не готов к движению Реально не готов Я понимаю, что вряд ли В принципе, было нужно Убивать вот этих вот зергов О, нет О, и все Так, давай-ка сделаем поле для начала Отступлю И, наверное, надо пострелять Потому что здесь Мегалит не тащит Раз, два И Так, давай туда вот Три Раз, два, три Пробочку Поближе Ставим Пилон Ультралиск Наверное, надо Сделать Побольше сентрей Чтобы они просто давали Давали урон На Ну, то есть их сделать Не одну, а три-четыре штуки Во-первых, чтобы Когда убили одну Не уменьшался рейндж И еще пещеры где-то были Ой Так, ядра горит И еще три Смотри Сделаю Так, мегалита Надо сначала Помочь Здесь имеет смысл Наверное Тоже зарядить Эти умрут Вот так Вот так вот И вот так вот Добро Но времени у меня будет маловато Второй грейд на атаку делаем Давно пора было это делать Вижу газ Вижу минералы Что ты предложишь? Отлично, воины Мегалит отключает Третий стазисный узел Еще газ Это нужно вниз За Соларитом Мегалитом В общем-то Сюда вот заходим 10 соларит Отлично Переносим его на борт Причем можно не убивать эту ради Хотя Наверное стоит Здесь бы еще собрать На правую уйти Здесь собрать Тоже было бы неплохо Этот стазисный узел Уже почти отключен Мегалит скоро Начнет двигаться К следующему Так, надо направо завернуть Обязательно Вот сюда вот Ой-ой-ой-ой-ой Так, чем? Чем? Ну, колоссами отбиваемся Так, делаю поля Здесь надо уже будет Рубить Есть Возвращаемся Окей, тут справились Справились, молодцы Под варп Надо пару гейтов Сделать Пару Это три В ближайших пещерах Обнаружены Большие скопления зеркал Пещеры где? Мы можем использовать Ландшафт Пещеры где? Да, вот эти вот Я понял Так, стоп Давай-ка Избавимся От этой темы Чтобы Не И сразу Камни рушим Но я не вижу Где еще пещеры А, вон пещеры Ё-моё И снова Атака Здесь Атака Там Атака Везде Атака И тут Мы не отобоемся Солик Так, эта пещера Завалена Да надо Открыть Вот эти вот Гейта Гейты Виспены Нифига нет Раз, два, три Раз, два, три Тут продвигаемся Потихонечку Сентрей Кажется нет Где? Заблюдай Осторожность Ой Ладно, жжем Вижу Стражей Из опасных Это раз Это два И может быть Туда же На двоих Три Да, наверное Стражи тут Ключевые Да как там Не хватает Ё-моё Я здесь Среди теней Недоконтролил И пещеры Я не убил Ачивки не будет Пещерам Ну это черт знает Сколько работает И этот пещера тоже Да Да, зафейлил Я знаю Я знаю Еще Сейчас колосс Гуф Гуфнется Не, не гуфнется Оставил там Позади еще Ой-ёй-ёй-ёй В этом и последним Стазисным узлом Обнаружен целый Улей зергов Нам придется Прорываться с боем Варпаюсь Что могу Мой путь Фазовая связь Установлена Мегалит Отключает Четвертый Стазисный узел Мы едины Я Пустота Что Поближе Мои навыки Смотрите Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Вот это плохо Тут надо Брать И Мутку Убивать Иначе Никак Я здесь Ну Может мы Объединимся Все-таки Мне не хватает Подкрепление О Другое дело Целый Улей зергов Тут подрежем Аккуратненько На мэне Было бы неплохо Было бы неплохо Фатонок настроить Они поэффективнее Будут Не хватает Ваши войска Вступили в бой Ломиться пока особого смысла нет, разве что Подкайтить их Угу Ну есть защита Хорошая Наверное надо пускать дело сейчас с армор Чтобы Ну и Пытаемся защититься здесь Ну небольшая группа там войск на самом деле Что тут парочка роучей Колоссы давят Убили Обнаружена сейсмическая активность К вам приближаются Червинидуса Откуда где Вон вижу нидус Надо минус 0 конечно же В первую очередь Чтобы не было спама Заказываю сталкеру Потому что Опа стоп Здесь точно делаем удар 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 Бредлорд Ультралиск Так вот можно зарядить еще Ну лучше вот конечно На вот эти вот Ой как много народу Ой как много народу Реально много тут Колоссы отдаются Ну че Я не продавил что ли Да Как я пропустил там Это капец Ну кое как там Кое как Но мы скорее Мертвы чем живы Надо заходить дальше Два колосса На ладан дышат Пробку беру с собой Чисто для варпа Чисто для варпа Можно пилон поставить Чтоб деньги не терять Не досубиваем Еле-еле Реально Еле-еле Еле-еле На лалах просто Я здесь Среди теней Сентриков надо было Под варп Сентря одного Для увеличения рейн Ну справились Все таки справились Да почему не варпнут пилон Почему я так говорю Там чатик Не ствует Товарищ один Согласен Вообще Хватит терпеть Офай Офай Срочно Стрим А чикки точно нет Инфо соточка Прямо вот Вот прям точно Потому что я Эту пещеру закрыл Черт знает когда Ну все Справились Последний стазисный узел Отключен Стазисная сеть тоже У нас вышло Киброс выведен из стазиса Отзови все войска с поверхности Диона Мы отправляемся на Киброс Две ачивки не взял Что там еще было Все строения зергов Господи я забыл про эту Эту задачу Я слева не добил базу зергов Причем добил ему мейн Но пару строений оставил То есть если будете перепроходить Смотрите Что там можно Можно успеть спокойно Да Но зато эта миссия пройдена Без сейва в принципе Ну то есть Не переигрывали Тем более что Сентрю взяли правильно Зилки помогли Сейчас на колоссов на новых посмотрим Но сначала поговорим с Алараком Полагаю Ты хочешь подчинить этих механических воинов Своей воле Уже Они будут свободны Как и Феникс Прошлая попытка Сделать из них рабов Привела к восстанию О Ты испытываешь Мое терпение Своим наивным идеализмом Идеализмом Они копии Наших величайших воителей Мы собираемся Освободить твой народ От Малаша А ты хочешь поработить мой? В свободе Кроется слабость Я свергну Малаша И спасу соплеменников от гибели Но свободным им не быть Все толдаримы Будут служить мне Свобода это миф Который сильные придумали для слабых Ты говоришь как Амун Если хочешь жить Тебе лучше пересмотреть свою точку зрения Сделай этого робота Феникса Новым вершителем среди чистильщиков Пусть они исполнят свое предназначение Став идеальным оружием Военный совет Ирак Мои разведчики Отслеживают Передвижение Золотой Армады Почему именно Линдион выбрали той планеты Вокруг которой Должен был вращаться Гиброс Тысячи лет на нем Проводились Научные исследования Лучшие умы Протосов Находили здесь Уединение От политических дел Чтобы развивать Технологии Которые могли бы принести Пользу империи Именно здесь Родилась идея Апсиматрица Когда чистильщиков Решили отключить Они стали символом Величия и опасности Технологической мысли И тогда их решили Доставить в эту Исследовательскую колонию Она как нельзя Лучше подходила Для этой цели Именно здесь Находились наши Величайшие ученые Которые Постоянно Совершенствовали Стазисное поле Киброса Сколько всего Их было на планете Восемьсот тысяч Кхалаев И армия Тамплиер Надеюсь Их смерть Была быстрой Панель комплектации Мы получили доступ К новым роботизированным Осадным системам Иерарх Тебе нужно сделать выбор Колосс Огненный луч Атака Воспламеняет Участок земли Нанося периодически Урон наземным войскам Противника Очень эффектно Смотрятся Такие Фаерволы Остающиеся После выжигания Лазером земли И Опустошитель Ривер Это ривер Создается Корабеев Который наносит Урон по области Да Взрывы конечно Не такие эффектные Но риверы Я точно Попробую На риверов Хорошо Будет действовать Скорость атаки У сентрей У саппортов Что раньше По особо не нужен Ну правда Это столько Минералов Мне будет стоить Но к ним вообще Никто не подойдет По земле Темный архонт Надо проверить Корсар нет Опа Да Разрушитель появился Хотя он вроде был Разрушитель Который рейндж добавляет Да Бонус скорости Делаю Заряжателя Тогда Все он на перенос Был у нас Да Это же эти адепты Всеверно Есть А тут они бесплатные Скорабеинтерсептор Бесплатные Халява какая Давайте в солнечное ядро Стазисная сеть Отключена Каракс Нужно действовать Если мы активируем Киброс Он запустит Свои защитные Протоколы Очистильщики Они дремали Тысячи лет И все еще Озлоблены на нас Если они нападут Нам придется Сражаться еще И с ними Мы уже Подвели их Однажды Не ведая Что мы создали Пусть это Лишь копии Но в них Живут Настоящие Тамплиеры После Длительного Общения С Фениксом Я готов Тебе поверить Понятненько Смотрим Меню ядра Там не открылось Ничего нового Но у нас Есть еще 20 единиц Соларита Пам-пам-пам-пам-пам Варп Пойдет Копье Пойдет Перегрузка Щита Конечно же Пойдет Можно Выкинуть Так вот И сделать Еще Слишком много За энергию Можно взять Какой-нибудь Пассивный Типа А это и есть Пассивный Раз Два Три Да Скорее не Время Оно в самом начале Хорошо зайдет В любом случае Ну что Военный совет Смотрим На новых Имморталов Про которых Там спамил Чат Вот они Ревнитель Его зовут Ракетная Бомбардировка Наносит Наземным Целям Существенный Урон По области Ого Господи Что Творят Они А черти Просто Ауе Имморталы То есть И колоссы Получается Не нужны Но я проверю И тех и других И колоссов Которые Которые Кстати Что я взял А Скоробеев Да Скоробеев Имморталов Ну это Земля Какая-то Ультимативная Воздух Скорее Корсаров Нужно попробовать А то я про них Совсем Ну не то чтобы Забыл Но в прошлой миссии Их нельзя было Юзать И переходим К Звездному Атласу Теперь Когда стазисная Сеть Отключена Зерги Начали Заражать Поверхность Киброса Мы Должны Действовать Быстро Если Хотим Спасти Чистильщиков Там Блиеры Готовы Иерар И ждут Лишь Твоих Приказаний Ну хорошо 15 Поверхность По Ачивкам Выполните Задание Ликвидации Так чтобы Щит Матрицы Ядра Чистильщиков Не истощился Полностью То есть Не то что До тела Не должны дойти До брони Щит Не должен быть Полностью Уничтожен И задействуйте Два отряда Чистильщиков С интервалом 60 секунд Или менее Два отряда На уровне Сложности Бобрец На уровне Сложности Бобрец Диалоги Там кто-то Кричит А что Диалоги Мы всех Послушали А Феникс Еще остался Задействовать Два отряда То есть Нужно Освободить Отряды По-быстрому Честно Феникс Ты веришь В то Что чистящие Согласен Подержал Ваш канал На сумму 40 рублей Ровно Поболтай С Фениксом Наверное Их переполняет Гнев Обида За то Как поступили С ними Наши предки Делаамы Это не Конклав И сегодня Мы едины Как никогда Прежде А этому Чистильщики Должны Получить Право Самим Выбирать Свою Кислопок Спасибо Свет За 40 рублей Конечно Народом Можно управлять Но при этом Он никогда Не будет Единым Ты прав Но сегодня Перворожденным Не нужен Еще один Враг Я верю Я верю Что твои Действия Позволят Нам Избежать Его Появления От Твоих Действий Зависит Будущее Всех Тамплиеров И Чистильщиков Но Мне придется Мне придется Выбирать Между В текстовом В текстовом поле Ввести Ввести Уже Сразу Сумму Уже Готовиться Вводить Текст И нажимать Быстро Быстро Поехали Архивы Последняя Миссия На сегодня Тране Их Сразу Уже Распространилась По поверхности Диброса И гибриды Омуна Начали Убивлять Юры Ё-моё Чтобы выиграть Эту битву Нам понадобится Помощь Чистильщиков Действительно Судя По планам Станции Система Энергоснабжения Киброса Состоит Из Четырех Секторов Каждый Из них Запечатан Тремя Нулевыми Схемами Если Уничтожить Все Схемы В секторе Его Беда Не Восстановится И Содержащиеся В нем Чистильщики Промудятся То есть Мне нужно Убить Зергов А Освобождать Чистильщиков Одновременно Практически И Защищать Матрицу Понятно Задача Конечно Море Просто Море Море Так Во-первых Во-первых Газа Халявную Меня Нет Вот Иммортал Стоит Новый Такой Урон Как Обычный А Нет Другой Урон Просто Частый Так Три Ядра Рядом Стоят О' О' Совсем Ядра Есть Несколько Отключенных Питаний Ушек Вижу Вижу Если Дополнительно Угребить Эту Позицию Мы Сможем Выстоять Ставим Пилон Вот Вот Они О Газ Вот Она Нулевая Схема Уничтожим Ее Итог Энергии Восстановится Я Пока Делаю Уху Ху 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 Что-то Роуч Развалился Быстрым Музыка Эпичечная Ааа Бом 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 Ой Ой Гибрид Спалим Тут уже подошел Еще Ривера Можем Делать В этой В этом Месте Так Мне нужен Наверное Хотя бы Один Центрик Для Увеличения Скорости Атаки Делаем 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 Да Ну там Два Косаря У него И урон Под 50 Чуть Я тут Не зафейлил Со Старта Прям Наверняка Надо было Походить Поисследовать Может Еще Где-то Газ Был За Снизу Пойду Воины Вот Еще Газ И Зерги Сейчас Пойдут Так Сентрика Делаю Иммортала Делаю Нет Давай Ка Сначала Рабочие Но Но На Иммортала Тоже Хватает И Если Что Пилоны Не Хватает Не Хватает Бах 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 Вот Это Поворот Это Я Понимаю Так Буз Делаем На Нексус Давай Делаем Буз На Нексус Докачиваем Нет Больше Шпилонов Но Сейчас Мы 8 Штук Сделаем По Быстрому Да И Все Рано Часть Времени Он Простаивает Из Того Что Тупо Ресурсов Не Хватает Ради Плюс 6 Пробок Ну Это Не Только Против Для Нех Нужны Еще Выступаем Мы Должны Уничтожить Нулевые Схемы Чистыщики Свяжут Зерга В Боем И Замедлит Их Продвиж Понятно Так Надо Пилить Грейды Надо Делать Сентрей Надо Построить Больше Пилонов Парочку Роботиксов Запилим Я Засек Самостоятельное Пробуждение Чистыщика Торопиться Некуда Тут Не На Время Что Так Как Его Матриться Поведение Неисправно Не может быть Его Солоритовая Матрица Памяти Стала Нестабильной Он куда-то Идет Его Нужно Отключить По крайней Мере Мы Сможем Использовать Его Солорит э-э-э-э, слышите? блин, псы, а вот псы так, ребят, я теряюсь, если честно вроде как нужно еще дарков сделать гейты там открывать здесь нужно обязательно защиту нормальную делать и, наверное, я бустану грейдом потому что грейды это наше все давай армор тогда да, понимаешь, что армор это не самое мудрое старые зерков адаптируются к нашим действиям они начали защищать нулевые схемы так, здесь последние, последние рабочие идут так, есть дарки делаю морталов, но я не тороплюсь единственное, что надо, наверное, еще да, давай парочку дарков сделаем учитывая, что есть газ и пилоны делаем вот здесь да где зерги-то вообще? грейд на атаку один забыл ну как забыл а, один-то да, один-то да давай еще грейды делаем грейды как раз еще подходят под а вот они вот кто сейчас будет муталисков убивать ну я мое, ну вот те я здесь на да, нужны нужны дополнительные гейты нужен роботик второй амаз горелки не хочешь? я пока не знаю вообще, что я хочу в этой миссии я пока нихрена не понимаю ой, какая скорость-то как же мешают мелкие юниты мешают бафы делать на других ну как они быстро бегают, а? как они быстро бегают? корсары ну, корсары, да, наверное ну просто я не знаю, что дальше там будет баф дикий идет по скорости и по перемещению здесь еще ББ надо сделать, батарейки подпитать ой-ой-ой не-не-не-не-не-не-нет найс и тут атака делаю зелков ну понятно да я понял вот и все надо было использовать я уже устал на самом деле очень глупые вещи делаю мог бы отбиться одной обилкой фактически из-за этого потерял тут огромное количество строений, потонок дегрейдишь грейдящуюся пушку важную и надо освободить чистильщиков напомню для ачивки синхронно синхронно поэтому возможно не стоит освобождать вот здесь и сейчас прям ну имморталы очень мощные урон у них просто шикарный тут фаржи не хватает вышки я соответственно не могу делать пока построю батареи и миллион газа еще ой 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 не хочется еще воздух делать потому что тут антиэр присутствует они атакуют матрицу ядра стоп оттесните их раз два ой 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 нет 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 там же хватит одной мне не хватит наверное стоп раз два и три и мутка тоже минус да почти тут отобьемся я здесь где-то пробка была вот она так ну окей сердце тьмы я не буду слушать тебе вечер тут осталось одну штуку освободить и тогда страж чисельщиков в атаку на матрицу ядра идут гибриды мы должны угребить оборону да там какой-то жесткий он прям очень жесткий я бы его не добил бы никак делаю делаю тут защиту какую-то какую-то я понял врубаю поля помогают помогают вовремя как включил а а то ведь все так а может быть тогда возьмем забьем и наверх пойдем для ачивки то что думаете я здесь среди наверное стоит нет нифига себе урон но благодаря сантриам урон у меня тоже весьма серьезный но эти имморталы весьма уязвимы опа-опа-опа стоп нет здесь лучше здесь лучше не тратить почем зря строение так что просто просто проходим вот так вот раз тем более еще тут атака не успеваем еще там матрица ядра не должна там поле потерять опять же для 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 ачивки зачем ты взял сталкеров тоже ну хотя там мутка еще есть надо сантрии делать еще добавляю пару гейтов хотя здесь вроде один был и я кажется не сделал нагрейд еще на атаку не варп есть так давай тоже раз два и три это это первая штука как она называется уже не помню бейлин сейчас взорвет иммортала сталкеры терпят несмотря на то что они под бафом они все равно очень быстро умирают и тут и там ох там еще огромная куча есть щиты но наверное имеет смысл подвосстановить их здесь одну надо типа на две группы что ли разделяться я никак не пойму так делаем сейв странный странный непонятный для меня по комиссии если честно то есть если бы не было ачивок я бы шел вперед просто вперед бы шел и было бы все замечательно но кажется мне нужно ну кроме того что матрица не должна опуститься ниже там двух тысяч у меня там две тысячи две тысячи еще нужно одновременно и там и тут захватить то есть надо надо ну с другой стороны время есть ну там просто ну ладно давай вот так не хочу иммортала тратить проходим бейлинге так здесь снова заряжаем ну одну наверное здесь можно с большей эффективностью юзнуть да вот например вот так вот гибриды спали там потомки отключает еле выстояли еле выстояли так это второй грейд на атаку насколько я понимаю грейд на щиты пошел так а где третий то третий вот он и освободим уже сразу будет опять нет щитов вообще нет щитов люди умирают ни за что умирают а и сейчас у меня есть минута класс сейчас отсчитываем 60 секунд и бежим вниз я не успею надо весь варп который появился вершитель клонарион твои деяния по сей день ставят в пример всем тамплиерам оставь свою листь что ты хочешь от чистильщиков братья создали чтобы защитить нормально но к вам отнеслись без почтения подавающего тамплиера вот это лимит я понимаю я прошу вас вспомнить свой священный долг тамплиеров простить наших предков сражаться вместе с нами на равных так этих бросаем сразу же просто сразу бросаем бежим бежим сюда делаем варп сталкеров сколько там 20 где-то 19 1950 где-то да понятно откуда вы здесь взялись ну и тут конечно класс не успеем просто не успеем уже вот как бы сейчас я должен убивать а тут я отдал бы всем давай на пофиг не-не-не да я не буду просто забью на эту на эту ачивку ну то есть надо было просто не убивать последнюю и просто это вопрос синхронности то есть время тут есть никакой никаких там сверх как бы это сказать там ну это не сверх сложно но я все равно зафейлил так эти в атаке молодцы ну а я вторых тогда буду освобождать просто давай подполим центрики баф дают на скорость здесь надо точно юзнуть вот так вот и то не хватило да все нормально не кипишуйте ой сверху а вот это вот уже плохо вот это плохо потому что у меня уже на мэйне беда ладно на мэйне предположим мы сможем нулевые схемы уничтожены станции обеспечены энергией наполовину на матрицу ядра напали ее нужно защитить сверху базы можно поставить он наверное не стоит это важно вот тут товарищ ходит плотный весьма я беру все войска которые есть еще наверное центре немножечко у этих своя война они справляются все равно я пойду вот на этого стража ради вас демонтаж недопустимо готово а 15 единства ларито вот в чем дело понятно все добиваем все здесь наверное сталкер нужны потому что сентреи огромное количество и без того здесь пожалуй надо добавить дефенс побольше но можно не не акцентировать а давай этих оставим здесь ладно сталкеры помогут тут они справятся что мне еще делать оставшиеся половина там карты на изучение матрицу дефаем а тут защиту юзаем и можно же варпать на сентреи тоже забыл у них альтернативный режим типа здесь еще пара универсальных пушек и здесь опасно уже хотя нормальный так сойдет так давайте я одну сентрю разверну подвар пусть да еще сентреи просто газу миллион темплары бы здесь помогли тут юзаем защиту и сталкеров под контролем ох а вот это плохо очень битые имморталы муталиски отбились сталкеров заказываем газ заканчивается то есть уже закончился можно собирать вот минералы и газ которые заботливо так расставлены почему бы и нет закрыт в тени а вон еще одни чистильщики сейчас придут на помощь саларит больше не нужен уничтожить сразу получили уцелеть нулевые схемы но это основная тема поэтому все ок сейчас я дождусь когда откатится матрица защитная здесь да здесь все хотя раз два и три этим я и так я думаю справлюсь главное чтобы баф был что работаем работаем пока рано для бафа это не самое жесткое это бейлинги ладно поехали самое время бейлинги раскладываем одну центру подвар выливаем сюда сталкеров естественно пилонов не хватает там пробка затупила и там я наверху оставил ресурсы вижу много причем тут микоз слушайте не не давайте ка мы тут с вами по сплэшам слегонца слишком много мяса и так он там все битые за микозом так чуть назад наверх можно кого-то послать просто чтобы собрать эту халяву смотрите там 200-200 ресурсов можно конечно было еще базы поставить тоже упростило бы по крайней мере добыча газа была ну или газилки поставить если бы пассивка была так а здесь беда газилков варпы потому что много минералов и мало есть собрал сталкер молодец панды ты поставь ну да лишний минус все-таки не буду там земля и ждать еще когда у меня пса еще нет о сейчас присоединимся вот к этой группе войск давайте вперед последняя группа осталась к ядру вообще не подходили то есть у него полный хп возможно там били но все равно там поле регенится не говоря уже о том чтобы там половина поля снять для ачивки так ну наверное надо врубать вот так вот раз ох пищево вот там гибрид из полин по два косаря но они вроде благодаря тому что вытанковывали мои верные союзники и наверное имморталов парочку можно варпануть если бы был лимит еще под них месторождение минералов и все эту базу забираем есть если что ауе можно пострелять все под диким дикой скоростью атаки нет второго грейда на щиты можно было конечно его пробустить но это уже этот лен не столь принципиально и они пропадают насколько я понимаю после того как мы убиваем да на время появляются заканчиваются минералы тут выход не пройти идем наверх судя по всему надо просто вернуться на базу а здесь есть проход еще один окей без проблем масса пробок пусть они начнут добывать тем более тут ушла слизь с этой базы панды дыши вот теперь зафейлил ачив а да там же можно было их же не два их там четыре я в чат не поглядываю поэтому зеленка очень мешает очень я там ни выстрела не смог сделать но какие они дикие какие они быстрые наш пилон атакован ё-моё вот это плохо стоп раз два три но это еще не все далеко не все а может мы и нададим какая нам к черту разница нам же нужно матрицу ядра защищать бьет и я защищу защитю защ так это минус есть защита да пора юзать там все настолько битая да как кто откуда нормально все панику наводит сталкерами блинкуемся только для того чтобы щиты восстановить тут убиваем эту штуку и пробуем прорваться наверх надеюсь они не смогут с другой стороны меня поджать есть ауе если что откуда хитрый роуч лимита не хватает назад 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 забираемся ой тут много стоп раз два три ой матрицы сносят нет ну ё-моё ну как так ну не успел читер я мог среагировать пробуждается я мог среагировать если был внимательный мог март минус 2 очки максимум чистильщики ликвидируют оставшихся зерков продолжаем бой братья ладно убедить их всех доведировал конечно безответственно поступил что к первой очевидке что к второй и ту и другую можно было легко выполнять систем киброса и дурак и дурак готовится открыть огонь что ты начинаю ликвидацию вот синематик кажись мне не снимать на движке игры вот по планете ты сразу и не скажешь синематика это или рендер ну в смысле этот на движке игры это краб красота вот 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 и как в Биосигналы зергов исчезли. Вся жизнь на Индионе уничтожена. Все кончено. Да, ну хоть Соларид собрал дополнительный, хотя это было несложно. Но это провал. Только рачивки, только хардкор. Ладно, на этой не очень радостной ноте трансляции на сегодня заканчиваем. Это вторая часть. Сейчас поставлю заливаться на YouTube. И увидимся ориентировочно с вами завтра вечером, где-то приблизительно в такое же время, часов в шесть, начнется третья часть. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что там саппортили, подписывались на прем. Завтра будет продолжение. Хорошего вечера, спокойной ночи. Спасибо. Спасибо.